Продолжение следует... 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 Какого-то надо? Хорошо. Ну, пожалуйста, еще хотя бы одну ложечку. Одну. Одну. Не хочу. Не нравится. Разве можно так распускать ребенка? Вот я с тобой не панькалась, и ты у меня все ела, как миленькая. Мама, она совсем другая, я не хочу на нее давить. Вырастет. Ох, и намучаешься ты с ней. Всем привет, мамулечка. Здравствуйте. Всем приятного аппетита. Как ты? Ты взял работу домой? Даже во время обеда будете обсуждать пиар-стратегию? Мы не голодные, и поэтому не хотим вам мешать. Нишенька, а ты что там, мрачный? Ничего не случилось? Нет, ну что ты, все нормально, мамочки. Все нормально. Пойдем. Ты куда летишь? Я еду на вызов по скорой. Пациент, который у нас застрахован, попал в ДТП. Тебе все еще плохо? Да. И голова кружится. Давление мерила? Не успела. Я тебя в таком состоянии никуда не пущу. Надо ехать. Ты пострадавший. Я поеду. Ты уверена? У тебя же день рождения. И что, по такому поводу бросает пациента? Иди к терапевту быстро. Я все соберу и поеду. Настенька, спасибо тебе огромное. Привет. Ну что, нашел? Нет, не нашел. Как? Ты же установил на него какую-то свою специальную программу, чтобы определять местонахождение. Ну и что? Чтобы она сработала, нужно, чтобы загрузилась система. А чтобы загрузилась система, нужно подобрать пароль. А пароль они не подберут, потому что его восстановил я. И, судя по всему, они еще не включали свой ноутбук. То есть наш ноутбук. А если все-таки включали? Не включали? Если бы включили, Миша, я бы уже знал. Понятно. Что ты все время питаешься этим? Не можешь нормально спуститься и пообедать? Могу. Приятного аппетита. Спасибо. Вылети, Абелова. Поехали быстрее. Здрасте. Поехали. Вот же гнида, а. Где ты спрятал мой ноутбук, мои люди не могут его никак найти. Миша, скажи, информация на этом ноуте может помешать тебе получить госзаказ? Если этот ноутбук всплывет, то не то, что госзаказа не будет. Всему будет конец. И моему бизнесу, и мне. В каком состоянии пострадавший? Прошу прощения. Не трогайте. Давайте я продезинфицирую рану, сделаю обезболивание и зашью. Иглу. Ничего себе. Выдержка. Терпи, Макс, терпи. Размазня. Даже сдачи ему не дал. Весь с тебя. Да. Естественно, это ж мой сын. Зеленку принеси, Лен. Мам, да не злись. Там пацан мелкий совсем, но ему лет восемь. Бросил камень и не случайно в меня попал. Он не специальный. Ай, терпи. Боль от удара не самая страшная. Гораздо хуже, а не чистая совесть. Дуй. Макс, ты правильно сделал, что не стал бить этого мальчика. Лен, ну где там зеленка? Ножницы. Пластырь. И где это вы так поранились? Утро. Вызвали в кулу, была драка. Дошло до поножовщины. Ясно. Только это не уйдет. Очень похоже на ножевое ранение. Девушка, я всю ночь не спал. Можно мы поедем молча? Девушка, у вас производственная травма. Что происходит? Вы кто такой? Человек умирает. Прошу. Ну как? Ну как? Это огнестрельное ранение. Нужна срочная операция. Оперируйте. Все, что надо, мы привезем. Здесь? Оперировать вы что, с ума сошли? Давайте быстро его грузим в скорую и везем в клинику. Мы никуда его не будем грузить. Скорая уже уехала. Вам хорошо заплатят. Деньги здесь ни при чем. Я не имею права оперировать в таких условиях. Это нарушение закона. Не надо меня впутывать в ваши темные дела. Не рекомендовали вас как человека, который способен войти в положение. Войти в положение? Я обязана сообщить в полицию немедленно об этом. Подождите. Мой отец. Случайно выстрелил его племянник. Мой двоюродный брат. Если я сейчас его отвезу или в полицию, или в больницу, малолетнего придурка посадят. Если все так, как вы говорите, в полиции разберутся. Поехали. Он же врач. Вы понимаете, что мы уже потеряли время и мы его никуда не довезем? Хорошо. Пускай мой папа истечет кровью. А его смерть будет на вашей совести. Хорошо. Я сделаю, что смогу. Макс, догоняй! Папа! 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 Инструменты, медикаменты дополнительные. Да, мы все привезем. И помощь инсистента. Кто сможет? Сань, займешься? Надевайте перчатки. У Михаила Володенко украден ноутбук. На нем хранится информация, которая заинтересует органы и вас лично. До скорой связи. Ага. Карнсак. Такой, с прямым наконечником. Самый большой. Стой. Вот, держите. Ну, что там? Я еще раз обшарил всю территорию. По нулям. Ты уверен, что ноутбук при нем был? Уверен. Либо он спрятал его где-то в клубе, либо кому-то передал. Да я там всех на уши поставил. Со всеми поговорил? Со всеми. Узнал, на кого он работает? Узнаю. Этот человек сильно об этом пожалеет. Ладно, мне пора. Надо еще в цеха зайти. Зайди. Ребят, вот эти столы переставьте туда. Извините, так не годится. Оставьте их, пожалуйста, здесь. В смысле? Ну, зачем? Столы ставить так далеко. Гостям придется ходить через мостик, а дамы на высоких каблуках сильно не набегаешься. Хорошо, а если гости захотят потанцевать? Эдита, делайте, как считаете нужным. И не слушайте эту организаторшу. Забыла про свой день рождения, когда сидели друг у друга на голове. Хорошо, делайте все, что хотите. Мне, собственно, все равно. Благодарю вас, Регина Львовна. Мне, конечно, немного неловко. Все-таки это не мой дом и не мой сад. Не ваш. Но все-таки вы профессионал. Поставьте их здесь, по периметру. А там у нас будут музыканты. Очень хорошо. Достали? Молодцы. Как он? Ранение серьезное. Нужно провести ревизию брюшной полости. Жить будете? Да, состояние стабильно. Сколько еще будет длиться операция? Не знаю. Еще как минимум два часа. Слушайте, могу я вас попросить, вы достать из сумки мой телефон. Мне нужно срочно позвонить. Конечно. Кому? Брату. Зачем? Я должна сообщить ему, что я не приду сегодня в ресторан по случаю моего дня рождения. С праздником. Угу. Привет, сестренка. Ты где? Юра, привет. Прости, ради бога, я сегодня не смогу прийти. Ну это же не серьезно. Ну что, заменить некем? Ну знали же, что именинница. А где ты сейчас? Давай я тебя заберу. Ты знаешь, не надо. Я далеко и операция очень серьезная. Поэтому ты, пожалуйста, попроси за меня прощения перед Женей. Все, прости. Пора к пациенту. Пока. Да, давай. Здравствуйте. Тут должен быть столик заказан для Анастасии. Здравствуйте. Да, пройдемте со мной. Вот, вас ожидает молодой человек. Спасибо. Здравствуйте. Евгений. А вы, я так понимаю, брат Насти? Юрий. Совершенно верно, да. Присаживайтесь. Поеду, что-нибудь поесть привезу. А телефон верни. Пока останется у меня. Саш, закончите. Позвоню. А где же сама Анастасия? Еще не приехала? Будем праздновать с вами. Настя на вызове. Пятьдесят? С удовольствием, да. Сказала, что надолго. Да. Могла бы и отказаться. Совершенно согласен с вами. Но вы же знаете Настю. Пациенты превыше всего. За Настю. Да. Ну, рассказывайте. Как вы давно встречаетесь с Настей? Примерно полгода. Да. Шесть месяцев. Шесть месяцев. А это немало. Наверное, уже с родителями познакомили. Она им понравилась? Да. Мы взрослые люди. Зачем же нам вмешивать наши отношения родственников? Это было ваше общее решение? Знаете, с вами Настя мне тоже не спешила знакомить. Кстати, да. Интересно, почему? Я так посмотрю, жених вы завидный. Чего она стеснялась? Слушайте, тут нет никаких особых причин. Мы оба врачи. Заняты с утра до ночи. Вот, даже иногда на свой день рождения не приходим. Не успела, вот и все. А совместные планы у вас есть? Вот, собираемся на море съездить. За границу. На острова. Слушай. Принято, еду. Вынужден вас покинуть. Очень жаль. Но я понимаю, приятно была познакомиться. Счастливо. За счет не беспокойтесь. Я заплачу. Мы еще увидимся. Женик. Кетгут. Нитки, пожалуйста. Вон там они лежат сверху. Спасибо. Ну, молодец. Быстро соображайте. Я операцию по телевизору только видел. Врубаешь медленно. Не соглашусь с вами. Очень вы быстро все соображаете. Спасибо. А какой тут адрес? Просто мне надо понимать, куда такси вызывать. А этот мужчина, сын пострадавшего, он вообще кто? Кем работает? Менажер. Среднего звена. Понятно. А двоюродный брат его где? Без понятия. А вас что, там не было, когда это произошло? Там нет. Вы его родственник? Типа того. Все одно в одно. Этот урод ранен, компьютер. Чего же знает, у кого в руках. Как только Сычев придет в себя, я выясню, где ноутбук и на кого он работает. Хотел спросить, а как повела себя эта наша врача? Пришлось поуломывать. Ну, это ничего. Она нам еще не один раз пригодится. Так что обращайся с ней бережно. Хорошо, дядя. Стой. Еще одна плохая новость. Васю перевели к нам в лавку. В связи с чем? Он, наверное, хорошо работает. Твой братец возглавляет отдел по борьбе с организованной преступностью. Я не удивлюсь, если узнаю, что как раз твой братец стоит за исчезновением ноутбука, еще и под меня копается сукин сын. Прошло слишком мало времени, и если бы это дело вел Вася, то его опера были бы уже здесь. А ты что, Максик? Ты что, снова заделался его адвокатом? Нет, просто пытаюсь рассуждать логично. Кража ноутбука – это не Васин метод. И он всегда действовал в рамках закона. Ты столько лет его не видел. А ты вообще знаешь, что люди меняются? Или, может, ты забыл, что он пообещал, когда уходил из дома? Помнишь? Я помню. В общих чертах. Неужели? А я вот слово в слово запомнил. Он поклялся, что закроет тебя и меня в тюрьму и грозил. Он называл тебя решалой при мне, а меня грязным бандюком. Как ему только наглости хватило. Он был молод. Сказал сгоряча. Ах да, сгоряча. Да он с детства меня ненавидел. Он простить меня не мог, что я порол его. Хотел мужика из него сделать. И это место благодарности за все то, что мы с тобой для него сделали, да? Я обещаю. Он не сунется. Хорошо. Я, Макс, надеюсь на тебя и... Держи этот вопрос под контролем. Да? Хорошо, дядя. Сынок, подожди. Мне никогда. А тебе всегда некогда. С Галей что-то странное. Что с Галей? Мне кажется, она от меня что-то скрывает. У нее постоянно меняется настроение. То она сияет, то она льет слезы. Ты понимаешь, она часами не выходит из комнаты. Что? Для подростков это нормально. Поговори с ней, пожалуйста. Ты же знаешь, тебя она лучше послушает. Макс, ну, вдруг у нее что-то случилось. Хорошо. Спасибо. Наверное, каждый из вас сталкивалась с тем, что самые близкие и родные люди вас не понимают. И самое отвратительное, что даже не пытаются понять, вы давно выросли, а к вам относятся как к ребенку. Обидно? Мне тоже. Готовишься? А что мне еще остается? Что у тебя с матерью? Да, она задолбала меня. Она вечно всем недовольна. Покажи свой телефон. Ты нарушаешь мое личное пространство. Я знаю. Покажи мне свой телефон. Телефон! Пин-код тот же? Угу. У тебя точно все хорошо? Угу. У тебя точно все хорошо? Красная помада тебе очень идет. Готовься. Задолбали. Черт. Не работает. Да. Вызывали? Не вызывал, а пригласил. И давай сразу на «ты». Присаживайся. На «ты» значит, на «ты». Имя Михаила Володенко. Тебе о чем-то говорит? Ну да, конечно. Известный бизнесмен. Глава крупной фармацевтической фабрики. Владелец лучшей частной клиники. Мы заводим на него дело. Я подозреваю, что ему есть что скрывать. Смотри. Каждый год фирма «Аладенко» участвует в тендере на госзаказ. И каждый год его фирма выигрывает? Как такое может быть? Ну, не знаю. Я не вижу здесь ничего криминального. У меня сестра работает у него в клинике. И очень его уважает. Неимущим он бесплатно операции делает. Помогает детдомам. Домам престарелых и прочее, и прочее. А по имеющейся мне информации, один из сотрудников Володенко украл у него ноутбук и бесследно исчез. А час назад мне передали заявление супруге этого сотрудника о том, что ее муж Антон Сычев пропал и не отвечает на звонки. А к ним в дом ворвались агрессивные молодчики, угрожали ей и пытались выяснить, где он. И ты думаешь, что их прислал Володенко? А кто еще? Юра, мы должны добраться до этого Сычева и этого ноутбука раньше, чем это сделают люди Володенко. Съезди на фабрику, посмотри, что там, и переговори с начальником службы безопасности. Тебе нужен Максим Гринчук. Ладно? Да, сделаю. Я могу выйти. Выполняй. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я понимаю, вы переживаете за отца Сейчас ему нужен уход врача Спасибо Спасибо Пойдемте поедим Я привез Спасибо, Элья Пойдемте, это вкусно Ты здесь Люсь, а что это такое? Это Эдита Яновна заказала Она сказала, что наша с Дариночкой Стрепня Не соответствует современному имиджу Михаила Романовича Ах, имиджу Ну, конечно, она знает в этом толк Галя, а ты почему не переоделась? Бледная, ты не заболела? Я просто устала, Регина Львовна Вирусом нас каким-нибудь не заразишь А то я помню, как ты зимой грипп со школы притащила Нас тут всех переколотила Регина Львовна, дорогая Вы долго будете вспоминать этот вирус? Пошли бы вы, переоделись Я переоделась Да, вы знаете, вы просто все время такая нарядная Я перепутала, простите Ну вот Не только я замечаю Ну что с тобой? Ты мне скажешь или нет? Мам, сколько репетиторов ты мне наняла? Чешский, французский, история Я уже не одну дату запомнить не могу И ты хочешь сказать, что ты отекла из-за шпаргалок за щеками? Не отекла, я отстань от меня, мама А ты не хами матери А ты вообще зачем со мной так говоришь? Тихо! Что здесь за вопли? Вы понимаете, что гости уже на пороге Прости Миша 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 Вот что, ты иди лучше помоги им детей Она сама справится, она же профессионал Ну я хотела ей помочь Она меня отослала Миша У тебя все в порядке Это не твое дело Такую операцию в таких условиях Не приходилось делать? Нет Не уверена Хотела бы повторить Или нет Но точно запомнится Ну а что, спасли человеку жизнь Кипяток Спасибо Садись поешь Не, я там Ешьте Ну расскажите Что-нибудь о себе С какой стати Я даже имени вашего не знаю И что Я знаю, что вы Лида Белова И что мне с этого Ладно, я Максим Еще я знаю, что вы Очень хороший врач И неравнодушный человек Да Я хороший врач Поэтому Мне нужно пойти осмотреть пациента Спасибо Вы меня слышите? Вы кто? О! Я врач. Я прооперировала вас только что. Ваш сын здесь, все хорошо. Вы кто? Нет у меня сына. Они убьют вас и убьют меня. Вызовите по Алису. А вы куда? Хотела воздухом свежим подышать. А вообще, я все сделала, хотела бы поехать домой. Список лекарств и все, что нужно, я написала на бумаге и отдала Александру. У него все есть. Вы же не собираетесь меня здесь всю ночь держать? У вас есть мой контакт? Я могу в любой момент приехать. Есть. Такси вызови. Эдит, вы такая молодец. Замечательно все устроили. Какая дочь! Вы бы увели свою дочь, Регина Львовна. Какое позорище. Танцуйте меня! Танцуйте меня! Танцуйте меня! Танцуйте меня! Танцуйте! Эх решено сделать все не предыд MUALLY AND SAYA Вика? Успокойся! Давай потанцуем! Давай потанцуем! Успокойся! WILLING IBRAH genby TYAA Fall OPENS Я люблю вас! Молодцы! Веселиться всем! А-а-а! Не, я не хорбам, я не хочу! Ну, что? Да я беда хочу! Мэй, как всегда, в своём репертуаре. Не переживай, ничего страшного ещё не произошло. Я хочу здесь ещё и бокала остаться! Гляди-ка, Лида Белова пришла. Ты куда, Миша? Извините. Иди сюда. Ты что здесь делаешь? Да почему не на вызове? Такси приехало. Ну, пока. Спасибо. Тебе спасибо. Я позабочусь о нём. Простите, мне утром стало очень плохо. Вместо меня на вызов поехала Стрелецкая. Кто? Настя, я думала, вы обо всём уже знаете. А что, не надо было? Простите, я вас подвела. Нет-нет, всё нормально. Я не хотела, простите. Всё нормально. Кого вы притащили к Антону? Кто его оперировал? Кто? Рида Белова. Белова сейчас здесь. А у вас Стрелецкая. Такси задержи. Соборная, 45. Пожалуйста, быстрее поехали. Молодой человек, с нами? Нет, это не с нами. Поехали, быстрее, пожалуйста, ехать. Катя, чуть-чуть поссорились и сразу к братю. Что ты делаешь? Отпусти меня. Ты Белова или Стрелецкая? Ты мне тоже врал. Там и твой отец лежит. Ложный вызов. Уезжай. Ты ничего не видел. Почему ты сразу не сказала, что ты не Белова? Лидия Белова заболела. Я её просто заменила. Вот и всё. Вот и всё. Какая разница, кто из врачей приехал? Какая разница? Ты реально не понимаешь, что ты влипла? Понимаю. Так жалостно он мне заливал про отца. Откуда вообще берутся такие моральные уроды, как ты? Ты уже решил, что хочешь делать в жизни? Какие у тебя цели? Найти убийцу отца. А ещё? Денег заработать, чтобы поднять на ноги брата и сестру. Достойно. Как ты уже понял, на ментов надежды мало. Вся надежда на тебя. Да-да, только ты сможешь отомстить за его смерть. Я тебе помогу в этом. Попробуем его найти. Ты же помнишь убийцу в лицо? Никогда его не забуду. Приведи его в чувство. Если я сейчас приведу его в чувство, он может вообще не выдержать. Я что, его зря с того света вытаскивала? Мне хватит минуты. Он может умереть в любую секунду, как только я введу ему лекарства. Моментально, сразу же. Слово врача закон? В гостиницу. Здесь, неподалёку. Пришло время дать слово хозяину этого прекрасного дома и солнцу отечественной фармацептики. Михаил Романович, прошу. Солнцу. Солнцу, да, солнцу. Вот такое впечатление, что наш пиар-менеджер просто выбивает себе большую заработную плату. Да. Ну, если серьёзно, моя команда каждый день ищет пути для оказания помощи тем, кто очень в этом нуждается. А теперь мы будем не только оказывать помощь в лечении малоимущих, но и откроем новый реабилитационный центр для наркозависимых. Вот так. Да, да, да. Открою дверь! Выпусти меня отсюда! У меня брат полицейский. Меня уже ищут. И скоро найдут. Так что выпусти меня отсюда, пока не поздно! Животное, выпусти меня! Да, да, войдите! А ты почему не на празднике? Потому же, что и ты! Это вряд ли. Я так же не люблю всю эту мишуру и советские беседы. Ну, это да. Слушай, у меня полетел телефон. Ты можешь посмотреть? Слушай, Галь, у тебя был нормальный смартфон, где ты взяла этот раритет и зачем… Ты можешь, пожалуйста, просто его включить? И никому про этот мобильник ничего не говорить. Сможешь? Никому? Никогда. Ну, я в тебя верю. Твоему брату почти сорок. Он обычный опер. Вряд ли он тебя спасет. А теперь серьезно. Париж, Лондон, опера, музей, жених, Женя. Ты что рылся в моем телефоне? Почему рылся? Просто смотрел. Это же низко. Зачем тебе мои фотки? Ну, мне нужно было понимать, с кем я имею дело. И с кем? Ты обычный человек. У тебя есть семья, друзья, работа. Женя. У тебя есть что терять. В смысле? Ты правда не врубаешься? Ты не понимаешь, что я должен что-то предпринять? Свидетелей убирать, да? Да. Я пришел поговорить как нормальный человек. Что? Ты называешь себя нормальным? Ты только что просил меня вернуть с того света человека? Только для того, чтобы его о чем-то расспросить? И тут же его убить? Возможно. Я борюсь за каждую жизнь. А ты уничтожаешь и даже не раскаиваешься. А с кем я разговариваю? Ты же убийца. У тебя там внутри пустая черная дыра. Тс-с-с. Тс-с-с. Он? Он. Я высадил его. Это мразь член преступной группировки. Занимается наркотой. При чем здесь папа? За что они его убили? Они хотели, чтобы он создал синтетический наркотик. Но он отказался. Раздадим его в милицию? Это бессмысленно. Они уже давно избавились от улиц. Ты единственный свидетель. К тому же у этого гада алиби. И большие деньги. Мы же не можем его просто так отпустить. Не можем. Хочешь отомстить за отца? Убей его. А нет, забудем обо всем. А ведь и правда пусто. Правда дыра. Я так больше не могу. Когда ты все решишь? Ты обещаешь? Честно? Опять по телефону болтаешь? Нет. Уже поздно. Вот тебе липовый чай с медом, чтобы лучше спалось. Галь, и режим — это все. Хорошо, мамочка. Спи. Ты еще здесь? Угу. 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 ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Настя? Настя, ты дома? Опять забыл сигнализацию вручить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Идиот. Где Максим? Михаил Романович беспокоится. Просил узнать, что тут у вас. Так что вам передать не мой? Ждем. Хорошо. До завтра. По какому поводу татуха? Просто ты как-то сказал, что ничего бессмысла не бьешь. Сегодня бессмысла. Понятно. Почему? Ясно. Готово. Ты уходишь, что ли? Мне пора. Скажи, так будет всегда? Что именно? Ну, ты уходишь, когда хочешь, приходишь, когда хочешь. Мы с тобой четыре месяца вместе. Видимся у меня или у тебя. Это нормально? В кино меня, что ли, своди? Для тебя это правда важно? Ну, кино, может, не важно. Просто я о тебе ничего не знаю. Тупо секс и все. Ты даже со мной не разговариваешь. Так же лучше. Можешь нафантазировать все, что захочешь. Ты псих. Тихо. Остаешься? Угу. Дело. А в твоем списке дел я есть? Такой цирк устроил. Не стыдно? Мам. Мамочка, даже если б я тут голая ходила, на меня все равно никто не обратит внимания. Знаешь, сегодня обратили. Боди не смотрит на меня. Смотрит сквозь меня, как будто я стеклянная. Так ты и есть стеклянная. Остекленела от алкоголя. Мама! О, Юлечка! У меня спать не получается. Моя девочка. Мамочка. Добрый вечер. Мамочка, вставай! 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 Вставай, вставай! Я вижу, праздник удался, да? Не падай, вставай! Папа! Ласточка моя! Ласточка, идем, я тебе прочитаю сказочку. Идем, идем, идем. Видишь, она плохо себя чувствует. Не успели. Что ты вытворяешь? Вот дождешься, Богдан бросит тебя. Юля заберет, останешься одна. Кому ты нужна вот такая вот? Думайте, что говорить. Викуся. Ну, перестань. Давай. Давай, помогу. Пошли. Тихо. Тихо. Давай, держись. Тихо. Люблю тебя. Пошли. Тихо. Тихо. Не зову тебя. Тихо. 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 Богдан был. Интересовался. Лучше бы он раньше интересовался тем, что у него под носом происходит. А Вася? И ты уже в курсе? Что теперь будет? А ничего не будет. Каждый будет заниматься своим делом. Он своим, мы своим. Пойду посплю пару часов, если что буди. Отдых. Вспыхнуло утро, румянятся воды. Над озером быстрая чайка летит. Ей мало простора, ей много свободы. Луч солнца у чайки крыло серебри. Вот выстрел Нет чайки прелестной Она, трепеща, Умерла в камышах Шутя ее ранил охотник безвестный. А дальше? Знала бы, что подслушиваешь, не пела бы. Не пой больше. Это что? Шмотки. Какой сервис? Может мне еще в душ можно сходить? Я тут всю ночь не могла даже в туалет выйти, а он мне одежду принес. Где взял? Зевахи со своей тащил? Или с трупа снял? Я себе ни белье не прихватил. Как ты мог пробраться в мой дом и рыться в моих вещах? А что тебе не нравится? Я хотел сделать тебе приятное. Думал спасибо скажешь. Боже мой. А если бы мой брат был дома, ты бы его убил? Он был дома. Не волнуйся. С твоим братом-ментом пока все в порядке. Пока. До завтра. Мне нужен начальник службы безопасности у милиции Гринчук. Мне нужен начальник службы безопасности у милиции Гринчук. Второй. Слушай. Я первый. Тут Макса просит на центральную. Кто подъехал? Позиция. Принято. Да. Да. Ждем здесь. На центральную. Закрой за мной котельную. Ну и следи, чтобы докторша не пела и не орала. На фабрике работают десятки человек, за всеми не уследишь. Ну да, это понятно. Ну и жена Антона, по-моему, рано переполошилась. Может он улюбился? Вот зря шутите, Максим Анатольевич. Ей угрожали. Да вы что? Не страшно. Ну что ж, если Антон Сычев вдруг объявится, посообщите. Хорошо. Мы будем держать в курсе правоохранительные органы. А так-то я смотрю, у вас фабрика вполне законопослушная. Чисто, аккуратно. Так и есть. Тише да гладь. А что производите, кроме лекарств? Лекарства. Неаккуратно вы с женой Антоне поступили. Она в полицию заявление подвал. Нехорошо. Надо, чтоб она заявление забрала. Никит, пробей мне одного человека. Ты уже проснулся? Или ты совсем не спал? Не до сна сейчас. Да. А я думала, мой массаж тебя росли. Хочешь еще? Я не понимаю, кто стоит за Антоном? Кто его нанял? А тут еще эта полиция активизировалась. Не волнуйся. Я уверена, ты все решишь. Да, но только не в этот раз. Если не найдут ноутбук, это… Эдита, ты все еще по-прежнему хочешь быть вместе со мной? Неужели ты сомневаешься? Миша, что бы ни случилось, я всегда буду рядом. Да. О чем ты думаешь? Да так. Не хочу тебя грузить. Это все тяжело и, в принципе, это все лишнее. Оля, ты не сможешь мне помочь? Уверен. Так что пока ничего существенного. А как тебе показалось этот Гринчук? Он действительно ничего не знает о посчезновении Сычева? Ой, да все он знает. Только не скажет. Совершенно закрытый тип. Голыми руками такого не возьмешь. Да, он умеет уходить от прямых вопросов. Кстати, у нас новость, Юра. Сычева забрала заявление о вторжении к ней в квартиру и угрозах со стороны неизвестных. Ну, значит, ее либо окончательно запугали, либо заплатили. Я почти уверен, что этот Сычев уже мертв. Если мы что-нибудь найдем, это будет его труп. Ой, прости. Да. Да, привет. Как это? Я думал, она у тебя. Я понял. Что у тебя случилось? Ты жених моей сестры. Слушай, мне срочно нужно к ней на работу съездить. Отпустишь на пару часиков? Ну, конечно, тебе надо идти. Только будь на связи, Юр. Да, конечно. Доброе утро. Что вам? Да, нет. Вы что, долбану чем-то тяжелым по голове, чтоб очухался? Зачем так громко? С нами врач. У нас больше нет времени ждать. Приведи его чувства. Я не буду искусственным образом возвращать пациента к сознанию. Это опасно для его жизни. Я уже говорила об этом. Так не опасно? Да. Дай ему шанс. Или он умрет прямо сейчас. Уйди. Уйди. У меня видишь? Где ноутбук? Я скажу Михаилу. Ему скажу. Дядя, этот пришел с себя. Говорить будет только с тобой. Жду. Я не понимаю, что у вас за отношения такие, если ты даже не в курсе, где ночевала твоя девушка. Интересно. А мне вот Настя хвасталась, мол, как она близка со своим братом. А ты ж тут вообще не напрягся, когда она домой не пришла. Я уверен был, что она у тебя. Ты ей вчера хоть звонил? Да. Она трубку не взяла. Я подумал, устала. Спит после вызова. Ну давай, жених, давай, вспоминай. Может, есть какая-то подруга, о которой я не знаю. Ты можешь не кричать. Завтра вся клиника будет трепаться о наших с ней отношениях. Тебя именно это сейчас беспокоит, да? Я утром, когда она на смену не вышла, позвонил ей. Она трубку не взяла. Я тебя набрал. Что еще? Ничего. Да, подожди. Следи за ним. Говори. Сычев, Сычев, слышишь меня? Давай на чистоту, а? Ты ведь не жалец в любом случае, понимаешь? А? Скажи мне, куда ты дел ноутбук? Я обещаю, что я позабочится твоей семьи. Сычев, слышишь? Ага. Значит так, смотри. Стрелецкий Юрий Андреевич – полицейский оперативник, образцовый работник внутренних органов. За спиной два громких дела – формальдегидный новострой и кровавый нумизмат. Что-то еще? Так, в настоящий момент работает под руководством старшего следователя Василия Остапина. Это ж твой брат? Ладно, я все понял. Ну, и зачем он бодребовал меня? Чего он хочет? Пока не знаю. А что у тебя с лицом? Что-то случилось? Блядь, все хорошо. Но я потом. Сейчас самая главная ноута, чтобы лекарство, которое вколол ему наш доктор, еще действовали. Погоди, вы хоть надежно ее закрыли? Надежно. Ты же понимаешь, что ни комь случайно не должна меня видеть. Что ты собираешься с ней делать? Понятия не имею. Подкупить ее не удастся и заграбывать тоже. Не хотелось бы ее убивать, она фигура заметная. Ладно, потом придумаю. Пойдем. Колонны слева. Под подушкой дивана. В клубе, да? Да. Вы же обещаете не трогать мою жену. Нет. Поклянись. Пообещал. Слышишь? Оставь его. Я сам оставь. Ой, Антоша, как это тебя, а? Ты сказал, что хочешь говорить только со мной? Ну так давай, покайся. Расскажи, куда ты дел ноутбук, и я отпущу тебе грехи. Ну? Антоша, ну-ну-ну. Ты глазки-то не закрывай. Не закрывай глазки. Не закрывай глазки. Ну? Кому ты продался, подонок? Кто тебе заплатил? Говори! Что? Что? Не скажу. Ничего не скажу. Ненавижу. 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 Угу. Угу. Круто не закрывай. Угу. Круто не закрывай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, а для того, чтобы иметь возможность хоть кому-то помогать, приходится иногда идти на компромисс с совестью. Застрелить человека — это значит пойти на компромисс? А, ты об этом. Видишь ли, у каждого из нас есть свои темные стороны. У меня такая. Вы лжец. Я вас ненавижу. Вас и всю вашу банду. Ты знаешь, что делать. Спасибо. Я тебя умоляю. Делай это. Я никому ничего не скажу. Никто ничего не узнает. Я просто об этом забуду. Я уеду куда-нибудь навсегда. Никто никогда ничего не узнает. Ты скажешь Михаилу Романовичу, что я убежала, и ты меня... Нет. Я убежала, и ты меня... Не забывай. Я убежала. Я убежала. Я убежала. Я убежала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Рискуй со мной Помолчи, давай наедине Я всегда буду, 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 буду Помолчи, давай наедине Я всегда буду на твоей стороне Жить хочешь? Выходи за меня замуж Давай обойдемся без объяснений Зачем тебе это? Не мне Или у тебя есть выбор? Да или нет? Да Тогда сейчас ты идешь со мной Делаешь все, что я скажу Понятно? Не слышу Да А потом Настю никто не видел Я уже всех в клинике спрашивала Врачей, медсестер, уборщиц А вы сами когда последний раз не общались? Ну когда она вместо меня поехала на вызов Это было где-то в часа три И по телефону вы больше не связывались? Нет, я звонила ей вечером Но она не отвечала А потом было внизу недоступа Вот получается я виновата Что она пропала Ну мне действительно было очень плохо Давай не переживайте Я найду Настю и я узнаю в чем тут дело Не переживайте Всего доброго Куда ты меня везешь? Ты же понимаешь, что меня уже ищет полиция Есть куча свидетелей Которые видели, как я выезжала из клиники на вызов Обратно надеешься Зря Если он сунется, мне придется убить не только тебя, но и его обоих Если ты будешь вести себя хорошо Я обещаю оставить тебе кое-какое личное пространство Дай мне, пожалуйста, хотя бы телефон позвонить Мои там уже места не находят Юра, ну что ты устраиваешь на ровном месте? Сестра твоя не восьмиклассница Она женщина, взрослая, могла поехать куда-то А тебе не сказать Да нет В ресторан она не пришла На звонки не отвечает, в клинике не появлялась Я согласен с Юрой Обстоятельства, при которых пропала Стрелецкая Позволяют предполагать похищение Она работает на Володенко И исчезает тот самый момент, когда мы начинаем под него копать Мне нужно просмотреть камеру видеонаблюдения в клинике Вячеслав Игоревич Подпишите ордер Это пока единственные источники информации Ладно Смотрите ваше кино О всех новых обстоятельствах Докладывать Лично Так точно Расчетите Ступайте Свободно Слушаю У меня только что был Стрелецкий Ищет сестру Думает, что к ее исчезновению причастен Володенко Так что будь очень аккуратен Майор с ордером поехал в больницу Чтобы смотреть записи камеры Надеюсь, ваши люди там не наследили Я понял Не наследили Спасибо, на связи Стрелецкий? Ты со своими бандитами следишь за моим братом? Потому что ты понял Что он вычислит Володенко в два счета Поэтому ты меня и не убил Нет, не поэтому Просто очень красиво Долго возитесь Принято Хватит, давай Оттяни еще Давай, мужики, живее В этом доме живет моя семья Володенко Михаил Романович Мой дядя Ясно Приехали в центр бандитской группировки Хаза, так это у вас называется? Очень В этом доме живет еще много людей Твое появление вызовет вопросы Постарайся не удивлять их еще больше Это в твоих интересах Конечно Я буду рад, если ты облегчишь мне задачу Какую? Спасти тебе жизнь Выходи Так, нам пора Встреча с Крестовским через полчаса Да-да, иду Не стесняйся Здравствуйте Кажется, мы не так договаривались Я потом все объясню Здравствуйте, Анастасия Надо же Анастасия из Стрелецка? Здравствуйте Сынок, что ж ты не сказал, что у нас будут гости? Человек первый раз в доме, а мы... Моя комната в порядке? Сейчас спрошу Настя пока поживет здесь Дарина, посмотри, там в порядке комната... Какой приятный сюрприз Звезда нейрохирургии у нас в гостях Счастливо вас видеть Здравствуйте, Анастасия А почему я не в курсе? Может быть, кто-нибудь мне объяснит, что здесь происходит? Перенеси встречу вам На час вперед, а сейчас ко мне в кабинет Быстро Да Комната готова Полотенце я сейчас принесу Иди Дверь Ты мне можешь объяснить, что я тут делаю? Угу Сколько мне тут еще торчать? Я в конце концов хочу с братом связаться Или ты хочешь, чтобы сюда нагрянула полиция? Я напишу ему смс-ку Диктуй Хорошо, пиши Не волнуйся, со мной все хорошо Я уехала к тете Рае в деревню А тетя Рая умерла две недели назад Я прочел соболезнования в телефоне Ты меня за идиота держишь? С твоим братом я свяжусь сам Больше об этом не беспокойся Располагайся и отдыхай Черт 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 Миша Ну что произошло? Почему Максим приводит сюда твоего нейрохирурга? Почему это тебя так выбило из колеи? Я же видела тебя просто перекосило, когда они зашли Милая, я не рассказываю тебе это, потому что Это очень неприятная история И тебе лучше не знать этих подробностей Нет, Миша, я должна знать Ты должен мне рассказать Потому что я хочу помочь тебе Снова стена Я не понимаю, почему ты меня держишь на расстоянии? Я ведь уже сто тысяч раз доказала тебе, что мне можно доверять Я это очень сильно ценю Ну, видимо, не настолько, чтобы быть до конца со мной откровенным Пойми, Миша, я здесь не для того, чтобы сделать твою жизнь сложнее Я не проблема, я решение Я это все хорошо понимаю Ну, все, все, перестань сердиться Перестань Ну, иди ко мне, ну, перестань Ну Ну Миша Ну Давай Можно? Представляешь, Максим запер эту Настю у себя в комнате Может, ты объяснишь, что это значит? Ну, вы же все знаете, что происходит в этом доме? Объясните мне вы Разумеется, Елена Романовна, я в курсе Возможно, со временем узнаете и вы Какой гонор, вот все Мишины бывшие задирали нос Им казалось, что они ухватили Бога за бороду А ничего не выйдет Используют и выбросят, как и всех остальных Ты все понял? Понял Повтори Ты, значит, должен Присматривать Чтобы она не ушла из комнаты Должен Позвонить, если вдруг что-то случится Что можно и нужно делать по ее просьбе? Должен дать ей воды, еды, если попросит Если надо, успокоительное Ну, чтобы ничего там не случилось Ну, не выпускать из комнаты Ни в коем случае Ни в коем случае Ни в коем случае Ни в коем Ни в коем Это ее мобила Угу Это моя Угу Поставь в ее телефон программу слежения Свяжи все ее звонки и контакты с моим телефоном Угу Угу Пройдись-ка по всем моим конкурентам Узнай, кому была бы выгодна Кража ноутбука А в первую очередь Обрати внимание на Лямбдуфарм Крейцермет И Оптимус Лики Они наши главные соперники На госзаказ Понятно? Да, хорошо, я понял Я сделаю Что-то еще? Давай-ка выйдем Давай Давай Телефон Это очень важно Я понял Что будет тебе заказывать? А, виски Сто Все? Ну, пока все Раз, сто Третий Спасибо Спасибо Черт Ты почему ее не убил? Я ведь тебе приказал Да Дядь, успокойся 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 Ты недооцениваешь ситуацию Ее уже ищут Ты в курсе, что ее брат полицейский? Нет, не знал Угу Зовут его Юрий Три дня работает под началом Василия Так вот этот брат наверняка в курсе, что Настя пропала как раз в тот момент, когда поехала на вызов А Лида Белова, та самая, которая должна была оперировать Антона, наверняка рассказала, что поехала она туда именно по твоей просьбе Ну, возможно и что? Ничего Даже если полиция не найдет труп Стрелецкой, они элементарно сопоставят все эти факты и сядут тебе на хвост, а ну тебе надо Особенно сейчас, когда ты должен получить госзаказ, мне кажется, что живая Стрелецкая нам намного выгоднее Мне кажется, это тип закладки делает Хорошо, сейчас разберемся Закладку делаем Какую закладку? Дилер, хрена Дилера нашел, да? Вы это полиция расскажете Так, спокойно Ты меня отведи к директору и начальнику своему Кто-то вопрос решает Пожалуйста Ну, Макс, ты ведь знаешь, что таких свидетелей в живых не оставляют Просто исчезла бы себя навсегда, как все те остальные, которые были до нее, и все Она начальник следственного управления, наш человек, и Вася твой у меня под контролем В смысле? В смысле? Ты с темы не съезжай, не съезжай Ты, наверное, не знаешь, кто такая эта Стрелецкая Поэтому я собираюсь контролировать себя круглосуточно Ух ты! Что будешь держать в моем доме заложницу? Очень разумный ход Не заложницу Жену Это я не ослышался? Да надо выиграть время Через две недели ты получишь госзаказ Тогда мы решим, что с ней делать дальше А пока пускай семья готовится к свадьбе Сделал? Секунду Обижаешь? Держи Сделал? Секунду Так, надо подготовить все, что нужно для росписи Свадьба вечером Возьми паспорта, мой Настин Отвези в ЗАГС, заплати сколько нужно за срочность Ты женишься? Макс, прими мои поздравления Давай без этого Распечатай заявление в ЗАГС Угу Что я слышу? Сынок, ты что? Ты женишься на Анастасии Стрелецкой? Да А почему так быстро? Вы что, с ней давно встречаетесь? Я же просто ничего не знаю А какая у нее семья? И почему ты нас не познакомил? И вообще, почему именно сегодня, когда у нас ничего не готово, Максим? Да, мне все равно Твоего мнения никто не спрашивал Нужно удалить записи с камер наблюдения в клинике За какой период? За вчера Здравствуйте, чем могу помочь? Добрый день Майор Стрелецкий Я вас слушаю Кто в вашей клинике занимается учетом вызовов скорой помощи? Я занимаюсь На какой машине вчера доктор Стрелецкая выехала на вызов? Там вроде ДТП было Одну минуту посмотрю Угу Никаких записей нет Стрелецкая о своем отсутствии ничего не говорила И вызов скорой по ДТП не зафиксирован А ваша сотрудница Лидия Белова мне сказала, что такой вызов был Ну, Лида могла что-то перепутать Или это была не наша машина Наши ни на какое ДТП вчера не выезжали Да точно Я проверил по базе Хорошо Еще мне Нужен доступ к записям С вашей камерой видеонаблюдения Я не могу Не имею права Это нужно запрашивать охрану Запрашивайте, вот ордер Александр, подойдите в холл, пожалуйста Здрасьте Здрасьте Вот я пришел познакомиться Моя покойная мама Сестра моей тети Регины Львовны А Миша и Вика Мои двоюродные брат и сестра А Максим получается, что… Меня не интересует Ваши родственные связи Я Просто так объясняю Потому что вы скоро станете Членом нашей семьи И сегодня вечером Вот Вам нужно подписать Что сегодня вечером? Как сегодня? Позовите Максима быстро Он уехал Так верните его обратно Если он не придет сюда прямо сейчас Я буду орать все время, пока он не придет Вывасите меня отсюда! А-а-а-а-а-а-а-а-а! Я бы на ней не женился Слушай, ну, тут такое дело, в общем, истерика по поводу свадьбы Попит, требует, чтобы ты вернулся Мамочка Миша, я, хозяйка в этом доме, узнаю от слух, что здесь планируется свадьба Как это понимали? Миша, что за жениба? Почему сети меня-то? Вы все прекрасно знаете Анастасию Стрелецкую Да Она большая умница и наилучший нейрохирург в моей клинике Ценный кадр Вот, и до недавнего у нас были с ней прекрасные дружеские взаимоотношения Угу Но Настя узнала о некоторых нарушениях в больнице и хотела об этом сообщить в полицию Вот и все Она что, тебя шантажирует? Нет, нет, мама, что ты Просто если она заговорит, я могу потерять не только госзаказ, но и весь свой бизнес Все так серьезно? Да Могут даже посадить Господи, сыночек Нет, нет, мама, ну что ты Подобные нарушения, это нормальное дело в медицинской практике, так что вот Так понятно, что нам делать? Самое главное, игнорировать все ее обвинения А нельзя найти какой-то другой выход из ситуации? Твой Максим делает глупости и втягивает нас в опасную игру Вы что, ничего не поняли? Мой Максим жертвует собой ради Миши и делает это не в первый раз Михаил Романович, нам пора ехать, уже звонили Кстати, кстати, я и так все пропустил, вот что, самое главное, я вас очень сильно прошу Постарайтесь наладить с ней контакт Хорошо Хорошо? Хорошо Вечно обвиняйте моих детей, бог знает в чем Без всяких оснований Что ты орешь, а? Что ты орешь? Мы с тобой договорились, ты обещала, что сейчас происходит Я не ожидала, что свадьба будет сегодня, мне нужно время, чтобы прийти в себя Сядь, времени у нас как раз нету Или ты хотела романтичную свадьбу, я не знаю, там, подружки невесты, кольцо, белое платье Этого не будет Или ты думаешь о своем женнике М? Настя, милая, ты готова умереть ради него? Мы с тобой обо всем договорились, пожалуйста, не надо мне сейчас устраивать дешевый театр Мне эта свадьба нужна не больше, чем тебе Это будет просто фиктивный брак, на бумаге Поверь, ты меня интересуешь не больше, чем я тебя Больше по мелочам меня не дергай, я должен уехать Если хочет орать, пускай орёт, рано или поздно устанет или сорвёт голос Перед свадьбом на неврозы у всех проявляются по-разному Ладно, я помню, из комнаты она уйти не должна Угу Да? Угу Что у нас с камерами в клинике? Ну, всё хорошо, работаю Настя, Юра, я уехала к морю со старым другом, не волнуйся Ну вот видите, Анастасия Андреевна на море Занимайтесь своими делами Да Настенька, какое море, какой старый друг Не предупредил, я тебя знаю, Настенька Ну где этот ваш начальник охраны? Сколько мне ждать? Вы не кричите, успокойтесь, сейчас к вам подойдут Работай быстрее В чём дело? Какие-то проблемы? Проблемы у вас будут Если сейчас же не получу доступ к заведению По записям с камерами в видеонаблюдения Майор Стрелецкий Ну, пойдёмте Чего шуметь-то так? Нет, ну это просто смешно Подозревать вас в распространении наркотиков Нет, ну Это надо совершенно не разбираться в людях Ну я не знаю, что-то он там шарился А я вас помню Вы искали ноутбук своего товарища Но так ничего и не нашли Дело в том, что я утром был у него в больнице И он точно помнит, что оставил ноут здесь Ну, думал, что будет так сохраннее Сунул под сиденье дивана А потом забыл Выпил Такое несчастье Попал под машину Просто беда Представляете? А на науке очень важная рабочая информация Понимаю Хорошо Я заплачу любые деньги Помогите найти Ну что вы, какие деньги? У нас приличное заведение И никогда ничего не пропадает Поверьте, если бы официантки что-то нашли Мне обязательно бы сообщили Да, кто у нас убирал вчера вечером и сегодня утром? Тетя Аня Она еще здесь? Да, убирается Найди, приведи ее Хорошо Поскорее Сейчас все решим Отлично То, что надо Ну что, как занятие? Нормально, только историк достала И есть хочу Пирог не бери Скорый обед потерпи Кефир хотя бы можно? Кефир можно Только не из бутылки Возьми стакан Знаешь, какие у нас новости? Максим женится Сегодня В смысле? Это вообще как? Привел невесту Оставил на втором этаже У себя в комнате Так что, детка, пей кефир и пойдем знакомиться Ничего себе Значит, я ему докладываю, куда я иду, с кем я иду, зачем я иду А он даже не соизволил меня познакомиться со своей девушкой Да Значит, у него на то были причины Поняла? Догадываюсь, какие у него были причины Не знаю, не знаю, что бы там ни было Надеюсь, брак пойдет ему на пользу Мужчины после женитьбы становятся мягче Это совсем не про Макса Пошли, расселась она Я что, когда-нибудь в диваны ваши лазила? Зачем мне это? А ваш друг? Может он по пьяни что-то перепутал? Да и вообще мог быть без компьютера Или вообще в другом клубе Так, ладно, все, иди работай Иди, давай, 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 давай Ну, сами видите Мы сделали все, что смогли Ну, вы поймите и вы нас Если ноутбук вашего товарища Собрал кто-то из посетителей А если действительно Он сам не помнит, где его оставил Ну... Да, возможно, он что-то перепутал Ну... Спасибо Да не за что До свидания Мы к Насте Знакомиться, открыть Максим не говорил вас туда впускать А не впускать Максим говорил? Нет, не говорил Нет, не говорил Ну так не мешай Общаться с будущей родственницей У меня Слишком много дела, вы меня отвлекаете Ну ладно, еще успеем познакомиться Ваш кофе Максим Иди, Дариночка Мы сами занесем Не тяни резину Дай ключ Настя Наверное, вы ищете полотенце Вот Хочу вас познакомить Галя Моя дочь И сестра Максима Ну а я его мама Ваша будущая свекровь Елена Романовна Я не скрою, для нас это очень неожиданно Но надеюсь, мы с вами подружимся В общем, добро пожаловать в семью Почему вы делаете вид, что все в порядке вещей? Почему меня тут держат в заперти? Откуда меня привезли? И главное, зачем? Почему ваш драгоценный сын решил так скоропостижно жениться? Вас это не смущает? Вообще-то я не вмешиваюсь В личную жизнь своего сына Он очень взрослый парень И рассудительный И знаете, всегда принимает очень верные решения Вы тоже девушка интересная Я не сомневаюсь, что вы будете Прекрасной парой Да вы тут сумасшедшие все Не надо Нас оскорблять И наживать себе врагов в первый день Никита, открой дверь Думаю, невеста нервничает перед свадьбой Ей нужно отдохнуть Пойдем Пожалуйста, помоги мне Я тебя очень прошу и сама беги отсюда Ты же скоро станешь мамой Неужели ты хочешь, чтобы твой ребенок рос в семье с бандитами? Какой мамой? Ты о чем? Ты беременна Это видно Тебе показалось Пусти Вот все записи за вчерашний день Что-то конкретно интересует? Покажите мне внешнюю камеру Подъеды скорой помощи А за какое время? С 14 до 16 14 14 Что за? Что? Так, сейчас Что происходит? Нас того раньше не было, не знаю что происходит Это как возможно? Все файлы за вчерашний день удалены Понятно Да Только давай быстрее, у меня через полчаса обед заканчивается Дань, закрой багажник Молодец Папа, пойдем погоняем? Дань, ну куда погоняем? Вижу сколько мы накупили Ну тогда я сам пойду погуляю Давай, только недолго, скоро обед Данька постоянно о футболе думает Да он не о футболе думает, а с тобой поиграть хочет Видит тебя редко, вот и цепляется за любую возможность Ладно, сейчас к нему спущусь Ух ты, новый? Ага Давай поиграем? Давай Давай Ну, как она тебе? Очень странная Да Зато красивая Правда дерзкая, но Ну, ничего, здесь ее быстро усмирят Как ты думаешь? Ей понравится? Мне кажется, к белому платью подойдет Мама, ты что хочешь, чтобы Максим на ней женился? Так она же больная на всю голову И вообще, надо, надо убедить Максима, чтобы он отменил эту свадьбу вообще Да ты слышала, что она несет? Они просто нервничают Ну, переживают, может быть слегка повздорили Слегка повздорили? А она ненавидит его И нас она, кстати, всех тоже ненавидит Что ты знаешь о настоящей любви? Хм, это как в итальянской жене Чем громче ссора, тем слаще примирение Да, да, да Ты просто еще очень маленькая, ты ничего не понимаешь Все будет хорошо Нам нужно наладить отношения с будущей невесткой Мы должны быть дипломатичными, ласковыми И все будет хорошо Ай, дай-дай-дай, погуляй Тебя как зовут? Даня Ну, что ты здесь гуляешь? Здесь машина есть, это опасно Спортивная площадка рядом есть? Да, там недалеко Пойдем, покажем Даня! Я тебе сколько раз говорил, с незнакомыми людьми не разговаривать Вообще ни о чем, ни слова, говорил? Да Зачем ты болтаешь непонятно с кем? Я не болтаю, я просто Так все, хватит, домой Ну, а ты что тут делаешь? Следишь за мной? Соскучился Да ты что? Поздравляю с повышением послужбы Странно получается, да? Твое первое дело на новом месте, это я с дядей И если что бы мне угрожать? Молоденко приказал? Вы думаете, вам по гроб жизни обязан, если я жил в его доме, ел его еду? Вашим человеком никогда не буду, я сыщик, а вы преступники И мой долг таких как вы сажать А ты прав А ты прав Ты знаешь, ты во всем прав, и если ты меня посадишь, то Ну, значит судьба такая Только легко не будет У тебя свой долг, у меня свой Клянусь, я скоро до вас доберусь А ты молишь, что-то дядя Миша оказался непричастным к исчезновению Стрельяцкой Я в душ Что-то случилось? Тут дверь на замок не закрывается, поэтому не врывайтесь, пожалуйста Разумеется Мам, можно я не поеду сегодня на чешский? Такое событие не каждый же день брат женится Да, не каждая Но занятия пропускать нельзя Сколько раз тебе говорить В праву в институт без знания языка не поступишь А к свадьбе еще спишь вернуться, да? Угу Это что такое? Да ничего, просто соседская кошка сбежала Дарин, посмотри, вдруг наша невеста решила сбежать от жениха Угу Хорошо Мам, ну ты что? Ты думаешь, она как в кино из окна сиганула? Это же просто кошка, мам Что там? Да нет тут никакой кошки, вообще никого нет Ну, хорошо Булочку положи Ладно, иди Голову включай только на занятиях Вот зря ты так с Даней Он расстроился Ничего, зато раз она всегда запомнит, что с посторонними людьми разговаривать нельзя А я видела этого человека в окно И мне он не показался опасным Да что ты в этом понимаешь? Это был твой брат? Насколько можно повторять, у меня нет брата Ни брата, ни сестры, ни матери У меня был отец, но его убили Теперь моя семья ты и Даня, другой семьи у меня нет И поэтому ты на нас срываешься Макс, не уезжай с дядей Мишей Ну я же объяснял тебе Так надо Ну почему? Мы ведь всегда были вместе Не бросай меня Не бросай всех нас Это ненадолго И Мы всегда будем вместе Даже если не рядом Ты мне веришь? Прости меня, пожалуйста Я действительно очень злюсь, когда вижу этих Родственничков не в тюрьме Вася Вася Ну неужели они не заслужили ну хоть капли твоей любви? Ни дядя, ни брат А при чем здесь любовь? Таня, это мой долг сажать за решетку тех, кто нарушает законы Закон-то Давай ими отдать будем ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 Спросить хотела. Да. А что там Дарина затеяла на кухне? Сказала, твое распоряжение. У нас праздничный ужин, Ригина Львовна. Сегодня свадьба, вы не забыли? А это букет невесты? Это я украшаю дом. Это стрелецкая ходячий скандал. Слышала я, как она распиналась, крылых тут всех. А чует, мое сердце добром это не кончится. Мишину проблему нужно как-то иначе решать. Отговори его. И не подумай. Не хватало, чтобы ты командовала моим сыном. Своему же жизнь не скалечила? Заткнись, приживалка. И невестку свою приструни. И учти, если эта девка навредит нам с Мишей, я вас всех уничтожу. Да. Что? А что с ней? Куда вы ее увезли? Он выбросил ноут в мусорный бак, сволочь. Я тут опросил всех, вплоть до уборщицы. Никто ничего не знает, не видел. У них тут, если что, находят, то возвращают владельцам, берегут репутацию клуба. Да. Приемная здесь? Спасибо. Галочка, солнышко. Что с тобой? Ты в порядке? Доктор, вы ее осмотрели? Ничего серьезного. Не переживайте. Легкие скачки давления, возможно, анемия. Ждем результатов анализов. Спасибо вам большое. Для ее срока это вполне нормальное состояние. Какого срока? Ну, как же. Двадцать восьмая неделя. Галя, господи, нет. Вы не знали, да, я так понимаю? Подождите, а как это, возможно, двадцать восемь недель? Галя, это же, это же почти семь месяцев. Как же живут? Ну, это ее физиология. Она у вас небольшая, худенькая, поэтому живота сразу не было видно. Угу. Господи, я не могу поверить. За что? Я, как дура, переживала, что ты слишком загружен. Занятия, репетиторы, чешские. А ты? Когда ты умудрилась? С кем? Где? Деда, потом, ты хоть понимаешь, что с тобой Максим сделает и со мной тоже о Регине Львовне, я вообще не говорю. Галя, это позор, это стыд. Не говори так. Так, а ну, скажи мне, кто он? Кто этот подлец? Ну, говори мне. Галочка, Галочка, я твоя мама. Я должна знать. Ну, не скажешь? Хорошо? Хорошо. Я знаю, что с этим делать. Этого ребенка не будет. Стой, мама. Мама! Мама, так нельзя! Мама! Ну, мам! Тетя Аня, помните меня, а? Тяжело, наверное. Ведь обидно. Есть кому помочь? Взрослый внук, дочка. Хотя хорошо, недалеко. Вишневая пять, квартир двенадцать, кажется. Ну, откуда вы знаете? Так я просто все знаю. Ты куда ноутбук делала, тетя Аня? Я же говорила, что я его не видела. Не видела. Или ты вспомнишь, куда делал ноут. Или специально обученные люди придут к тебе в гости. И придут короткую беседу с тобой, внуком и дочкой. Ну, что? Продала. Кому? Вот и наш препарат для больных диабетом успешно прошел все клинические испытания. И я уверен, что госзаказ позволит развернуть производство в нужном объеме. И закупка аналогов за рубежом просто сократится до минимума. Мне докладывали. Тестирование еще не закончено. Ну, что вы. Это решаемые бюрократические мелочи. Я лично рассчитываю на вашу поддержку. Эдита Яновна, она моя правая рука и абсолютно надежный человек. Доченька моя дорогая, я должна знать, как это случилось. Мама, я влюбилась. Понимаешь? Понимаю. Конечно, понимаю. Ты только скажи мне, в кого. Галя, не упрямься. Будет только хуже. Я должна знать, как это произошло. Я не могу. Доченька. Доченька, я очень хочу тебе помочь. Но я не знаю, как это сделать. Я не знаю правды. Мы с тобой должны что-то придумать. Иначе нас просто вышвырнут из этого дома. Понимаешь? Регина Львовна скажет, что ты опозорила честь семьи Володенко. И дядя Мишель ей поверит. Он с ней согласится. Максим, я даже думать не хочу. Но я же все равно узнаю. Только тогда пеняй на себя. Что? Восемь. Регистратор. Ты можешь говорить нормально, или ты немой? Регистратор из ЗАГСа здесь будет восемь. А. Хорошо. Макс, в курсе? Угу. Михаил Романович знает? Я поняла. Иди. Думаю, тендер вы легко выиграете. Ну, а я. Михаил Романович, как всегда буду вам помогать. Сергей Николаевич, признательно, спасибо. Всего доброго. Я провожу. Конечно. Ой. Да, Лена? Регистрация назначена на восемь вечера. Ну, пока не знаю. Дела. Ну, он же твой племянник. Мне кажется, дела можно как-то отложить. Ты должен быть. Вообще, я никому ничего не должен. Ну, 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 что опять? А, это свадьба в восемь. Ну, если тебе не нравится эта затея, ты можешь все отменить. Или нет? Миш, вообще давно хотел спросить тебя. Почему ты так трепетно относишься к своему племяннику? Иногда даже кажется, что это не он тебе подчиняется, а ты ему. Принять смерть сына, когда ты сам мне виноват. Боже, зачем я его взял на эту охоту? Бедный Ромка. Мишенька, но ведь это была случайность. Не вини себя. Это я его застрелил. Я. От моей пули он умер. Что ты? Не надо. Я остался совсем один. Я неделями не выходил на улицу. С Лизой мы особо никогда не были близки, а тут она вообще меня возненавидела. Я чуть не покончил с собой. И только мысль о Максиме спасла меня. Лен, я хочу забрать его. Да, я знаю, что я виноват и перед тобой, и перед ним, но я сейчас сделаю для него все. Ну, а как же я? Вася, Галя? Прошу. Мне надо всего лишь немного времени. Для начала я должен наладить отношения с нашим сыном. Он должен начать доверять мне. А потом я заберу и тебя с детьми. Подожди. Я перееду к тебе? Да. И мы будем жить как одна семья? Я скажу, что ты не брачная дочь моего отца. Ты войдешь в дом на правах моей сестры. Сестры? Да. Он заменил мне моего погибшего сына. Моего Рому. Прости. Макс? Ты оставил пост? Так... Что? Мне сказали, что... Ладно, проехали, ее теперь сторожат другие. Она пыталась бежать. Ну, сказала, что в душ, а сама вылезла в окно. И плюс я отвлекся, потому что Миша подкинул задачу. Далеко ушла? Нет. За ворот, но ее сразу поймали. Свобода. Мы едем за свадебным платьем. Какое платье? Белое. Я никуда не поеду. Подобрать подходящее свадебное платье не так просто. И очень хорошо, что ты взял меня с собой. Я знаю несколько прекрасных свадебных салонов. Нет, мы заедем только в один. Да, я понимаю. Нет времени. Помню, мы с мужем подавали заявление, потом еще ждали. Три месяца, представляете? Сейчас все иначе. Решили и сразу. А, кстати, ваши родители будут? Настюш, все уже за столом. Я не пойду. Надо. Так принято. Пошли. Юра, ты для них, они умерли. Пусть упоминают. Тихо, тихо. А я, для меня мама и папа живы. У тебя есть я. Я всегда буду рядом. Юра, они тоже так говорили. Ну все, хватит, перестань. Вот увидишь. Я тебя еще замуж выдам. Я никогда не выйду замуж. Ну хорошо, не выйдешь. Во всяком случае, без моего разрешения. Ты теперь самая ценная, что у меня есть. Я просто так никому тебя не отдам. Ну не понимаю, почему вы не ответите. Максим, давай заедем еще в парочку магазинов. Я хочу купить вам постельное белье и взять торшер. После свадьбы мы сразу поедем ко мне. Да, это правильно. Молодым лучше отдельно. Особенно первое время после свадьбы. Чтобы никто не мешал. Да, Эдита, я прошу тебя, проконтролируй обстановку в доме. Раз уж мы решили это все использовать в наших интересах, свадьба должна пройти безупречно. Я готова выполнить любое твое поручение. Но вот Елена, она терпеть меня не может. Я думаю, мое присутствие на свадьбе Максима, наверняка ее разозлит. Что? Ты, которая так легко справляется с чиновниками самого высокого ранга и с толпой журналистов, не можешь справиться с моей сестрой? Нет. Ну? Ну хорошо. Я попробую. Попробуй. Сегодня ночью у тебя. Да. Очень изысканно. И от очень хорошего дизайнера. Такая прелесть, Настя, по-моему, вам очень подойдет. А есть черная? Мне кажется, больше подходит к случаю. Ну, перестаньте уже. По-моему, это элегантно, торжественно. Я не буду ничего примерять. Твоя будущая свекровь приехала сюда, чтобы помочь. Не надо капризничать, ладно? Твою. Хотела быть полезной, Настя, но, похоже, у нас разный вкус. Примерочная, да. Да. Я только из клиники. Абсолютно ясно, Настя похищена. Мне пока не ясно. Почему? Почему ты сделал покой вывод? Файлы с видео в клинике исчезли у меня на глазах. И никто ничего не знает, никто ничего не видел. А еще от Насти пришло сообщение. Якобы она на море уехала. Я проверил. Ни на самолете, ни на поезде, ни на автобусе она город не покидала. Она могла уехать на частном автомобиле. Вячеслав Игоревич, я знаю свою сестру. Она бы меня заранее предупредила. Плюс у нее запланированы операции. Она бы никогда своих пациентов не бросила. Хорошо. Возьми еще людей, занимайся. Если будут новые сведения, докладывай мне об этом в любое время суток. Слушаюсь. Все в порядке? Вам помощь нужна? Вам плохо? Здесь очень душно. Помогите мне. Что? Поможешь? Я думаю, она сама справится. Хорошо. Все остальное. Что? Что? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Поехали! А что, жениха не ждем? Нет! Что, неудачный день? Да! Можно, пожалуйста, ваш телефон? На минуту, мне срочно позвонить надо! О, невесте отказывать, конечно, нельзя! Примета плохая! А у меня, как назло, телефон заглючил! Только что собрался в ремонт ехать! Ну что, куда ехать будем, красавица, а? Выезжайте, я вам покажу, куда ехать! Где Настя? Примерочный! Ну что-то она так долго! Ваша невеста ушла в нашем дорогущем платье! Как ушла? У тебя карточка есть? Да, а что? Заплати им! И выбери еще одно платье! Зачем, если невеста сбежала? Ну, как сбежала, так и вернется! Ой! Вот попала! Ой-ой-ой! Не попали! Не попали! Вот, давай этот бросим лучше! Давай! Чё? О, он победил! Еще этот остался! Мама, давай еще поиграем! Юленька, сейчас минутку! Да куда же, мамочка? Так, к бассейну не подходите! Я за тобой слежу! Мы же не доиграли! Мы до детей! Иди сюда, ну ладно! Юлечка! Юля, Юля! Сколько раз папа просил, не подходить без к бассейну? Много! А, много! Так достань мячик, пожалуйста! Мячик я достану! А где мама? Вот, вот! А, вот она! Вот! Спасибо, я достану! Тихо, тихо, тихо! Вот так ты смотришь за ребенком, да? Как ты могла его одну лады оставить? Что такое? Когда ты перестанешь позорить меня и себя! Юлечка, сходи, пожалуйста, в дом, принеси раскраски, альбом и карандаши! Я придумала новую игру! Ладно, сейчас принесу! Что ты творишь? Не приняешь! Не бойтесь, стойте здесь! Я быстренько! Богдан, она уже взрослая, все понимает! Да, прекрасно понимает, что ты не просыхаешь! А ты, у нас шикарный папа! Ты видишь, я только спящий! Рассказывай, что ты на работе! А сам снова мне изменяешь! Как же мне это надоело! Нет у меня никого, ясно? Чего я должен вообще все это терпеть, а? А ты не терпи! М? Ты подай на развод! И подам! Давай! Когда сочту нужным! Только имей в виду, что отобирать ребенка у матери алкоголички! Это плевое дело! И не рассчитывай на защиту всех своих родственников! Они будут на моей стороне! Пока, папочка! Пока, солнышко! Пока, доченька! Береги маму, хорошо? Хорошо! Обещаю, буду беречь! Ты умничка! Надо проверить сводки о несчастных случаях и происшествиях за последние сутки! Прости, конечно, но ты морги пробил! Слушаю! Что? Нет, наряд не нужен, я сам приеду! Звонила служба охраны, ко мне в квартиру кто-то проник! Помощь нужна? Сам справлюсь! Ищите инфу, это важно! Малыш! Малыш! Что? Что случилось? Я не знаю, что мне делать! Мама требует, чтобы я сказала, кто отец ребенка! Я молчу, но ведь она не отстанет! Молчишь? Хорошо! Как она догадалась, что ты беременна? Ей врач сказал, я у репетитора по-чешскому грохнулась в обморок! Она вызвала скорую! Маленькая моя! Когда мы отсюда уедем? Уедем! Скоро! Надо подождать! Потерпеть! Немного, мне нужно дней семь-десять максимум! Мне так страшно! Так страшно! Если Макс узнает, он тебя убьет! Прекрати! Не бойся! Не бойся! Куда ему? Руки у него короткие! Думай о хорошем! Да! Думай о том, что мы будем скоро далеко-далеко! Думай о хорошем! Все! Настя, ты дома? Настя! 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 Машина брата здесь, значит он дома. Я сейчас поднимусь, деньги возьму и вам принесу, хорошо? О, Влюб пропал. Алло? Да. Это вас. Меня? Ну да. Алло? Ну что, ты счастлива? У тебя все получилось? Ты как меня нашел? А я тебя и не терял. Не нравится мне этот салон. А что тебе не нравится? Платье нужно было и домой. Сбежит. Сбежит? Правильно мыслишь. Добрый день. Здравствуйте. Я вам звонил. Да, я все помню. У нас все в силе? Конечно. Никого кроме вас не будет. Мне надо смотреться. Пожалуйста, проходите. Здрасте. Где у вас запасной выход? А запасный выход у нас тут. Прекрасно. Примиряться будем здесь. Ты что, ты все это подстроила? Зачем? А чтобы ты понимала, что все очень серьезно. Теперь тебе придется выполнять все мои приказы неукоснительно. Сиди в машине, не высовывайся. Да пошел ты. Я вышла. Что ты мне сделаешь? Что? Тебе ничего. Но если твой брать тебя заметит, то он умрет. Обернись. В машине снайпер. Я дам приказ, он выстрелит. Что я должна делать? Сядь в машину, пожалуйста. И все будут же. Ну что, куда теперь моя королева? К черту. Отбой. Привет. Ну что, как дела? Платим невесту без печи. Свадьба, я надеюсь, состоится при любой погоде. Я просил тебя не трогать Васю. Слежку я снял. Еще раз кого-то увижу, убью. А зачем ты мне это говоришь? Ты лучше скажи это своему брату, чтобы ко мне не приближался. Или может быть он забыл, что я для него сделал. Обеспечил всем и вытащил из дерьма. Его и всех вас. Я уже сказал, Вася к краже ноутбука не имеет никакого отношения. За всех своих я с тобой расплатился, сполна. Дядя, если ты будешь представлять опасность для Васи или для кого-то еще из членов моей семьи, я стану твоим врагом. Жду на свадьбу. Твой брат будет жить, пока ты будешь делать то, что я тебе говорю. Иначе Юра умрет первым. Ты поживешь подольше, чтобы понять, что происходит с теми, кто нарушает свои обещания. Купила новое платье на свой вкус. Не надо было убегать. Я пойду в том, что она мне… Нет, нет, она уже не имеет никакого вида. Вас будут снимать для прессы. Вы что, хотите опозорить моего сына всю нашу семью? Не морочите голову. Давайте примеряйте. Если будет нужно, время есть. Мы подгоним по фигуре. Вы такая заботливая. Чудо. Только вот один нюанс. Вашему сыну на вас не плевать. Он даже мамой вас ни разу не назвал. Наглая, невоспитанная, необлагодарная. Я не знаю, зачем моему сыну такая жена, но дурю он из вас выпьет, будьте уверены. И да, я скажу Максу, что вы отказались надевать новое платье. В casке? Да, я пришла… В своем роде. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Сидишь? Как ничего не бывало? Не понял. А что я, по-твоему, должен делать? А стоило мне только копнуть по делу Володенко. Пропала моя сестра. И это не совпадение. Скажи мне честно, Васенька, а зачем я тебе нужен? Чтобы было легче получать инфу от Насти. Она же на него работает. Правильно? Нет. Мне нужен был крепкий спец. Юра, а что-то случилось? Ага. Ну ты же не в курсе. Так я докладываю. Мне только что сообщили из ЗАГСа, что моя сестра, оказывается, выходит замуж. А знаешь, кто счастливый жених? Максим Гринчук. И через два часа у нее свадьба в доме Володенко. Это же не может быть. Потому что она действительно там. Я еду туда немедленно. Стой. Это может быть опасно. Я с тобой, Юр. Ты знаешь, у меня там море костюмов, но ни один на мне так шикарно не сидит, как этот. Ты что-то хотел? Хотел. Хотел. Когда ты ушел, я подумал, мы ведь одна семья. Правда, одна большая семья. Иногда дружная. Иногда нет. Но все равно семья. Макс, мы вместе много пережили. Знаешь? И особенно тогда, когда не стало моего Ромки, ты стал мне как сын. Я хочу сказать, Макс, что я горжусь тобой. Правда, если ты решил, что не стоит следить за Василием, пожалуйста, я не буду. Если ты решил жениться на Стрелецкой, окей. И самое главное, чтобы мы, чтобы мы сохранили наше доверие друг к другу. Ну, если все так, как ты говоришь, то тебе не о чем беспокоиться, дядя. Правда. Ну, тогда мир. 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 Мам, я тоже хочу замуж. Вырастешь, пойдешь. Только надо хорошего мужа найти. А если я сама не найду, ты мне поможешь? Ну, конечно. Конечно. Снова с бокалом. Люся! Проследи за ней, чтобы опять не напилась. Хорошо, Регина Львовна, прослежу. Так, сядь в углу, чтобы Миша бросился в глаза. Хочу шампанского. Не каждый день сын женится. И слава богу, только не пойму, чему ты так радуешься, ведь это просто шоу. Миша. Да, мамочка. Может, ты нам объяснишь, зачем вот эта вот вся показуха, если свадьба по производственной необходимости, неужели нельзя было расписаться по-тихому? Нет, мамочке нельзя. Лен, где женихи невесты? Лен, где женихи невесты? Наверху? Ну, так… Готовятся? Что тебе нужно? Помочь пришел. Ну, я вижу, ты прекрасно справилась сама. Мама, нам нужно обсудить историю нашей неземной любви. Мама. Мама. Да? А когда уже невеста выйдет, я устала ждать. Ну, подожди. Сегодня же очень важный день у нее. Ей нужно одеться, сделать прическу. Подожди. Ну, я тебе… Так же и ты была. Я тебя так… Ноутбук. Я тебя уже сожгли на каком-то мусоро-перерабатывающем салоне. Да, Рина. Посмотри. Лучше бы тебя сожгли, а ноутбук остался. Если он все-таки попал кому-то в руки, нам кранты. Там все об открузке товара 52. Все адреса, количество, бабки за гременом зону. Это в первую очередь. Раз до сих пор тихо. Значит, пронесло. Я обещаю, больше это никогда не повторится. Саша! Иди по терапии молодых, потому что у меня такое чувство, что это до вечера не закончится. Давай быстрее. Здравствуйте. Познакомьтесь. Это ведущая регистрации. Маргарита. Музыкант Игорь. И лучший фотограф столицы Эдуард. Пришел. Кто? Перевожу. Пришел регистратор ЗАГСа и свадебный фотограф. Все на месте, ждут только вас. Цветочки. Красные. Подожди, Максим. Я пойду. Что? Зачем эта свадьба? Я все поняла. Я буду молчать. Я клянусь. Пока ты все время болтаешь. Это какой-то абсурд. Мы же терпеть друг друга не можем. Сколько продлится этот проклятый брак? Посмотрим. Здравствуйте. Эдуард. Можно вас на минутку? Я мама жениха. Хотела бы с вами поговорить о свадебном альбоме. Ты знаешь, Дита, мне иногда кажется, что даже если бы небо обрушилось на землю, ты все равно бы все выполнила великолепно. Да. Как жаль, что я не могу тебя сейчас. Больно. Соответствовала бы. О, вот и молодые. Встречаем. Встречаем. Молодые, пожалуйста, сюда. Свидетели. Становитесь рядом. Ну? Папа. А почему невеста такая? Она что, плакала? Ай, правда, что с ней? Веря, что ли? Дорогие новобрачные. Является ли ваше желание вступить в законный брак искренним, свободным и взаимным? Прошу ответить вас, жених. Да. Прошу ответить вас, невеста. Полиция. Нам нужно войти в дом. По лицу никто не вызывал. Ордер есть. А мы на свадьбе. Без ордера никто не уйдет. У меня приказ никого не впускать. Настенька, тебя же спросили. У нас нет денег за все ответить. Как-то неблагодарный. Просто скажем, да. Все же прошу вас ответить, невеста. Мам, можно я скажу, да? Да. Тише, тише, тише. Ты с первого раза не понял? Тебе еще раз объяснить? Пойдемте. Пойдемте. Стой за мной! Рукавер, стоять! Весом к стене, быстро. Руки! Всем стоять, полиция! Рукавер, стоять! Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 Просто... Почему ты это делаешь Они вынудили тебя Да? Это мое решение Ты... Ты позже всё поймешь Сейчас мне нужно идти Здрасте Игорь, держи. Ну как ты? Доктор говорит, пустяки, царапины. Максим, кто эти люди? Кто обстрелял твою машину? Да и ты отстреливался, как будто так и надо. Вась, тебя это не касается. Разберемся. Главное, что все обошлось. Да это тупо бандитские разборки. Максим, нам нужно срочно сваливать. Дядя Миша замешан в криминале. Не сгучай краски. Законным путем такие деньги не заработаешь. И в честных людей не стреляй средь бела дня. Ты забыл, как убили нашего отца? Нашего отца убили преступники. И ты связался с такими же, как они. Максим, остановись. Поздно. Я свой выбор сделал. Я защищаю свою семью. И ровно час назад я спас тебе жизнь. Спасибо большое. Я не хочу жить за счет человека, которого я считаю бандитом. Максим, давай заберем маму, Галю и съедем. Я найду работу, мы справимся. Мне плевать, каким путем зарабатывает дядя на жизнь. Он меня из тюрьмы вытащил. И все это время заботился о нас. Я ему должен. С этого момента ты мне не брат. Мне не нужен брат-бандит. Если мама и Галя не уедут со мной, я их тоже вычеркну. У тебя шок. Я понимаю. Все будет хорошо, мы сейчас поедем домой. Все будет хорошо. Я больше никогда не вернусь в этот дом. Никогда не говори, никогда. Послушай, уведи всех посторонних на кухню. Хорошо. Извините, маленькое недоразумение. Придемте на кухню, я вас угощу. Время, проведенное с нами, будет оплачено. Придемте. Что-то Стрелецкая долго разговаривает. Я приведу ее. Всем оставаться на местах до прихода следователя. Подождите на улице. Старший следователь Василий Остапенко. Вась. А мы уже знаем. Мы в курсе, кто ты такой. И что тебе здесь надо? И вообще, как ты посмел сюда явиться, подонок, а? За нанесение оскорблений в должностному лицу при исполнении... Это ты что, мне угрожаешь? Или ты забыл, с кем ты разговариваешь, а? С преступником. Так, а ну, убери его отсюда, иначе я за себя не ручаюсь. Ты же говорил, что ноги твоей здесь больше не будет. Говорил? Было это или нет? Говори. Мы приехали забрать девушку, которую вы здесь удерживаете силой. А скоро я приеду за тобой, и я тебя посажу. Сынок, что ты такое говоришь? Ты мне за все ответишь. Так, а ну, пошел вон. Из моего дома. Пошел вон! Ася, здесь никто никого силой не удерживает. Тебе лучше уйти. А где Стрелецкая? Саша, проводи его к Стрелецкой. Вась! Пускай он ее увидит. Поговорят, она сделает все, как я сказал. Я понял, что ты в беде после сообщения о поездке к морю. Вы действительно поехали к морю. Ну, я не поверю, ну, Настя, ну, не поверю, что ты вот так вдруг бросишь работу, пациентов. Я понимаю, на меня это не похоже, но в жизни бывают разные ситуации. Любовь, как… Да прекрати! Настя, сестренка, скажи мне правду. Не ищи то, чего нет. Я люблю Максима, и я хочу быть с ним. Здравствуйте. Старший следователь Василий Остапенко. Здравствуйте. Рад, что вы в порядке. Я хорошо знаю с вами Володенко и прекрасно понимаю, на что они способны. Расскажите, как все произошло, и мы вас освободим. Я уже рассказала своему брату, что я выхожу замуж по любви. Настя, если вам угрожает, не бойтесь, мы сумеем вас защитить. Мне никто не угрожает. Но вы не похожи на счастливую невесту. Хорошо, пусть пока будет так. Твоя сестра говорит, что она здесь по собственному желанию, а значит, ничего противозаконного не происходит, и нам нечего предъявить Володенко. Все выяснили. Не сомневайся. Вы, кстати, как брат невесты, можете остаться на церемонии. А тебе лучше уйти. Значит, останешься. До встречи. Мы еще поговорим. Конечно. Пойдем, нас ждут. Я хочу умыться. Мы не можем просто так уехать. Вася, давай заберем всю эту семейку в отделение, допросим по отдельности, и кто-нибудь да проколется. У нас нет оснований. Ну, Настя же врет. Ты сам видел, что ее запугали. Да я понимаю это, Юра. Нам нужно продолжить работать, собрать доказательства и улики, уже с ними сюда приезжать. Да ты же мне сам сказал, что это опасные люди. Пока мы будем улики собирать, с Настей что-нибудь случится. Они не посмеют Насте навредить после нашего визита. Мы следим за ними, они это знают. Да нельзя ее здесь оставлять. Юра, я тебе повторяю. Настя не пострадает. Поехали. Всем отбой, сворачиваемся. Юра, поехали, есть идея. Ключи. Прости меня, Юра. Мам, я на секундочку. А что ты слезы распустила, а? Сыночек, черт бы его, побрал. Столько лет я бы его не видела. А ты что, хочешь с ним помириться? Да, если он меня позволит. Лена, да как ты можешь? Он же хочет посадить Мишу в тюрьму. Мы тебя с семьей приютили у себя, а ты, ты должна быть на нашей стороне, а не защищать этого своего сыночка. Он же отрекся от тебя. Он мой сын, Регина Львовна. И вы, как мать, должны меня понять. Вот что, если ты попробуешь с ним увидеться, ты пожалеешь. Ну что, мы можем продолжать? Где жених и невеста? Да уж, свадьба, крыша. У нас родственнички, пообещайте мне такую же свадьбу. Мама, ты что смеешься? Что с тобой? Слушай, Смир. Не смейся так глупо. Пойдем. Все ждут. Подпишем мой смертный приговор. Этой подписью ты спасешь две жизни. И, может быть, когда-нибудь ты будешь счастлива. Обязательно. Как только ты исчезнешь из моей жизни. Богдан. Галя, что ты творишь? Когда мы уже сбежим отсюда? Надо спуститься в ней. Заметит, что тебя нет. Да кто там заметит? Все заняты этой свадьбой. Свадьба у нас в лучших традициях, чуть мордогой не случилась. Ну, наконец-то. Никита, зови всех. Прошу, праздник продолжается. Быстрее. Раз-два. Раз-два. Давайте поторопимся, да? Дорогие Анастасия и Максим, являетесь... Да. Да. Объявляю вас мужем и женой. Жених можете поцеловать невесту. Ну, терпение, малышка моя. Я уже знаю, куда мы рванем. Куда? Когда? Мне так стрёмно. Я держусь из последних сил. А еще мне стыдно перед Викой. Она такая хорошая. Эй, грозь. Я не люблю ее. Мой брак с ней – это тюрьма. Я люблю только тебя. Слышишь? Поздравляю вас, дети. Поздравляю. Вечной вам любви, мои хорошие. Поздравляем. Теперь семейное фото. Да. Простите, мы спать. Возвращайся. Давай, мамочка. Пожалуйста. Давайте. Давайте, семейное фото. Ну, ведь это так почетно, быть членом семьи Володенко. Да? Возвращайтесь, вас ждет торт. Никого. О! А вышел поговорить по делу, а тут Галя попросила помочь потом с английским. Наши молодые расписались. Как она? Простите, это все так затянулось, у меня репетитор строгий. Можно? Да, ты слишком много учишься. Беги скорее вниз, скоро торт будет. А можно и мне тортик? Я столько ждала. Ну, уже пора спать. Давай договоримся. С утра самый большой кусочек теперь. Ну, ладно. Богдан, Богдан, ты куда? Дела. Выйди. Собирайся, мол, уезжаю. Собирайся. Алло, Инна Борисовна, простите за поздний звонок. Мне нужна врачебная консультация. Наверное, скачок давления. Стресс? Да был, конечно. Вы себе даже не представляете, что мне пришлось пережить. Мишин племянник привел в дом невесту. До умопомрачения скандальная девица. Ее брат примчался с полицией, думал ее спасать надо. Угрожал тут всем. Дурдом какой-то. Просто находка для желтой прессы. Думаю, вашему мужу понравилось бы. Надо попрощаться. Ты где была? Была у себя. Мне было плохо. Сейчас лучше? Угу. О, какой прекрасный торт, правда? А вот и виновники торжества. Ну что, решили, кто первым будет уничтожать эту красоту? Настенька, ну что же вы переоделись? Праздник только начинает. Вам не надоело притворяться? Вы же все понимаете. Упрямая. Ну ладно, садитесь, будем торт есть. Кстати, выбирала твой любимый. А мы уезжаем. Как? А праздновать? Празднуй без нас. Не будем тебе мешать. Ну зачем же ты так? По-моему, чудесный повод забыть все плохое, примириться. Я не собираюсь ничего забывать. Так. Теперь, доктор Стрелецкая, мы с вами одна семья. Нравится вам это или не нравится, но мы одна семья. И потому я, я вас хочу поздравить. Вот. Ошейник? Ну почему же Ошейник подарок и, при том, смотрите, роскошный? Дядя, спасибо. Мы уезжаем. Всем приятного аппетита. Празднуйте. Нам надо поговорить. Тортика хочу. Ну и вечерок. Я надеюсь, мы не пожалеем, что эта свадьба состоялась. А что тебя беспокоит? Ваш родственник Василий, ты не говорил, что он следователь? Вообще-то он давно ушел из дома, и я тебе об этом рассказывал. Ты только вскользь вспомянул мне об этом. Надеюсь, его бурная деятельность не помешает получению госзаказа. Не помешает. Если журналисты узнают о том, что на свадьбе заявилась полиция, это навредит твоей репутации. И история с пленной невестой всплывет. А ты сделай так, чтоб не всплыла, а? Я-то постараюсь. Но вот конкуренты, они ухватятся за любую зацепку. Послушай, самое главное сейчас не дергаться. И все будет хорошо. Ты заедешь ко мне сегодня? Можешь. Куда мы едем? В машину садись. Новости по ноту есть? Нет. Звоню в любое время. Саша, а пойдем, я тебе там тортик отложила. Ты же не ел. Нет. Ну, пойдем. Старший сержант Литвинчук, придавите ваши документы. В чем дело, сержант? Кем приходится вам эта девушка? Она моя жена. Ваши документы, пожалуйста. У меня нет паспорта с собой. Выйдите из машины и проследуйте за нами. На каком основании? Поступило заявление о похищении молодой женщины. А ваша жена очень похожа на похищение. Выйдите из машины и проследуйте за нами. Твой брат нарывается на неприятности. Проходи. Ну что ж, глюкозка для мозга. Тук-тук, что делаешь? Прогу пишу. О, прога. Это программа? Угу. А есть такая программа, чтобы найти адрес человека? Полно. Да? Угу. Никитос, найди мне адрес Васи. Миша же против того, чтобы вы общались? А ты ему ничего не скажешь? А? Хорошо? Хорошо. Спасибо. Все, я пошла, не буду мешать. Угу. Тетя Аня, что ж ты мне голову-то морочишь, а? Ира, ты напугал, чуть секция не стала. Наутбук где? Я же говорила, продала я его. Каждая копейка на счету. Да хватит. Я тебе второй шанс сделаю. Или ты мне скажешь правду, и тогда у тебя все будет хорошо. Или очень хреново. Ноутбук где? Внучку подарил. Внучку? Только, пожалуйста, не трогайте его. Он же ни в чем не виноват. Пожалуйста. Юра, зачем меня задержали? Выведи ее. Все хорошо. Прошу. Я взял в жены твою сестру. В чем состав преступления? О, сейчас я это и выясню. Давай. Итак, где, когда и при каких обстоятельствах вы познакомились? Впервые я встретила Максима два года назад. Где? В клинике. Он привез своего дальнего родственника из провинции на консультацию. Если хочешь, можешь проверить регистрацию двухгодичной давности. А почему я, родной брат, не знал об этой любви с первого взгляда? Во-первых, я знаю твою реакцию на моих парней. А во-вторых, тогда наш роман продлился совсем недолго. Роман продлился недолго, но вы решили пожениться. Настя. Недавно мы встретились снова, случайно, месяц тому назад. Я гуляла и зашла на фотовыставку. И там увидела его. Он ходил, рассматривал снимки и вдруг остановился возле одного черно-белого изображения. Больной, изможденной собаки, которая сидела на цепи у пустой миски. И у него был такой взгляд. Короче, я подумала, что я совершила ошибку, разорвав с ним отношения тогда. Ну да, конечно. Как же можно бросить человека, который жилит собачек? Настя. Хорошо, давай поговорим об этом вызове. Я понимаю, что ложный вызов, это, конечно, безумная идея, но я решил сделать сюрприз для любимой женщины. Когда она вышла из машины скорой помощи, ее ждали шампанское, цветы. Я на колени с предложением руки и сердца. Она их приняла. Минуточку. На вызов должна была выехать Лидия Белова. Я знаю. Я позвонил Насте. Сказал, что мой друг попал в ДТП. Попросил ее приехать лично. Настя поговорила с Лидой и та согласилась, поскольку неважно себя чувствовала. А потом мы вместе сошли с ума. Мы решили удрать ото всех и встретить Настю на день рождения на берегу моря. Ну, с тем, чтобы потом на следующий день вернуться в город. Но, понимаешь, нам было так хорошо. Так хорошо, что мы забыли обо всем. Забыли обо всем. Только на Настю ты не похожа. Юра, ну нельзя же быть ответственной всю жизнь, несмотря ни на что. Это ты говоришь мне, да? Когда такое происходит, ты просто теряешь голову. Ну, это наваждение, фейерверк, полет. Понимаешь? Фейерверки, полеты, ну что тут непонятного. А как же Евгений? Я осознала, что наши отношения были не то, чтобы ошибкой, но я не была в него влюблена, по-настоящему. Ты мне все в уши прожужжала. Какой он восхитительный, какой он великолепный. Нахваливала. А вот что ты была одета в этот знаменательный собачий день? Не поверю, если забыла. Она была в платье цвета молодой травы, ну или первых яблок, короче, зеленым. А погода какая была? Дождливая. Именно поэтому я пошел на выставку, а не поехал на природу, как собирался. У меня с собой был зонт, который мне все время мешал. И в итоге я его посеяла. А на следующий день я купил ей новый. С цветами сакуры. Молодцы. Поздравляю. Отлично подготовились. Ты знаешь, на твоем месте я бы, наверное, тоже сомневался. В тот день, когда ты приехал ко мне на завод, я был уверен, что это из-за Насти. Но ты стал разговаривать совершенно о другом. Об исчезновении Насти тогда еще никто и не думал. И я решил, что не буду тебе говорить об этом, потому что не хотел мешать лично и работу. Слушай, я правда не понимаю, почему я, молодой, здоровый мужик, должен извиняться перед тобой за свою любовь. Но я извиняюсь. Извиняюсь, потому что ты Настин брат. Единственное, Настя, за что ты должна извиняться, это за ложь. Я не услышал ни слова правды. Нет, Настя, я все понимаю, я понимаю. Тебя запугали, пригрозили, тебе страшно. Настенька, ну ты, ты должна все рассказать. Что случилось? Я сумею тебя защитить, я клянусь. Как они тебя запугали? Ничего, что я не понимаю, я не понимаю. Когда вы успели сговориться, а? Я поняла, я была в платье. В зеленом платье? Юра все равно не помнит всех моих платьев. Одна неточность, и твой брат поймет, что это фейк. Если ты хочешь, чтобы он жил. Хорошо. Давай дальше. Юра, просто прими это. У меня случилась безумная любовь. Говорят, как по-написанному. Я даже в какой-то момент поверил. Но это же спектакль. Да, вся эта история тщательно продумана Гринчуком. Только зачем ему это, а? Пока не знаю. Но почему Настя молчит? Запуганная. Или может... Или может что? Замазана? Юра, я просто накидываю варианты. Без вариантов, Вася. Моя сестра не пойдет на преступление. Ты не знаешь, Володенко, иногда в это втягивает. Но Настя тут при чем? Так и я о том же. Юра, успокойся. Хотели бы навредить, уже б навредили. А так она в порядке. Странно у тебя представление о порядке. Ее у нас сильно замуж выдали. Юра. Я не предлагаю тебе забыть о деле. Мы продолжим копать. И при первой же возможности прижмем и Володенко, и Гринчука. Но пока нам нечего им предъявить. Я дожму. Я дожму этого Гринчука. Он у меня обязательно где-то проколется. Я не понял, с каких это пор управления стало местом решения личных дел. Немедленно отпустить задержанных. Немедленно. Слушаюсь. Как ты, любимая? А ты? Тебя увидела, стало легче. Проголодался? Ресторан? Пойдем. Секундочку. Свою первую брачную ночь я запомню навсегда. Поцелуй меня. Спокойно. За нами еще не умирают. Да, Таня. Вась, я же волнуюсь. Почему ты не отвечал на звонки? Работа. А еще вчера, впервые за столько лет, увидел брата, сестру и маму. Хотелось побыть одному, переварить все. Где ты? Может мне подъехать? Не надо, Таня. Я скоро буду. Точно? Да точно, точно. Может чай заваривать, Танюш. Ай, привет, 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 мой старший. Соскучился? Почему ты мне не сказал, что у тебя есть собака? Оказалось, ты любишь собак. Он тебе понравится. Пойдем. Ари! Значит так, готовить будешь здесь, спать там. Осваивайся, а мне пора. Ванная здесь. Подожди. Пусть пока под замком посидит. Последи, чтобы здесь никто не крутится. Пса, выгуляй. Тяжелые ключи. Тяжелые ключи. Ариус, гулять. Сволочи. Тяжелые ключи. 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 Максим. Привет. Семь утра. Ты просила приехать. Это было вчера. Чего хотела? Так и будем стоять? Мне все надоело. У меня появился другой. Я рада тебя. Привет. Привет. А ты чего здесь? Я так за Настю переживаю. Вот приехала поговорить. Настя замуж вышла. Как? За Женю? Не может быть. Я же вчера только его видела в клинике. Когда бы они? Она вышла замуж за другого. За кого? Олег, прости. Я очень устал. Я отвечу на твои вопросы потом. Извини. Хорошо. Как же дома хорошо. Твои там же живут? Да. В этом бандитском притоне. До сих пор, как я ушел оттуда, меня постоянно грызет чувство вены. Перед мамой, перед сестрой. Десять лет уже прошло. Вася, у тебя не было другого выбора. А мама осталась там по собственной воле. Галя совсем взрослая стала. Меня не узнала, смотрела как на чужого. А мама не изменилась. Только взгляд еще грустнее стал. Ты хоть поговорил с ними? Да и не до этого было. Да и пока они рядом с Володенко, не о чем мне с ними разговаривать. А брат? Макс работает на этого урода. Какой он мне брат? Вась, мне кажется, что тебе надо отдохнуть. Может, я возьму отгул и мы вместе день проведем? Я не могу. Работа. Я в душе. Прости. Какие сырненькие. Ты прекрасная хозяйка. Я не готовлю в принципе. У меня есть женщина с золотой ручки. Она меня снабжает всей домашней едой. Потому что каждый должен делать то, что у него получается лучше всего. Слушай, что пишут. И что же? Анастасия Стрелецкая сказала, да, под дулом пистолета. Вот еще. Звезда нейрохирургии вышла замуж за начальника службы безопасности, бизнесмена и мецената Володенко. Только узы брака больше напоминают наручники. Как они узнали? Понятия не имею. Да, я, конечно, проконтролирую, чтобы статьи удалили из интернета, но слухи уже поползли. Так, что будем делать? Я знаю. Мы устроим обед в каком-то красивом ресторане. Мы заставим их поверить, что свадьба была настоящей. Я все устрою. Какой же ты у меня заводка, а? А хозяйка-то все-таки прекрасная. Наряд полиции ворвался в разгар свадебной церемонии и... Мама! 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 Ты видела, что пишут о свадьбе Максима? Нет, не видела. Там такой ужас. Господи, откуда эти прониры журналисты узнали? Кто-то из наших рассказал. Там такие подробности. Вика, что за чушь? Это мог сделать кто угодно. Да хоть полицейские. Вот сто процентов это Васька. Мало того, что притащил наряд полиции, так еще и информацию слил. От этой Елены с ее детьми одни проблемы. Мам, не надо так говорить. Мам, не надо. Все, иди. Не нервируй меня. Мне пора принимать мои лекарства. Люся. Не говори так. Это приживалка с ее выводком. Кара небесная. Из-за Максима полощут нашу фамилию в прессе. Василий отщепенец готов был всех арестовать. Нет, расстрелять. Прямо здесь. Сколько Миша будет все это терпеть? Не волнуйтесь. Михаил Романович мигом все уладит. Я думаю, помощь близких ему не помешает. Люся, тебе ответственное поручение. Присмотри за Еленой. Как только она из дома, я должна об этом знать. Поняла? Да. Вот поедет мириться со своим сынком, следователь, к гадалке не ходи. Так, что я там буду сейчас принимать? Успокоительное. Ой, мое любимое. Ой, довели они меня, Люся, что я без пилюль ни есть, ни спать не могу. О! А! Я хочу тебя видеть. Ну да, сейчас. Нужно ехать. Ладно, давай я скажу, что я иду к репетитору, и мы с тобой встретимся. Ладно, пока, любимая. Так и будешь лежать, немытая, не чесаная? М? И тебе доброе утро, мамочка. Нет, мне надо к репетитору. Угу. Никаких репетиторов. Теперь, пока я не решу, как нам выпутаться, ты будешь просыпаться раньше всех, тихо спускаться вниз, завтракать и стрелой наверх. Чтобы никто, не дай бог, не заметил твой живот. О, Господи, за что мне все это? За что мне все это? Мамочка, ты что? Ничего. Это нервы, 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 нервы. Это твоя беременность. Вася вчера ворвался, всех перепугал. На меня даже не взглянул после стольких лет разлуки. Ноченька моя, доченька, так боюсь тебя потерять. Ну, скажи мне, скажи мне, кто отец ребенка? Ну, мы должны с тобой что-то решить. Достать ты меня в покое! Мне нельзя волноваться! Не волнуйся. Ты же знаешь, как у нас относятся к потерям-одиночкам. Галь, а ты совсем девочка, ребенок. Я, мой ребенок и его отец, мы будем жить очень и очень далеко отсюда и будем очень счастливы. Этот мерзавец набрал тебе с три короба. А ты, дурочка, поверила? Он не мерзавец. Он хороший. Где этот хороший сейчас? Где он? Почему он не рядом с тобой? Почему он не предлагает тебе жениться? Почему он не берет на себя ответственность? Барахло он. Они хорошие. Так, все. Быстро одевайся. Пошла есть. måла есть. КОНЕЦ 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 В твоей стороне. Привет. А ты не думал о том, что надо стучать? А это мой дом, и я буду вести себя так, как я хочу. Придется привыкнуть. Я не могу привыкнуть к убийце. К тому, кто держит меня тут в заперти. Я видела, как ты общаешься со своей семьей. Ты хоть кого-нибудь любишь? Себя? Замок придется починить. Ничего, чинить не буду. Держи, одевайся. Где ты прислала? Нам надо ехать. Одевайся быстро. Ну что, удалось раздобыть адрес Вася? Ну, это было не трудно. Угу. Да? Ну, а если Миша узнает? Ну, он может узнать только в двух случаях, если об этом расскажу, я ли ты? В наших интересах хранить молчание, правда? Да. Ни кеттос. Угу. 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 Нет, нет, никакого чешского. Опять прогуливаешь? Регина Львовна, у нас такие неприятности были у врача. Оказывается, у Гали очень сильное истощение, переутомление из-за интенсивных занятий. А теперь ей нужен отдых? У меня тоже переутомление и нервный срыв от событий в этом доме. Вот, полюбуйся. Так. А как это попало бы в интернет? Да, наверное, кто-то из своих расстарался. Как вы думаете, Регина Львовна? Регина Львовна, у тебя удивительные свойства перекладывать с больной головы на здоровую. Мало того, что из-за твоих сыновей одни неприятности, так ты еще и других обвиняешь. Миша? Ну вот, наверное, он узнал об этой грязи в интернете. Алло. Значит так, в прессу попали подробности свадьбы Максима. Да, я в курсе. Твоя задача собрать сегодня всех к двум часам. Будет семейный обед в теплой атмосфере, чтобы у журналюх не осталось никаких сомнений, что эта Стрелецкая влилась в нашу семью добровольно и с радостью. Как ты думаешь, кто это сделал? Ты уже знаешь? Нет, пока еще не знаю, но это дело времени. Подозреваю, что это Регина Львовна. Послушай! Я бы тебе был очень сильно признателен, если ты будешь держать свои подозрения при себе. Лучше подготовь там все. И да, потренируйтесь перед зеркалом. Вы должны смотреть на Стрелецкую, но просто с любовью. Все, разговор окончен. Почти все приглашенные СМИ подтвердили свое присутствие. Правда, пока еще не известно, откуда у них информация о свадьбе. Послушай, Эдита, а может попросить Никиту? Он точно узнает? Не стоит. Не стоит беспокоить нашего цифрового гения по таким пустякам. Я сама выясню, кто узнал информацию первым. Ну да, конечно, это потребует расходов. Не надо, Миша. Я сама во всем разберусь. Сама, сама, сама. Как всегда, сама. Поехали. Тебе не идет. Выбери что-нибудь понаряднее и, главное, замажь сеньки под глазами. Я не буду ничего замазывать. А не надо со мной спорить? А то что? Твой. Настя, ты хочешь свести меня с ума? Не смей ему отвечать. Ты теперь замужняя женщина, это как-то некрасиво. Запомни, ни с кем без особого повода нельзя связываться. Переписываться можно только с Лидой. Смсками и коротко. С братом никаких переписок и тем более встреч без моего разрешения. Договорились? По-твоему, в Академию МВД берут тупых? Думаешь, если я перестану выходить на связь, он ни о чем не догадается? Алька, зависит от твоего актерского мастерства. Надо, чтобы он поверил, что ты счастливая жена. Ну и все остальные. Поэтому, пойди переоденься. И замажь сеньки. Пожалуйста. Бегу! Здрасте. Здравствуйте. Татьяна. Именно такой я вас себе и представляла. А вы кто? Ваш сыкровь. Можно? Спасибо. Гораздо лучше. Поехали. Если я сделаю шаг тебе навстречу, справедливо будет, если ты сделаешь ответный шаг. Чего ты хочешь? Я не могу оставить клинику. Понимаю. Если я пойму, что могу тебе доверять, возможно, туда вернешься. Но пока у тебя медовый месяц. Маше нужно постоянное наблюдение. Кто такая Маша? Девочка, которой ты сделала операцию, после которой тебя показывали по телевизору. Я думаю, там справится. Ты там не единственный хирург. Чего-то не забыл. На деньги, что ли, помочь? Я уверен, что вы подумали. Я тебя жду. А что, в спокойном месте не нашлось? Бабушка сказала, что вы за человек. Тут безопаснее. Безопаснее? Ну, как скажешь. Ноутбук где? Что это? Деньги. Вы мне должны. Что? Нашедшему полагается вознаграждение. Ну да, вознаграждение. А сколько? Я что-то как-то не вижу. Давай-ка, сядем. Я тебе сейчас кисть сломаю, и тебе будет очень больно. Да. Ноут где? Чего? В урне. Не, ну ты дебил, да? Доставай давай. Распаковывай. Распаковывай. Деньги в том, что это не так. А если я не хочу притворяться и врать? Тогда у тебя есть 20 минут, чтобы влюбиться в меня. Да, у вас очень уютно. Все сделано с таким вкусом. Это просто повезло. Съемная квартира. Да. Все эти годы я постоянно думала о Васе. Он обо мне, наверное, даже не упоминал, да? Он, конечно, не подает виду. Такой у него характер. Но у вас очень не хватает. И вас, и брата, и сестры. Он носит в портмоне вашу общую фотографию. Правда? Теперь, когда вы здесь, мы рядом, может быть, у нас все наладится. Данечка, помогите. Помогите мне наладить отношения с сыном. Убедите его, что нам нужно общаться, что Дане нужна бабушка. Я не обещаю, но я попытаюсь. Спасибо. Я очень на вас надеюсь. Ну, теперь расскажите мне, Даня. Может быть, покажете фотографию, мне так интересно какой. Правда? Конечно. Сядь в машину. Пожалуйста. А что не поднялся? Кофе бы выпили. Как любезно. А зачем мне хамить родственнику? Юра, у нас все плохо началось, но это не значит, что так будет продолжаться. Мы родственники. Нет, мы не родственники. Я не верю ни единому твоему слову. А Остапенко, значит, веришь. А что ты о нем знаешь? Как думаешь, почему после своего нового назначения он так рьяно взялся за меня и моего дядю? М? Думаешь, у него других дел больше нет? Что ты не жидал? Ты подумай. Ты полицейский. Удачи. Где ты была? Я же просил всех быть вовремя. Прошу прощения. Немного задержалась. Лен, ты же вроде в салоне была, а прически нет. Что? Парикмарк заболела? До салона ты доехала, попала в пробку. Ах, в пробку. Извините, маленький инструктаж. Когда подъедет пресса, мне сообщат продемонстрировать семейную любовь и единство. Вот наша цель. Наша? Ваша. Простите, я оговорилась. Все должны поверить, что этот брак был заключен по любви, согласии и одобрения семьи. Но если растеряетесь, я попробую выручить. Да уж, ты не растеряешься, ты всегда найдешь, как выкрутиться. Совершенно верно, Елена Романовна. Это часть моей работы. Никаких колкостей в адрес друг друга, особенно Анастасии. Помните, вас будут снимать, поэтому смотреть на Настю нужно с одобрением. Не люблю лицемерие. Придется смириться. Кто-то же рассказал о наших семейных тайнах в прессе. Ты на что намекаешь? Первая заметка под названием «Скандальная свадьба Володенко» появилась на сайте Фаблик. А кажется, именно там работает главным редактором муж вашего врача. Это в чем ты меня сейчас обвиняешь? Мамочка, она о чем? Нет, по моим данным, информацию в прессу слили полицейские. Кто? Сбросим. Здравствуйте. Добрый день. Вас ожидают? Это ко мне. Здравствуйте. Можно твою жену на два слова? Будьте добры, покажите молодому человеку зам. Хочу, чтобы ты знала, я не в восторге от вашего брака. Лучше бы мы здесь устроили тебе пышные похороны с торжественными речами, о том, каким ты была прекрасным врачом и замечательным человеком. Но раз уж случилось, так случилось. Поэтому слушай меня внимательно. Свой рот ты будешь держать на замке, что бы ты здесь не увидела или не услышала. Пояснила? Скоро мне должны дать госзехас. И если он сорвется по твоей вине, ты очень сильно пожалеешь. Надо со мной разговаривать так, как будто я вам что-то должна. Должна. Ты обязана жизнью мне и Максиму. Поэтому будешь делать так, как я скажу. Быть моим врагом – это еще то удовольствие. Так что советую тебе лучше – будь моим другом. Поверь. Я вам верила. И за это сейчас расплачиваюсь. Я вышла замужем Максиму только потому, что у меня не было другого выбора. Но я никогда не стану такой, как вы. Я другая. И вам никогда не удастся вымужить меня в своей грязи. Ага. Какой все-таки у меня красивый сын. Как вам повезло, Настя? Галя, что с тобой? Плохо. Простите. Сиди. Она уже взрослая девочка. Ты куда? В туалет. Можно? Нет, я… Я же сказал – сиди. Нечего натешить. Сядь. Лен, ты не нервничай. У нас теперь в семье врач есть. Галя, это ложные схватки. Не беременна я. Отстань. Я думаю, тебе нужно рассказать об этом маме. Очень скоро тебе понадобится помощь и поддержка. А она уже знает. Лучше бы не знала. Да. Нам сейчас с тобой обеим не позавидуешь. Ты-то здесь при чем? Ваш с Максом ребенок будет рожден с законом браки и вам не придется его скрывать. Нет, Галя, у нас не будет детей. Ты красивая. Макс любит таких. Он тоже красивый. Он сильный, он добрый. Добрый. Тебе нужно просто получше с ним познакомиться и ты полюбишь его. Это вряд ли. У вас там все хорошо? Да. Все хорошо, сейчас выйдем. Не говори ему. Никому не говори. Хорошо? Галя, это невозможно вечно скрывать. Вечно и не надо. Я скоро уеду отсюда. Привет. Вот номер карты, на которую мошенники выманывают деньги через фиктивный интернет-магазин. Сможешь пробить по-быстрому? Для тебя сделаю оперативно. И еще, Сань. Мне нужно понимать, хорошо ли защищена наша база данных. Взломать можешь? Тебя интересует кто-то конкретно, так? Ну, допустим, наш новенький. Василий Анстапенко. Всегда нужно понимать, с кем работаешь. Сделаю. Ты в порядке? Нормально. Наверное, что-то не то съела. Что-то меня тоже мутит. Мам, мы сюда не есть, приехали. Журналисты приехали. Что, пора уже? Да. И помните, вы счастливая крепкая семья, которая недавно пополнилась любимой и любящей невесткой. Да, все. Идемте, нас ждут. Мамочки. У нас есть шанс выяснить все подробности скандальной свадьбы в семье фармацевтического короля Михаила Володенко. Добрый день. Признаюсь, мы не рассчитывали на пресс-конференцию, но готовы кратко ответить на все вопросы. Не рассчитывали, как же. Скажите, как развивались ваши отношения с Анастасией Стрелецкой? Вы знаете, я думаю, что моя супруга гораздо лучше, чем я, ответит на все ваши вопросы. Анастасия, прошу вас. В книгах много пишут о неземной любви. А вот нам с Максимом повезло ее встретить в жизни. А скажите, Михаил, а как отреагировала на этот брак ваша мать? Хорошо отреагировала. Просто она очень скромный у меня человек и не любит общаться с пресс. Регина Львовна, вернитесь назад. Я хочу посидеть в тишине. Не нравится мне все это. Регина Львовна, я знаю, что это вы слили информацию о свадьбе. Я вас прикрыла, но могу рассказать Михаилу Романовичу всю правду. Так что не упрямьтесь и делайте то, что в интересах вашего сына. Пойдемте. Вы знаете, настоящая любовь не терпит публичности, поэтому надеюсь, вы нас отпустите. Спасибо. Подожди. Я прошу прощения, я забыла таблетки от давления. Да. А что делала полиция в доме Володенко в день свадьбы? Это были наши приглашенные. Да, родной брат Анастасии работает в полиции. Но если еще кто-то не в курсе, конечно же, он не мог не прийти на свадьбу своей сестры. Надеюсь, мы ответили на все ваши вопросы? Последний вопрос. Анастасия, вы продолжите свою профессиональную деятельность? Безусловно. У нас с Михаилом Романовичем столько проектов, столько людей нуждаются в нашей помощи. Благодарим вас. Мы очень ценим ваше внимание. Спасибо. Ты молодец. Спасибо. Спасибо. До свидания. Макс, Макс, будь добр. Задержись, пожалуйста. Я скоро. Послушай, этот брак станет для нас большой проблемой. Серлецкая очень умная и с характером. Так что долго ее под контролем не удержишь. Мы сделали ошибку. Она изменится. Скорее всего, она изменит тебя. Меня никто не изменит. Только тебе это удалось когда-то. Да, для твоего же блага. Забудь про Стрелецкую. Я пойду, меня жена ждет. Возникли дополнительные сложности, поэтому цену придется поднять. На двадцать процентов. Но вы можете отказаться. Разумеется, я гарантирую, что это тот самый ноутбук. Да, вы сможете все проверить. А сколько? Я буду. Папочка! Ах, птица! Ты чего так рано? Мама обещала аттракционы. О, здорово! С тройночками. Хорошо. Я с вами не поеду, нет. Не смогу. Папа сегодня много работы. Тогда я никуда не поеду. Не смей. Обязательно поедешь. И обещай мне, что хорошо проведешь время. Да? Следи за мамой. Хорошо. Буду следить. Куда мы едем теперь? Домой. К Володенко? Нет, ко мне. Почему? Ну, потому что это наш дом. Мне там не нравится. Боишься остаться у меня на неделе? Да. Алло, привет. Я хакнул мыло этого Антона. Есть один чел, с которым он общался в последнее время. Фамилия Фролов. Я по IP пробил адрес его офиса. Отлично. Сбрось мне его адрес. Скажи Сане, что он мне будет нужен. Мы едем куда-то еще? Я – да. Тебя отвезу домой. Здорово, Жак. Привет. Как тебе финн с Стрелецкой? Она что, нашлась? Лучше. Замуж вышла. Что, не знаешь? Весь интернет гудит. А ты, бедняга, не знаешь. Смотри. В книгах много пишут о неземной любви. А вот нам с Максимом повезло ей встретить жизнь. Я в шоке. С ее гонором вышла замуж за какого-то охранника. Просто не верится. Иди, умные дела. Надеюсь, их много. Да не успеешь соскучиться. Настя! Закажи себе что-нибудь на дом. Ты в ресторане почти ничего не ела. Спасибо, разберусь. Это приказ. Это я. Товар принес. Никитос, а в чем дело, а? Тут жилой дом. Бывает же, что в жилом доме снимают под офис. А чем занимается, Фролов? Ну что за бизнес? Маклер по недвижимости. Реклама на сайте и объявление есть. Так, ладно, хорошо. Ну что? Кого-то ждешь? Нет. Кто? Хочу воспользоваться вашими услугами. Вы же недвижимостью занимаетесь. В чем дело? Это Гринчук. Добрый день. Сволочь. Ты меня подставил. Клянусь, я понятия не имею, как он здесь оказался. Здесь есть второй выход? Есть. На крышу. Клянусь. 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 Стоять! 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 В зал! В зал! Что?! Что от себя наняло?! Что?! Стоять минут! На крышу. Тихо! Тихо, тихо, тихо. Дядь, ноут у меня. Машенька, милая, я тебе обещаю, я приду. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Анастасия Андреевна, нам почему-то хотят поменять врача. Ярослав Иванович, но Машенька не хочет никого другого. Он сердитый, я ему не нравлюсь. Тетя Настя, а можно вы будете меня лечить? Ну что ты, Ярослав Иванович прекрасный врач. Я уверена, что все будет хорошо. Но если вдруг что-то, я сразу же приеду, я тебе обещаю. Спасибо вам, до свидания. Пока. Спасибо тебе, Максим. Спасибо. Вот я всегда знал, что на тебя можно положиться. А ты его не открывал? А смысл? Даже если там что-то удалили, либо скопировали, об этом можете знать. Либо ты, либо Никита. Ну да, конечно. Ну мы это выясним. Еще раз тебе спасибо. Ты мне просто жизнь спас. Тебе да. А вот другие этой гонки не выдержали. Ты про Антона? И про Антона. И про человека, у которого я забрал тот ноутбук. А ты хоть выяснил, на кого он работал? Конечно. Крейсер Мед. Я знал. Вот знал я. Они ведь наши самые главные конкуренты на получение госзаказа. Надеюсь, это того стоило. Макс. Макс. Я хорошо знаю, как ты к этому относишься. Иногда приходится стрелять на поражение. Я в него не стрелял. Там был кто-то еще, я его не видел. Может быть, хотели убить меня, но промахнулись, а? Может быть… Ну, тогда это надо выяснить, кто это был. Ты сделаешь? Не сомневайся. Ну, вот, я оказалась права. Беременность — одиннадцать недель. Ты что, не рада? Рада? Конечно, рада, Катя. Ну, я не понимаю. Ты же знаешь, это… Это невозможно. Ну, чудеса случаются. Особенно, когда есть любовь, то возможно все. Вот, даже забеременеть. Когда тебе десятки врачей ставили диагноз бесплодие. Ну что? Ну вот. Ну что, получилось? Юра, ты забыл о моем послужном списке. Да нет, помню. Служил, не был, не привлекался. Все чисто у твоего Остапенко. Правда, он урожденный Гринчук. Поменял фамилию после женитьбы на Остапенко Татьяне Назаровне. Родственники — мать Гринчук Елена Геннадьевна, сестра Гринчук Галина Анатольевна и брат Гринчук Максим Анатольевич. Проживают в столице. Адреса нужны? Да нет. Адреса я знаю. Любимый? Прости, что отвлекаю, но у меня очень важные новости. Да, у меня тоже. Максим нашел нового. О, слава Богу. Слушай, а тебе не кажется, что важные производственные секреты нуждаются в лучшей защите? Вообще удивительно, что ты хранишь черную бухгалтерию в ноутбуке. Дело не в бухгалтерии. Ты от меня что-то скрываешь? Просто здесь одно письмо, которое я не удалил. Так надо было. Я бы не хотел, чтобы он стал достоянием общественности. Скелеты в шкафу. Но ты же понимаешь, что я должна знать о всех потенциальных проблемах. Только тогда я смогу быть тебе полезной. Это было сто лет тому назад. Мой бизнес поднялся на чужом исследовании. А это исследование я не купил. Я его добыл незаконным путем. А после этого автор этого исследования погиб. Автор, он был какая-то знаменитость? Нет, нет. Это муж Елены, Анатолий. Но все хвосты почищены и доказать ничего невозможно. Но все же ты очень нервничал из-за этого письма. Да, я не хотел, чтобы это письмо увидел Максим. Потому что он сильно любил своего отца и мог бы поверить в это все без доказательств. Тогда почему ты поручил искать ноутбук именно ему? Потому что больше всего я доверяю Максиму. Так было и будет всегда. Но ты ведь украл изобретение его отца. Я его отец. Это давняя история, в общем, классический любовный треугольник. Анатолий любил Лену, Лена любила меня, а я, а я не любил никого. Но послушался своих родителей. Они ведь хотели для своего мальчика самое лучшее. Богатая невеста, девочка из хорошей семьи, Лиза. Безмозглая курица, помешанная на деньгах. С тех пор я на дух не переношу тупых истеричных баб. Ну а потом я узнал, что Лена вышла замуж за Анатолия, родила. Но мне было это все равно. С Лизой у нас все было ужасно. Появился Ромка. Моя любовь и моя слабость. Тсс, не спугни. Олень или кабан. На звук целься. Ромка! 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 Помогите! Ромка! После этого у нас с Лизой вообще все посыпалось. Жизнь казалась просто каким-то бессмысленным адом. И вот по делам работы я как-то оказался в городе своей молодости. И случайно встретил Максима. Я как только его увидел, у меня прямо в сердце что-то кольнуло. Мой. Мой, точно. Мой. И после трагедии с Анатолием я забрал его к себе. И что, он сразу согласился с тобой поехать? У него были кое-какие проблемы, и я помог ему их решить. Только не решился сказать ему главное. О том, что бросила его мать беременную. И женился на другой. А Елена? А что Елена? Елена хотела быть со своим ребенком. Я не возражал. Придумал как раз для своей семьи легенду о ней. Что она моя сестра по линии отца. Будто бы у отца с любовницей был ребенок. И Елена, это дитя. Видела бы ты лицо моей матери. Она ведь всю жизнь считала свой брак образцовым. Гордилась им, всем рассказывала, и тут такой удар. Жестоко. Выглядит как месть. А это месть. Месть! Я мстил ей. Мстил за те все года, которые провел с этой Лизой. За трагедию, которая случилась с Ромой. За все то, что я пережил. Если бы тогда они с отцом меня не женили на этой Лизе, ничего бы этого не произошло. А теперь у меня есть все, что надо для счастья. Да? Компания. Максим, любимая женщина. Ты так его любишь? Больше всех на свете. А тебе не больно, что он не называет тебя отец? Нет. Наоборот. Законный ребенок, сын Михаила Володенко. Это же какой рычаг давления от моих конкурентов и врагов. Мне ведь не нужно тебе говорить, что этот разговор должен остаться между нами. Ты можешь мне полностью доверять. Абсолютно. Как Максиму. Да. Алло. Женя, ты где? Я внизу, под подъездом. Что? Я не могу выйти. Я не могу и тебе лучше уйти. Правда, так, так будет лучше. Спустись, пожалуйста. Хорошо. Хорошо, я сейчас выйду. Настя, объясни, что происходит. Прости. Тебе лучше уйти. Так будет лучше. Я никуда не уйду, пока ты не объяснишь. Я не могу. Я должна молчать. Ты вышла замуж. Прости меня, у меня не было другого выхода. Выборы есть всегда. Зачем ты мне вообще голову морочила? Я тебе сказал не общаться. Слышишь, алло! Эй! Домой, домой! 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 Пусти меня! Хватит контролировать каждый мой шаг. Ты оправдала мою доверие. Теперь будешь дышать по моей команде. Я тебе сказал не встречаться с ним. Я тебе сказал не звонить ему. Сказал не снимать труп. Ай! 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 Ну чё? Давай! Закончи то, что начала! Нет! Знаешь… Ай! Ой-ой-ой-ой! А ведь, ну а так всё и начинается. Человек теряет контроль. Эмоцы берут вверх, а даже не понимаешь, в какую секунду ты стал убийцей. Ай! Ай! По пускам! Т проще! Самоеarn Noel! Троихadım! Что дальше? Что дальше? Ага! Ага! Вот… В Accørт-классritt! Продолжение следует... 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 Ну не будь ты таким зверем. Я тебя умоляю. Маше срочно нужна моя помощь. Там меня все ждут. До сих пор страдаешь о своем женихе? Не надо. Он мерзкий тип. Там неком страдать. Ты не можешь диктовать мне, что думать, что помнить и кого любить. Скоро все это закончится, и я выйду замуж за Женю. Значит так. Ты будешь жить так, как я тебе скажу. Думать о том, о ком я скажу. И любить того, кого я скажу. Какого черта, придурок? Права купил, значит все можно, а? Ты что, Сапляк, совсем охренел? Я в тебя чуть не вписался. Ты хоть знаешь, сколько стоит моя тачка, а? Держи дистанцию. Ты что, перега попутал? Все хорошо? Твоей жизнью теперь управляю я. Это, между прочим, было не мое решение. Ну вот и прекрасно. Да, и обо всех изменениях с поставками прошу держать меня лично в курсе. Все ясно. Когда говоришь? Да. Всего доброго. Всего доброго. Валера! Да, Михаил Романович. Ты не видел Эдиту? Что-то она телефон не берет. А Эдита Яновна куда-то уехала. Странно. Меня она не предупреждала. Вот что, выясни, куда именно она уехала. Давай. Понял, сделаю. Лиза, не балуйся. Никогда бы не согласилась на Сашину ковру. Лиза! Он так хотел сына. А что теперь? Ребенок целый день на муне. А у него работа. Я просто загибаюсь. Я больше так не могу. Ой, Лен. Слушай, хватит ныть. Ты думаешь, только у тебя проблемы? Вот мы утром с Лёшей снова поругались. Теперь он говорит, что будет подавать мне развод. Представляешь? Да ты что? Да. Оказывается, мы зря сделали, что родили Лизочку. Не говори. Все будет хорошо. Надеюсь. Алло, Кать? Да, я подумала. Я буду делать саппорт. Я буду делать саппорт. Привет. Привет. Ты можешь отказаться, я пойму. Это расследование изначально было опасным, а теперь у них еще и твоя сестра. Спасибо. Мы вытащим твою сестру, а потом возьмем за горло Володенко. Ну, с ним-то мне все ясно. Но вместе с Володенко сядет и его решало. Ты готова посадить родного брата? А мама, сестра, они живут у него в доме, они могут быть как соучастниками, так и жертвами. Я давно сделал свой выбор. Я готов ко всему. Ты же не собирался везти меня в клинику. Почему передумал? Ты, кажется, торопилась, нет? Не хочешь, можем поехать обратно. Спасибо. Надо срочно сделать анализы. Как только будут готовы результаты, дадите мне знать. У нас очередь в лаборатории. Быстро может и не получиться. А что у Анастасии Андрея? Ее? А это что у нас? Личная охрана? Муж, что ты такое придумала? Эдита, какой аборт? Я взвесила все за и против. Сколько было пройдено консультаций, осмотров, сделано анализы, и результат всегда в твоем случае был один и тот же. Ты бесплодна. Да ребенок для тебя это чудо. Тут радоваться надо. А ты... Я вначале обрадовалась, но потом пришлось вернуться к реальности. Я всегда думала только о карьере. Я не планировала семью. И потом, я не уверена, что отцу ребенка это нужно. В твоем случае, второго шанса не будет. И что, неужели такая проблема, растить ребенка одной? Катя, все слишком сложно. Я не хочу лезть с непрошенными советами. Но я должна сказать не как подруга, а как врач, что тебе нужно очень и очень подумать. Так все. Эти разговоры меня нервируют. Если ты не готова мне помочь, я найду другого гинеколога. я обязана была тебе сказать. Когда все можно будет сделать? Сегодня уже поздно. Завтра приходи с утра. Ничего не ешь. И будь в боевом настроении. Раз уж ты решила, то нужно держаться. Ну и в конце концов, все, что не делается, делается к лучшему. Да? К лучшему. Настенька. Здрасте. Поздравляю, поздравляю. Спасибо. Предназа для нас всех, это было большим сюрпризом. Подумай только, столько лет вместе работаем, а ведь никто и не подозревал, что у Настеньки есть жених. Ты нас познакомишь? Да, конечно. Виталий Павлович, это мой муж Максим. Очень рад. Ну что ж, Максим, вы отхватили настоящее сокровище. Дело в том, что Настенька у нас не только замечательный человек, но еще и высококлассный профессионал. Пойдем, мне кажется, тебя кто-то ждет. Простите, мне нужно к пациенту, извините. Да, вы только берегите ее, Максим, берегите! Настасья Андреевна, так хорошо, что вы приехали. Машеньке все хуже, никто не говорит, почему? Мы разберемся. Подождите, пожалуйста, в коридоре, я должна переговорить с моим коллегой и осмотреть ее. Извините, что прервали ваш медовый месяц. Вам очень повезло, что она не только врач от Бога, но и чудесный человек. Ради Машеньки примчалась. А Маша, я никто, очередная пациентка. Странная реакция организма. Никогда раньше такого не видел. я и без термометра это вижу. Ты как это допустил? Вообще-то, это ты виновата, Стрелецкая. Я? А кто? Оставила ребенка в таком тяжелом состоянии. Машенька, тебе температура высокая, но мы тебя обследуем. Все будет хорошо, я тебе обещаю. Машенька у нас единственный ребенок, очень долгожданный и желанный. Такую операцию мы пережили сложнейшую, а теперь опять с ней что-то не так. Если я ее подчеряю, я не знаю, как буду жить дальше. Сложное состояние. Нам нужно будет повторно ее прооперировать. Как же так? Анастасия Андреевна, вы же говорили, что все будет хорошо. После операции бывают осложнения. Пожалуйста, доверьтесь мне. это надолго. Готовьте операционную, зовите, Лидия Белова будет не ассистировать. Настя, удачи. Извините, сколько будет длиться операция? Не меньше трех часов. Настя, а что это за история со свадьбой? И кто этот тип вообще? А ты не знаешь? О чем? Мы с Юрой чуть с ума не сошли. Мы думали, что тебя украли. Это все из-за этого вызова, да? А если бы я знала, чем это обернется? А ты правда ничего не знала? О чем? Ты уехала, пропала, а потом выяснилось, что ты вышла замуж. Это абсурд какой-то. Я тебе потом все расскажу. Это долгая история. Ладно. Ты уже знаешь, что с Женей случилось. Его прооперировали. У него был нос сломан. Тебе что, даже не интересно, как это случилось? На улице с кем-то подрался. Это случайно не дело рук твоего Макса? Извини, но я не понимаю. Еще несколько дней назад ты была с Женей. Разве можно так быстро одного разлюбить и за другого замуж выйти? Макс, ну так пугать нельзя. Что делаешь? Я? Признаться честно, прячусь от Регины Львовны. Боюсь, что она начнет напрягать меня очередным каким-нибудь черепитьем, которое ни в коем случае нельзя пропускать. Ну, а потом вынесет мне мозг. А ты что, кого ищешь? Тебя. Надо нарыть информацию на одного человека. Ага. Ага. Проходи. Рядом. Спасибо, что нашел для меня время. Конечно. Садись. Ты знаешь, что ты единственный в этом доме, кому я могу доверить тайну. И кто ничего не скажет Максиму. ты ведь ему ничего не скажешь. Да? Конечно. Я никому ничего не скажу. Что случилось? Речь о Гале. Что с Галей? В последнее время она очень изменилась. Стала такой нервной, скрытной. Слова из нее не выдавишь. Не знаю, может быть, влюбилась, с кем-то встречается. А может быть, наоборот, рассталась. Мне ничего не говорят. Да? Лен, ну, девочке в подростковом возрасте свойственно отдаляться от родителей. Скрывать свои отношения, если они есть. Да и мальчикам тоже. Ты же ее иногда подвозил до гимназии. Да. Вот. А ты, может быть, случайно видел ее с кем-то? С одноклассниками. С одноклассниками? Конечно. А ты мог бы как-то узнать очень аккуратно, с кем из них она встречается? Лен, я... не уверен, что у меня получится. Как? Я попробую. Хорошо? Да. Да, я попробую что-то выяснить. Богдан, спасибо. Конечно. Спасибо. Я знала, что я всегда могу на тебя положиться. Да, мы ведь семья. Только никому. Конечно. Никому. Макс, не думал, что ты сегодня заедешь. Как же медовый месяц. Миша сказал, что ты нашел ноутбук. Молодец. Настоящий профи. А ты где был сегодня, во второй половине дня? На фабрике. Весь день? Отлучался. По специальному поручению Михаила. Чё за поручение? Кто был с тобой? Не знаю. Обычный рабочий момент. Один. Это можно проверить. Макс, а в чём дело? Ни в чём. Папа. Юлька. А ну, лови меня. Э, давай. Ты моя ласточка. А ещё мне, знаешь что, что мама меня сводила сегодня на аттракционы. Ого, знаешь, там так круто. А ещё мне мама там купила новую, крутизную куклу. Она в доме. Куклу? Да. Ух ты, покажешь? Я тебе её покажу. Обязательно. Обязательно. А ещё мама мне купила мороженое. Мороженое. Только мама не разрешает мне его съесть сейчас. Только утром завтра. А я тебе разрешаю. Идём, найдём. Ура, идём. Самое укромное местечко и не найдёмся там, мороженое. Давай. Да. Да, Валера, слушаю. Угу. Что? Эдита ходила в женскую консультацию. А что она там делала? Что? Ну, так выясни. Я тебя зачем к ней поставил? Да. Я тебе... Давай. Изворачивайся как угодно. Ну, узнай, что она там забыла. Давай. Проходи. О чём ты хотел поговорить? Да я всё думаю о сложившейся ситуации. Антону помогал кто-то из наших. Ты кого-то подозреваешь? Да. Того, кто всем руководит на фабрике и без чего ведомо там ничто не происходит. Богдана. Ну, почему тип на крыше убил Фролова, так сказать, своего партнёра по бизнесу? Потому что боялся, что тот расколется и сольёт, кому сдал ноутбук. А почему меня оставил в живых? Ну, может, этот неизвестный помогал тебе? А почему убежал? Он боялся со мной встретиться, потому что знал, что я его узнаю. Ну, это никак не доказывает причастность Богдана к этому делу. Богдан в последнее время очень нервный. Как будто чего-то боится. Какие поручения он выполнял днём? Макс, ты во всём видишь заговоры. А насчёт Богдана зря беспокоишься. тогда он принимал левое сырьё. А тебе не сказал, потому что я просил на эту тему не распространяться. Ну, хорошо. А что с перестрелкой? Я уверен, что в тебя не пыльнули, потому что побоялись. Не хотели вступать в открытое противостояние со мной. Ведь всё знает, как ты мне дорог. и понимает, случись бы что, я бы никого не пощадил. Я бы всё равно так не доверял Богдану. Надо быть осторожнее. Что случилось? Опять поругалась с малой? Ты же не делаешь никому ничего плохого. Что это за вопрос? Макс злится на тебя. Он тебя в чём-то подозревает. Я услышала, когда проходил мимо кабинета дяди Миши. Спасибо, солнышко. Спасибо, что предупредил, но никогда так больше не делай, да? Что у тебя не так с Максимом? Почему он так о тебе говорит? Понятия не имею. Ну, я тебе обещаю. Я обещаю, я всё выясню и со всем разберусь. Да? Не волнуйся. Я так устала. И эти ложные схватки, это так больно. Ещё и мать покоя не даёт. Хочет знать, кто отец ребёнка. Ты ведь молчишь? Конечно, молчи. Но она... Она ведь не отстанет от меня. Успокойся. Успокойся. Мы скоро уедем. Помнишь? Как Машенька? Опасность миновала. Анастасия Андреевна, спасибо вам. А можно я хоть на неё посмотрю? Можно, только недолго, ей нужно покоить. Спасибо. Ну что, звезда, поздравляю с очередным успехом. Спасибо. Только если бы мне этот бездарь Ярослав, операцию бы вообще не пришлось делать. Это... Добрый вечер. Ты закончила? Да. Как прошло? Хорошо. Поехали домой. Я должна быть здесь всю ночь. Должна наблюдать за ней. Как она себя чувствует? Спит ещё, не отошла от наркоза. Значит, у тебя есть время? Поехали. Пожалуйста. Вообще-то могли бы поесть у нас в кафе. Мне надоели любопытные взгляды твоих коллег. Я к ним привыкла. В больнице ко мне по-разному относятся. Кто-то завидует из-за успехов. Кто-то назойливо пытается подружиться. Кто-то вообще делает вид, что не замечает. Довольно там работаешь? Сразу после интернатуры. Ко всем своим пациентам относишься как к родственникам. Я же шла спасать жизни. Максим Анатольевич, ваш кофе. Спасибо. Приборы заберите. Почему решил стать врачом? Мы попали в аварию. Мама погибла сразу, папа умер в больнице. Не потому, что не успели, а потому, что врачи допустили ошибку. Тогда я точно поняла, кем стану. Ну, а ты? С детства мечтал стать космонавтом? Макс! Макс, мы тебя всюду обыскались. Мама места себе не находит. Я не вернусь домой. Она запретила мне взять Рекса. Это Рекс? А слабый что? Поранился. А я забинтовал. Но он все равно хромает. А мама сказала, выкинь его. Еще собаки нам не хватало. Хромает, говоришь? Это плохо. А знаешь что? Бери его и пойдем домой. А мама? А маму я уговорю. Ну, даешь пропажи. В общем, я спас жизнь Рексу. Он прожил после этого очень долго. Почти 12 лет. Я решил, что я очень хочу стать ветеринарным врачом. Почему? Передумал? Пора. Отвези меня в клинику, пожалуйста. Настя. Если ты думаешь, что ты сможешь там прятаться вечно, ты ошибаешься. Тебе придется приехать ко мне в квартиру и остаться со мной наедине. Она вышла из наркоза, а сейчас спит. Жизненные показатели в норме. Температура упала. Это хороший знак. Иди, я посижу с ней. Иди, я посижу. Иди, я посижу. Прости меня. Единственное, что нам неизвестно, это имя предателя. Ничего. Зато вычислили заказчика. Крейцермет. А завтра я встречусь с владельцем, поговорю и, по сути, у нас все под контролем. Вот так. А я закроюсь. Уверен? В этом я уверен. Мат. Точно, Мат. Ух ты. А я ведь никому, слышишь? Я никому не позволяю обыгрывать себя. Кроме тебя. А ты не позволял. Просто не просчитал все ходы. Да нет, я просто счастлив, что у меня такой умелый игрок. Ладно, рассказывай, как собираешься вычислить предателя. Поеду на фабрику, поговорю с ребятами, а там можно будет смотреть, какие ходы дальше предпринимать. Ну, спокойной ночи, дядя. Спокойной. Эй, как там Настюнька наша, а? Что-то я давно не видел, эту очаровательную новобрачную. Она в клинике с пациентом. И что, без сюрпризов? Без сюрпризов. Как-то на нее не похоже. Я оставил с ней Сашу. Он проследит. Вот что, Макс, ты чересчур ей доверяешь. Спокойной ночи, дядя. А где Галь? А она что, уже на занятиях? Галя позавтракала у себя в комнате. Она на занятия все еще не ходит. Интересно, сколько она будет прогуливать? Можно я тоже в сад не пойду, как Галя? Нет. Нельзя. Мам, ну что такого страшного произойдет, если ребенок один день не пойдет в садик? Детей распускать нельзя. На голову сядут. Когда ты была маленькой, я не делала тебе никаких поблажек. Я это помню. Мамочка, так можно и идти. Давай найдем с тобой компромисс. Ты пойдешь в садик, но как только я тебя заберу, мы сразу отправимся в развлекательный центр. Договорились. Ура! Спасибо. Давай, письмо, письмо. Миша, доброе утро. Доброе утро. Можно минутку? Да, в чем дело? Максиму. Вчера стал расспрашивать, где и с кем я провел второе половину дня. Пришлось выкручиваться. Я ведь не мог ему напрямую сказать, что занимался товаром 52. Наверное, вышло какое-то недоразумение. Да нет, что ты. Ты все сделал правильно. Все нормально. Просто он сейчас взбудражен этой историей с ноутбуком и везде ищет предателей. Ну, я-то знаю, что на тебя можно положиться, да? Да. А где он сейчас? Эээ, наверное, должен быть на фабрике. Тогда я туда. До встречи. Пока. Проблема с ноутом решена. Всем спасибо за работу. По хищению ноутбука замешан кто-то из наших. Если кто-то что-то знает, самое время сказать. Жаль. Значит, придется работать в атмосфере взаимного недоверия. Мужики, среди нас крыса. Если что-то пойдет не так, он сдаст нас всех. Да, я тоже об этом Макс подумал. Не мог Антон сработать в одиночку. Что есть в подозрениях, кто мог ему помочь? Может, стоит кому-то присмотреться повнимательнее? Да нет, конкретных подозреваемых нет. Пока. Ты главное помнишь, что я всегда готов тебе помочь. Я помню. Добрый день. Что-то посоветуйте? Неужели вы думали, Вадим Германович, что я не узнаю про вашу тухлую попытку нарыть на меня компромат? Зачем мне это? У меня на ферме так все хорошо. Врать человеку, который знает правду, глупая затея. Я выяснил, что это по вашему поручению, у меня украли ноутбук. Какой ноутбук? О чем он вообще? Ваш человек уже никому ничего не скажет. Но нам удалось выбить из него признание. Он успел признаться, на кого работает. Так что отпираться бесполезно. Я предупреждаю еще раз. На меня попрете и вам всем крышка. Михаил Романович, давайте сделаем вид, что ничего не было. Я готов выполнить любое ваше условие. Требование очень простое. Всего лишь отказаться от участия в тендрином воззаказа. Хорошо. Как скажете. Прекрасно. Да. И советую заказать пасту. Здесь ее отменно готовят. Рад, что мы с вами так быстро договорились. Ах, да. Я сказал ему все так, как вы просили. Он купился. Поиски Антона Сычева прекращать нельзя. Мы недавно были у его жены. Дома он не появлялся. Она толком ничего объяснить не может. Сильно напугана. Что вы так вцепились в этого Сычева? Может, они с женой поругались. Он и уехал. А ей просто говорить об этом не хочется или стыдно. Подождите, но это же нелогично. Так, погодите, Стрелецкий, Остапенко. Я не понял. У вас что, мало работы? Тогда сейчас подкину. Вот, очередной труп от передозировки. Ну, кто поставляет наркотики детям на улицах? Так и неизвестно. А это, вот, очередная кража. Раритетных книг в музее. Уже вторая за месяц. Хотите еще? Работы валом. А вы занимаетесь непонятно чем. Давайте уже. Дритесь за дело, иначе мне придется искать себе нового старшего следователя. Разрешите идти? Разрешаю. Мои продолжают рыть по делу Сычева. Продолжают его поиски. Хотя, заявлений уже нет. Ну да. Но ты же их начальник. Почему ты не можешь их остановить? Именно это я и делаю. Но я тоже не могу показывать чрезмерного интереса. Возникнут вопросы. Не переживай. Чтобы твои орлы не искали, они ничего не найдут. Да. В этом я уверен. Погоди. Ну все. Давай пока. Ты Эдиту не видела, Лариса? Нет. Не видела. Странно. Обычно в это время она на месте. Да. Спасибо. Так. И где тебя так долго носило, а? Следил за Эдитой Яновной. Как вы и сказали, выяснял все детали. Ну что, выяснил? Помните, я говорил, что она была в женской консультации? Так вот, я выяснил, зачем. Дело в том, что Эдита Яновна... Что? Больна? Беременна она. Что? Так. Где она? Почему эта до сих пор здесь? Была четкая инструкция, сжать эти препараты сразу на склад. Просто не успели после ночи. Да ты что страшного? Что страшного? Я тебя сейчас в темпе. Да. Поздравляю, Боди. Ты красиво профукал ноут. Я сделал, что мог. И не допустил, чтобы всплыла лишняя информация. Будь ты порасторопнее, заботиться было бы не о чем. Но ничего. Я дам тебе еще один шанс. Я не могу. Володенка сразу догадается, кто его сдал. Я знаю, что ты убийца. Либо сядешь ты, либо Михаил выбирай. Что надо сделать? Труп Антона Сычева должна найти полицию. Давайте начнем. Сейчас я вам сделаю укол анестезии и попрошу вас посчитать до десяти. Да стойте, я же говорю, сюда нельзя. Вам сюда нельзя. Вы меня слышите? Я сейчас вызову охрану. Дайте мне пять минут. Сегодня заходила к Маше, она отлично себя чувствует. Бодренькая такая. Ну и все. Теперь можешь спокойно возвращаться в свое семейное гнездо. Послушай, Настя, я же не слепая, а с тобой что-то не так. Может, расскажешь? Может, я чем-то помогу? Спасибо. Все в порядке, правда. Тем более, что... А это Ирина Игнатьевна. Моя любимая учительница. А я лучшая в классе. Правда, на выси не ставят оценки. Но Ирина Игнатьевна говорит, что я буду отличницей. Почему оценок не ставят? Она в программе отменили. Если б ты, Женечка, чаще дома бывал, ты б не задавал таких вопросов. Скоро день профессии в школе. Ты придешь. Я хочу, чтобы ты рассказал, как это быть доктором. Милая, папе сейчас не до того, видишь, что он болеет. Папе? Что? Настя. Сейчас. Настя. Может, воды? Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Двадцать лет, дочери семь. У жены есть инстаграмчик. Вот. Завален ванильными семейными фоточками. Смотри. Вот. Дату видишь? Здоровье и счастье присутствуют. Семья живет в Александровке. Он работает по контракту тут. Года три. Но про супружеский долг не забывает. Гоняет на выходные. Да. Ты, наверное, пробил телефончик жены. Обижаешь? Так. Нет. А! Вот. Слушай, ну ты молодец. Ты самый полезный родственник в этом доме. Ольга. Кабринская. Это из клиники Володенко вас беспокоит. Боюсь, вам придется приехать к нам. С вашим мужем произошел несчастный случай. Прости. Все хорошо. Давай уйдем отсюда. Выйдите все, пожалуйста. Останьте нас сидит и на дине. Девочки, пойдем кофе выпьем. Как ты могла, а? Скажи, как ты могла? А это что? Это наше прикрытие. Если Павуляк сейчас сюда зайдет, мы с тобой обсуждаем заявление депутата Скобичева об его угнанном Лексусе. У нас и такое есть. А что там эта жена Сычева? Ты был у нее? Был дохлый номер. С чего? Она не хочет подавать заявление. Она вообще на грани нервного срыва. Руки дрожат, в словах путается. Боится. Да не просто боится, там паника. У нее даже случайно вырвалось, мол, Антона уже не вернешь. Конечно, ее можно понять, она жить хочет. А нам, похоже, надо труп искать. Да. Там к Юрию Андреевичу дама. Срочно и по личному делу. Срочно? Нет, ты мне скажи, какого черта ты принимаешь такое решение самостоятельно? Миша, ну у тебя и так много проблем. И тут еще я со своей беременностью. Что? Не понял? Мой ребенок это проблема? Нет, не передергивай. Ну вообще, что я должна была думать после того разговора? Это, это ты из-за Лены и Максима? Да прекрати! Я сам давно стал воспринимать Лену как сестру, а Макс, а что Макс? Он ведь никогда не узнает, что он мой сын. Я же вижу, как ты к нему относишься. Милая, солнышко, ты понимаешь, что этот ребенок будет единственным человеком на земле, который будет называть меня папой? Правда, хочешь? Это самая замечательная новость за последнее время. Мужчину, ну все, все-все-все, все-все-все-все. Все, прекрати, 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 все. Давай идем домой. Все, где твои вещики, пока сбыли. Ну все, поставлю. Не поставлю… Сейчас надо домой заехать, переодеться на работу. Нет, никакой работы… Ты даешь мне выходной? Я даю выходной нам. Будем бездельничать вместе, да? Если честно, даже не ожидал тебя здесь увидеть. Да я и сама не ожидала. Чай, кофе? Спасибо. Воды. Воды? Что случилось? В общем, я с Настей виделась. Где? В клинике. Она все-таки вышла на работу. Да, она вроде в отпуске. Приезжала на срочную операцию. Измученная такая. Я бы даже сказала, несчастная. Понятно. А что это? Женя ее? Что говорит? Она с ней виделась? Да Женя только стонет. Ему нос сломали. Вок. Лежит у нас в клинике, лечится. Я даже не сомневаюсь, что этот бандюк его так отметилил. Молодой жен? А кто же еще? Но это не самое ужасное. Оказывается, Женя давно и благополучно женат. И у него семилетняя ночь. Он женат? Да. Так, погоди. Это, получается, Настя узнала и потому… Точно нет. Сегодня его семья приходила. И Настя их увидела. Она была в таком шоке… Ну, не урод, а… Я тоже так думаю. Лид, я… Попрошу тебя, когда Настя в следующий раз будет в клинике, ты расспроси ее аккуратненько, почему это произошло, где, как… Любая деталь может быть важна. Угу. Хорошо. И звони мне в любое время. Я не понимаю, как я могла так вляться, как школьница. Я же ему доверяла, мне в голову не могло прийти. Это ж надо так врать. Еще его жена – несчастная женщина. Я же тоже думала, что мы поженимся. Димур. Настя. Настя, ты не идиотка ты. Просто обычный человек. Так многие себя ведут. Ну, просто видят в людях не тех, кем они являются на самом деле, а тех, кем они хотят казаться. Ну, что, не так, что ли? Ну, вроде приличный, хороший, хорошо зарабатывает. А на самом деле… Зачем копать глубже, правда? Замолчи. Ну, чего? Лид, ты если в клинику, я могу тебя подбросить, я-то как раз туда. Подлечиться у нас решил? Да нет, я к Жене. Пытаюсь его разговаривать. Моя смена уже закончилась, мне ее в другую сторону. Ты только больше не ломай ему ничего, а то меня на смену вызовут не очередь. Ну, честная майорская, я буду калечить людей только на твоей смене. Удачи тебе. До встречи. Сто лет так просто не гулял. Я тоже. Вечно мчимся куда-то, бежим, летим. Ну да, это правда, надо притормаживать. Все, я обещаю тебе регулярно, тебя так выгуливать. В шесть утра вокруг усадьбы, да? Да. Ну, а когда пойдут дожди осенью, переместимся на сардину. Ну, заманчиво. Ничего, ничего. Я вижу, как ты устала и тебе надо отдохнуть. Все, с сегодняшнего дня официально я отпускаю тебя в декретный отпуск. Миша, перестань. Ты же знаешь, я не могу без дела. Что я буду делать там в своем цветнике, а? Ничего. Раз уж ты переезжаешь ко мне, надо как-то уже самой обустраиваться. Может, все-таки поживем отдельно? Зачем их дразнить? Несколько хозяек в одном доме никогда не уживаются. Послушай, все будет хорошо, я тебе обещаю. Правда. Обещаешь, да? Обещаю, верь мне. Ты знаешь, я знаю, как тебя немного порадовать. Да? Пойдем, пойдем, пойдем. Тортик. Как ты любишь. Птичье молоко. Так, свеженький. Держи. Спасибо. Сок. Солнышко, полосни, пожалуйста, чашечку папе попить. Я не хочу сок, я кофе хочу. А тебе сейчас нельзя кофе. Держи. Держи. Бананы. Лизинка. Не помешаю? Семейные дели. У меня сейчас не до посетителей. Да и ненадолго. А вы вообще кто? Полиция. Приходите, пожалуйста, через пару дней. Ему сейчас дышать тяжело. Не то, что говорить. Да я же говорю, я ненадолго. Мне нужны ваши показания. Какие показания? Что вас избил Максим Гринчук? Так, а это был не он. Дурака не валяйте. На меня напали. Я не знаю, кто это был. Ну, хорошо. Раз уж настолько страшно. Жень, давай без протокола. За что тебя разукрасил Гринчук? Это был не Гринчук. Ясно? Ты пойми. Мне сестру спасти нужно. И мне нужны зацепки по Гринчуку. Я тут при чем? Ах ты, ну, при чем это? Так, прекратите. Я сейчас охрану позову. Ну, вроде же нормальный чувак. А присмотреться, гнилой ходок. Трус и мразь. Если бы не Настя, я с тобой на одном поле с... Разговаривать не стал бы, зятек. Жень, а что за Настя? Почему зятек? Смотри, смотри. Витя, это реально про тебя. Давай скину тебя. Да куда? На этот орехоколшин? Тю, ну ты мамонт. Когда себе нормальный смартфон уже купишь? Да слушай, не понимаешь ты ничего. Он по трое суток заряд держит. И не глючит. И отследить этот телефон почти невозможно. Почти. Но прослушать сложнее, факт. Да. Добрый день, Богдан Владимирович. Виделись. Кстати, мужики, утром флешку потерял. Наверное, из кармана вывалялась. Вы не видели здесь? Вроде не было. Не находили на территории? Нет. В траву где куда-то, да. Нет там? Пока не видим. Ну ладно, я еще дома посмотрю. Чё дело, блин? Да ладно, он всегда такой. Ой, всю ночь не спала, суставы болят. Я врачам говорю, артрит у меня. Ничего не прописывают. Одни шарлатаны кругом. Мама, у Миши прекрасная клиника. А толку-то? Диагноз поставить не могут. О, не дави. Я не давлю. Богдан? А как это так? Средь бела дня ты дома? Тебе не угодишь. Нет дома. Плохо. Есть дома снова недовольна? Я не сказала, что я недовольна. Приехал пообедать. Ну что ты сразу пилить? Покорми мужа. Хорошо сейчас. Легина Львовна, вы мудрая женщина. Михаил дома? Ой, какой я там на работе. Ладно, я ополоснусь. Разогрею что-нибудь по-быстрему. А ты куда? На кухню. Ну, конечно. Муж в дом, мать по боку. Ой, никому до меня нет дела. Богдан. Лена. Подожди, скажи мне, что там с Галей? А что с Галей? Ну, ты узнал, с кем она встречается? А, нет. Не успел. На фабрике дурдом, но как только разгребусь, обязательно выясню. Понятно. Я надеялась. Ну, я пообещал. Значит сделаю. Хорошо. Да. Как договаривались. Мам, о чем это вы? Спрячься. Давай. Ну, я есть хочу. Ну, я принесу. Давай. Мам. Ну, давайте я распишусь. Ну, чего вы? Нет. Вы не Елена Гринчук. Сами сказали. Ну и что? Это что такое? Доставка? Послушайте, я просила оператора, чтобы курьер вызвал меня на улицу. У меня не указано. Сервис. Дарина, поди отнеси Гале обед в комнату. Она плохо себя чувствует. Хорошо. Хорошо. Что это? Это тебе привезли? Это для благотворительного бала. Мы с Галей принимаем участие. Ах, на благотворительный бал она может пойти, а на занятия нет. Позволите. Ну, и долго ты еще будешь рыдать? А что? Ну, я устал на тебя такую смотреть. Ну, не смотри, едь куда тебе надо. Только сначала отвези меня в клинику. По жениху соскучилась? Ты циник. Извини. Поехали домой. Я лучше здесь посижу. Боишься? Боишься оставаться со мной вдвоем? Настя, ну, хочешь, мы можем переехать к Володенку. Но предупреждаю, дышать там будет не о чем. Я тоже заметила. Настя, я даю тебе выбор. Давай к Володенку. Только надо вещи собрать сначала. Соберем. Можем переезжать хоть каждый день. Да? Ну-ка вещи не разбирай. Я так и знала. Устал. Честное слово, устал. Меня просто выматывают эти походы по супермаркетам. А почему не сделать как в аэропорту? Бизнес-класс, эконом-класс. Чтобы не торчать в этих очередях. Боже мой, какая же ты у меня красивая. Ну что, нравится? Да, просто прелесть, спасибо. Только… Только что? Я ожидала, что ты мне купишь кольцо. Вот ты о чем. Видишь ли, мне для начала надо подготовить своих домашних. Ну, маму в первую очередь. Это для меня очень важно. Понимаю. Просто знаешь, это мой личный пунктик. Я не хочу, чтобы ребенок родился вне брака. Ну, я и не знал, что ты обращаешь внимание на такие формальности. Мои родители, они не были женаты. Когда папа ушел, все пошло наперекосяк. Я просто испытываю какой-то животный страх, что эта история может повториться. Ну-ну-ну, перестань, перестань. Тебе не о чем беспокоиться. Мы обязательно поженимся. Только не прямо сейчас. Хорошо? Я тебе верю. И правильное дело, что верю. Потому что жениться на тебе – это в моих интересах. Да? Да почему же? Потому что я хочу каждую ночь быть с тобой. И куда это мой такой красивый? Давай без этого. У меня дела. Молодые, длинноногие. Дела, да? Прекрати. Знаешь, не каждый может позволить себе столь увлекательное хобби – торчать дома с бокальчиком. Некоторые вы должны наработать. Я устала, Богдан. Ты кляк и отдохни. Багажник открыл? Нет-нет, я еще возьму с собой. Прошу вас. Езжай за ней. М-м-м. Тертый пирог, как в детстве. Вы гений. Спасибо. И за подарки спасибо. Только не стоило. Я все равно не могу их принять. Они такие дорогие. Ну почему? Это же для внука. Вася категорически против, чтобы Даня с вами общался. Вот мы и не общаемся. Елена Романовна, ну вот что я скажу Васе? Вот мы такие дорогие игрушки покупаем Дане максимум раз в год. На день рождения. Идея – отнеси в школу. Пусть Данечка играется ими с другими детками. Мне очень неудобно, но уже время. Дане должно вот-вот из школы прийти, а… Конечно. Я даже не знаю, как вас ему представить. Все-все, я иду. Я поняла. Таня. У меня для вас тоже подарок? Нет, я это не могу принять. Это тебе. На свадьбу. Пожалуйста, заберите. Я бы пропустила самые важные моменты в жизни моего сына Даня. Спасибо. Ты выходить будешь? Надя, слушай, так нельзя. Ну, в квартиру ты идти отказала. Вещи собирала я сам. Сейчас ты с машины не выходишь. Ты этого дома боишься? Тоже мне по местью вампиров. Слушай, ну, если говорить о вампирах, то это я тебя должен бояться. Ты же меня чуть не зарезала. Я теперь спать никогда не буду. Буду бояться, что ты приедешь меня во сне. Что-то это никого не удивит. Кто? Ну, ответь, если Лида. Можно? Я съезжу с ней на кофе. Она предлагает. Можно. Ей повлачешься. Спроси, куда я отвезу. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Особенно, если ждешь чего-то важного. Чего-то самого-самого важного в жизни. Гам! Мам! Ты опять? Ну, тебе не надоело маяться дурью, а? Великий блогер! Ну, чего ты опять злая? Ой, Регина решила выкурить нас из этого дома. Это не новость? Да, но на этот раз серьезно. Она мне угрожает. Я же ездила к Васе. Ты что? Да, ездила. Правда, не к нему, а к его жене. Ты знаешь, Таня, она такая милая. Вас надо будет обязательно познакомить. Ну, как-нибудь потом. Да. Если эта старая корга все расскажет Миша, нам мало не покажется. Может, лучше уехать самим от греха подальше? Тем более, тебе скоро рожать. Я никуда не уеду. Хочешь, уезжай сама. Успокойся. Да я спокойна. Я просто тебе говорю, что я останусь здесь с отцом моего ребенка. Мне очень бы хотелось увидеть отца твоего ребенка. Вообще не представляю, как вы умудряетесь общаться. Ну что, труп здесь уже больше трех дней. Точную дату смерти назову после экспертизы. Угу. Спасибо. Мы докажем, что этот труп делала Владенко и его банда. Настя у них. Явно используют их для чего-то. А потом, как с этим Сычевым? Юра, не успеет. У нас наконец-то появился реальный шанс их всех засадить. Я обещаю, мы спасем Настю. Я не понимаю. Не понимаю, как он мог на протяжении такого длительного времени вести двойную жизнь. Главное, так непринужденно и просто. Я не понимаю. Как после этого вообще можно кому-либо верить? Да перестань ты страдать из-за этого гада. Я, конечно, его не оправдываю, но ты сама вышла замуж, не объявляя войну. Да еще за кого? Ты же не сказала ему, что ты его бросаешь? У вас какая-то запутанная история с обеих сторон. Да. Не так уж я по нему страдаю. Не уверена даже, любила ли я Женю или нет. Но сам факт. Ну да. Не успела стать его невестой, как превратилась в бывшую любовницу. Паршивый статус. Перестань. Какой статус? Переступи и забудь. Стыдоба какая-то. Мужик или женщина такая страшная. Мамуля. Мишенька, наконец-то. А я тут тебя подкарауливаю. У меня такие новости. Все-все-все. Вот услышишь, упадешь. Все-все, нечисти. Ну, ты представляешь, Лена, сегодня… Так, все. Про твои дрязги с Леной я хочу слушать позже. А сейчас присядь. У меня новости, наверное, тоже важные. Что-то случилось? Нет. Все хорошо. В общем, Эдита беременна, и мы скоро поженимся. Миша, в твоем возрасте… Ты послушай свою старую мать. Тебе не надо жениться. И ребенок тебе этот не нужен. Так, ты меня все-таки не поняла. И вообще, я не прошу тебя ни благословения, ни советов. Да, а про мою старую мать… Напомни мне, когда я буду оплачивать счета за твои платья из интернет-магазина. Настя, ну я прям кожей чувствую, что ты что-то от меня скрываешь. Ну расскажи мне. Ты как после похорон, а не как после свадьбы. Это как-то связано с Володинкой? При чем он тут? Я же не из-за него замуж выходила. Не за него, но за его племянника. Я чувствую, что без Михаила Романовича здесь не обошлось. Да еще этот вызов. Это же он меня лично попросил. Ты свалила все в одну кучу. Нет, Настя. После вызова все завертелось. Я тебе так скажу. Радуйся, что ты туда не поехала. И давай больше не будем об этом. А он за тобой круглосуточно следит? Просто ждет. Мы сегодня переезжаем в дом семьи. Ну, попала птичка в золотую клетку. Чего? Наверное, пойду. Ждет же. Настя. Ты, если что, звони. Очень было рада тебя увидеть. Пока. Обычно, когда стучат, ждут разрешения. Или вы меня вышвыривать пришли? Леночка, прости. Я не хотела тебя пугать. У меня к тебе секретное дело. С вами все в порядке? Вы случайно не заболели, нет? Ну, если бы ты знала, о чем пойдет речь, ты бы иначе реагировала. Оригина Львовна, какие у нас с вами могут быть секретные дела? А речь пойдет о беременности. О ребенке. Который в этом доме точно никому не нужен. О господи, да что же это? Люся, кто-нибудь? Ой, Галочка, доченька. Как же так? Приподнимитесь. Как же так? Вот так. Аккуратненько. Лен, что-то с Галочкой? Хочешь коньячку? Я принесу, у меня есть. Все в порядке с Галочкой. Иди, несчастье. Пей сама свой коньячок. Ты тоже иди, я с ней побуду. Лен, возьми себя в руки. Истерикой делу не поможешь. Если Миша придет сюда с ней… С кем придет? Приди уже в себя. Посоветоваться надо. Миша с Эдитой. Эдита беременна. И Миша собирается на ней жениться. Как? Как? Очень скоро. Она войдет в наш дом, станет здесь хозяйкой. А с ее змеиным характером мы тут все с троим ходить будем. В общем, нам с собой нужно что-то придумать и действовать заодно. Заодно. Это вы во всем виноваты. Хорошо, что нашатырь не унесли. Вы вечно присмыкались перед этой мерзавкой. Сейчас. Мы во всем ее поддерживали. И что, теперь чем закончилось? Циц я сказала. Миша ни меня, ни тем более тебя слушать не станет. Нам нужно сообща воздействовать на Эдиту. Что вы имеете в виду? Нужно найти ее слабые места. Напугать. Уговорить, умаслить, заплатить. Да все что угодно. Лишь бы не было этого ребенка. Во всяком случае, в этом доме под фамилией Володенко. Володенко. Но, но он ее обожает, боготворит. Совершенно потерял от нее голову. Ты прокрути варианты, голубушка. Может, может, что-нибудь и надумаем? Эдита, солнышко, я соскучился. Ну да. Сообщил я маме, сказал и про свадьбу, и про ребенка. Ну почему? Это ведь большая радость для всех нас. Правда, правда. Ну, ну перестань, ну не иронизируй. Я, я честно… Да. Секунду, я тебе перезвоню. Хорошо? Вторая линия. Да, говорите, слушаю. Где нашли? В лесу? Миша, ты занят? Мне нужно с тобой поговорить. Войди. Я прибыл. Садись. Вечер добрый. И вам тоже, Михаил Романович. Как вы? Давай без ступлений. Как нашли труп? Грибник какой-то позвонил. Аноним. Приехала опергруппа. И следователь опознал Сычева. Это что? У тебя там следователи опознанием занимаются? В случае кого-то другого опознают. Именно сейчас мне как раз труп Сычевой не нужен. Если бы я знал, что это Сычева, что туда поедет именно Остапенко… Послушай, замни со своим следователем это дело. Как угодно, но замни. Жену его, если что, мы на себя возьмем. Так весь уже райотдел на ногах. Как такое замнешь? В Паулях. Я тебе сколько лет плачу и всю твою семью задержу. Так что будь добр. Делай, что тебе говорят. Иначе очень сильно пожалеешь. Я, Михаил Романович, рад нашему сотрудничеству. Но угрозами тут ничего не решим. Ничего. А вот если подумать, кто же на самом деле это мог позвонить, то оно лучше было бы. Место там, в лесу, совсем не грибное. Иди. До свидания. Миша. В чем дело? Менты нашли труп Антона. Да и не может этого быть. Ты давай, соображай скорее, кто мог слить. Место знают только те, кто там был. Там проверенные были люди только. Леший, Витя. Они же его и прикопали. Да нет, Миша. Они так давно с тобой. Они не могли. А тогда кто? А может ты? Миша, ну это уже ни в какие ворота. Охранников ко мне в кабинет. Срочно! Михаил Романович, ну что мы вчерашний, что ли? Да мы полицию десятой дорогой. Шеф, я клянусь, никто из нас не мог. Да это только вы два дятла знали, где закопан труп. Михаил Романович… Рот закрой! Это место невозможно найти, если точно не знать, где оно. Ничего, я выясню, кто из вас крыса. Миша, вот нарыл номер, с которого звонили в полицию. Что-то еще? Спасибо, Никита. Иди. Угу. Я клянусь, я никому не звонил. У меня сегодня телефон пропал. Леха, скажи, ну помнишь, я у тебя еще твою трубу просил, чтобы свой найти по звуку? Ты покойник. На фабрику его. Не глупи. Да я с вами больше десяти лет. Я с семьей детьми своими клянусь. Мам, смотри, смотри. А почему собаку выгнали из дома? Он просто стал старенький и никому он теперь не нужен. Максимушка вошел? Где он? Миша, а что за шум в доме? С кем ты так ругался? Настя, добро пожаловать. Я очень рада, что вы с Максом вернулись. Макс, надо поговорить. Хорошо. Это очень срочно. Что стоишь? Где комната, помнишь? Поднимайся. Полиция обнаружила труп Антона. Обнаружила. А Богдан божился, что место надежное. Да дело не вместе! И даже не в Богдане! Тебе надо было тщательно проверять свою охрану. Это твой дядя Витя слил информацию полиции. Понял? Исключено. Исключено, исключено, исключено. Это не важно, это не важно, это не важно. Беда в том, что они сейчас разрежут труп и обнаружат, что у него была операция. А значит, твой борзый Шурин и твой не менее борзый брат выйдут на нас. А то, что твоя драгоценная супруга расколется, тут даже гадалки не хотим. В общем так, Максим. Нужно окончательно разобраться с ней, с ее братцем и с Васей. Я надеюсь, ты меня понял. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 Вот так. Макс, если ты такой чувствительный, ими займутся другие люди. Дядь, ты не понял. Ты не тронешь Настю, ее брат или Васю. Иначе... Иначе что? Иначе мы с тобой окажемся по разные стороны баррикад. Навсегда. А ну, тебе надо. Послушай, они нашли труп сычом. Ты понимаешь, что мы сейчас находимся на пороге полного краха? Значит, я сам решу этот вопрос. Что-нибудь выбрали? Да вы знаете, мы еще девушку ждем, закажем попозже. Хорошо. Не, Вася, это какой-то бред. Даже если... Да не может этого быть. Мы не смогли бы они ее заставить. Настя бы под былом пистолета, не согласилась бы с ними сотрудничать. Юра, ну ты не хуже меня знаешь, на что способен человек, на которого она правильствовала. Или она действительно давно в отношениях с Максом? Ты бы много объяснила. Да исключено. Не было у них никаких отношений. Здравствуйте. Извините, что я опоздала. Лидия Белова. Очень приятно, Василий Остапин. Присаживайся. Юра сказал, что вы согласились нам помочь. Обсудим. Да, но я так проголодалась. Может, сначала покушаю? Ну, конечно. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. Елена, привет. Прости. Мне очень нужно сейчас с кем-то поговорить. Ты не могла бы приехать прямо сейчас? Прямо сейчас? Но я немного занята. Настя зовет к тебе. Соглашусь. Наверное, тебя сейчас и в дом никто не пустит. Зря я тебя дернула. Да нет, ты что? Совсем не зря. Завтра с утра я у тебя. А Михаилу Романовичу скажу, что приехал уговорить тебя выйти из отпуска. Планируется очень серьезная операция. И зав. отделения спрашивал уже о тебе. Соберялся звонить. Договорились? До завтра. Пока. Пока. Слушай, ты можешь прекратить? Надоело. Мне тоже много чего надоело в тебе. Я же молчу. Завтра у Юленьки в садике родительское собрание. О, что будете обсуждать? День именинника или новые шторы в комитете заведующей? Ты можешь сходить со мной? Или как обычно? Как обычно. Я другого не ожидала услышать. Послушай, если я не буду зарабатывать, то на что ты будешь пить? Какая хорошая жена, должна была быть мне благодарна. Что случилось? Нет. Все нормально. Ложись, я сделаю звук тише. Да. Что? Не знаю, может, это не важно. И потом Максим Анатольевич сказал, что не нужно следить за Остапенко. Так все, Валер, давай по сути. Появилась кое-какая информация. Что? Ну что, неужели ты считаешь, что тебе и твоим детям все позволено, а? Галя, что там? А при чем здесь Галя? Я тебе велел не встречаться с этим твоим Васяй! Да молчать ты! Молчать! Он мой личный враг! Или ты не понимаешь это своими куриными мозгами, а? Я поняла. Это, это все твоя мама. Она специально настраивает тебя против меня для того, чтобы нас рассорить. Что ты такое несешь? За кого ты меня принимаешь? Или ты думаешь, что я поверю в эти все женские сплетни, а? Я не думала. Вот это правда! Вот это правда! Ты вообще ничего не думаешь и не слушаешь, никого не слушаешь! Мало мне врагов вокруг, все, хватит. С завтрашнего утра собирай все свои манатки, эту свою Галю и… Я тебя предупреждал, а теперь пеняй на себя, я… Так, мама, ну, 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 что такое? Что, что, что ты здесь забыла? Ты так кричал, что в гостиной люстра дрожит? Я могу тебя попросить сейчас нас оставить наедине. Мне надо закончить этот важный разговор! Мишенька, остановись! И перестань кричать на Лену. Да, она ослушалась, она не права, но… Ты пойми, она мать… Так, все, освободи меня от этой пустой болтовни! Прошу тебя! А я тебя прошу проявить уважение ко мне! Да, Лена в этой ситуации поступила неправильно. Сердце дрогнуло, когда она увидела сына после длительной разлуки. Если бы я тебя не видела столько лет, я поступила бы точно так же, вопреки всем запретам. А с каких-то пор ты вступаешься за нее, а? Что-то на тебя не похоже. Ну, потому что в данной ситуации я на ее стороне. Миш, я убеждена, Лена не хотела создавать тебе проблем. Правда, Леночка? Ладно, хорошо, хорошо. Смотри мне в глаза и слушай сюда внимательно. Если твои визиты к Васе мне как-то навредят, ты очень сильно пожалеешь. И чтобы это было в последний раз. Ну, тебе стоило бы меня поблагодарить? Конечно. Регина Львовна, спасибо. И давай больше не ссориться. Во всяком случае, пока не избавимся от Эдиты. До новых встреч. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА О, привет! Привет! Что, тоже не спится? Да, чё-то голова разболелась. Вышла за таблеткой. А я пойду в сад погуляю. Свежий воздух, говорит, помогает от бессонницы. Ну, давай. Ага. О, Господи, ты рожаешь? Галочка, Галочка родная моя. Ты только не кричи, слышишь? Ты только не кричи. Я что-нибудь передумала. Я сейчас, я что-нибудь передумала. Деточка моя. Деточка моя. Деточка моя. Все, 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 все. Да. Анастасия, извините, что это так поздно. Вы можете, пожалуйста, прийти со мной? Куда? Максим вас прислал? Нет, он, слава Богу, не в курсе. Это Елена Романовна вас зовет. Я вас очень прошу, я вас умоляю, пожалуйста, пойдемте со мной скорее. Хорошо. Не терпи, не терпи, не терпи, не терпи, моя хорошая моя кожа. Помоги. Видишь, у нас тут. Господи. Так, дыши, дыши глубоко, медленно, выдох, медленно и такой же вдох. Давай. И выдох. Мы любовничались. Если Миша с Максимом узнают, нам не жить. Сколько времени между схватками? Минуты, может быть, даже меньше. Скорая уже не успеет. Сейчас потоки начнутся. Дарина, ты бегай, пожалуйста, быстренько за теплой водой. Возьми чистых полотенец и одеял несколько еще принеси. Будь осторожна, чтобы тебя не заметили. Задержи дыхание и тушься. Тушься. Давай, 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 моя хорошая. Моя маленькая, моя хорошая, моя маленькая девочка. Ну давай, 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 давай. Ну давай, давай, моя хорошая, ну давай. Ну давай, 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 давай. Хорошая, моя родная, родная, моя любимая, маленькая, моя девочка, бедная. Тань, ты мои тапки не видела? Ты теперь всегда будешь так поздно приходить? Тань, ну я же не развлекаюсь. Как только посажу Володинка за решетку и прижму всю его семейку, буду приходить вовремя. Да где же мои тапки, ну? Спать в них собрался. Да. А это что? Это я от Даньки спрятала. Ты представляешь, я сегодня была в торговом центре, а там розыгрыш. Ну, а акция в честь открытия нового магазина. То есть ты его выиграла? Да. Я сама раньше никогда в эти акции не верила, а тут вытянула билетик и пожалуйста. Кстати, надо будет Даньку надоумить именно такое заказать на день рождения. И вопрос с подарком тогда решен. Ну ты бы его получше спрятала, если я нашел, Данька точно найдет. Кровотечения нет, это хорошо. Какой он хорошенький. Похож на папочку. Судя по всему, с ребенком все хорошо. Я, конечно, не специалист, поэтому надо срочно показать мне онкологу, а Галю к гинекологу. Сегодня же. Конечно. Я обо всем побеспокоюсь. Ты сама-то устала, наверное, иди. Как ты себя чувствуешь? Как будто только что родила. Спасибо тебе большое, мой. Дальше сами. Давайте я помогу Галю до комнаты довести хотя бы. Нет, не надо. Не волнуйся, не дай Бог, Максим вернется, хватится тебя. Я тебе очень-очень за все благодарна. Ты ведь никому не скажешь. Не скажу. Мам, ну что мы теперь будем делать? Что-то, я не могу. Кур-ка. Иди сюда! Ешь! Алло! Говорите! Сбросила какая-то Анастасия? Жена твоя? Анастасия Стрелецкая. Супер-пупер-хирург. Слышали, знаем. А зачем ты это сделал? Не зачем. По приколу. Плохой прикол, Зоя. Чаю хочешь? Ты же говорила, у тебя там кто-то есть. Я думала, ты особенный. А ты такой, как все. Полигамный. Врёшь, как дышишь. Что ты мозги-то мне пудрил? Я не готов к серьезным отношениям. Сказал бы, Зоя, я не готов к серьезным отношениям с тобой. Зоя, ну я ведь не врал. Я ведь правда в тот момент не был готов к серьезным отношениям. Азнис, значит, резко подготовился. Так случилось. Зоя, тихо, 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 тихо. Я женатый человек. Я не хочу изменять своей жене. В этой квартире я совершенно случайно. Просто приехал покормить собаку. Я здесь не живу. Пожалуйста, не звони мне больше. Не приезжай сюда. И прости меня, если я сделал тебе больно. Макс. Пока. Класс. Супер. Козел. Да. Доброе утро. Что ж то вы творите, господа сыщики, а? А что не так? Только вот не надо делать вид, что ты ничего не понимаешь. Ладно, вещдоки, отчеты. Ну жмура вашего, вы куда перевезли? Так, а с этого момента поподробнее. Так я еще ночью отчет подготовил, а с утра смотрю, ни отчета, ни трупа. И по бумагам он уже не проходит. Подождите. Это что, не вы его забрали? Да. Вопрос с трупом Антона решен. Как? Какая разница, как он решен? Макс, да ты гений. Как у тебя это получилось? Видите? Это малоинтересная история, я потом расскажу, ладно? Все, без вопросов. Теперь ты оставишь в покое мою жену и брата. Ну конечно, конечно. Спасибо. Погоди, может ты позавтракаешь с нами? Нет, я занят. Сырничек, самолет, полетел Юленьке прямо в рот. Ну да, без твоего сисю, Коня, она, конечно, есть не станет. Брослая девочка. Папа у нас очень строгий. Бери виночку, где же сама? Мама? Да. Мне очень нравится, когда именно ты меня кормишь. Ты моя любовь. Какие у тебя, Надя, планы? Снова меня контролируешь? Контроль — это моя прерогатива. Твоему мужу есть чем сегодня заняться. Уже завтракаете? Молодцы. Ой, а у меня с утра голова гудит. Магнитная буря у меня тоже болит. Ой, ну какие там магнитные бури, Лен? Всю ночь не спала. Снилось, чтобы какая-то женщина кричала и плакала. Я по всему дому бегала, не могла ее найти. Ой, я сейчас поищу народный сонник. Так. Кричающая женщина во сне. К шокирующей новости. Мало мне шокирующих новостей, еще одна. Что за чушь ты там мониторишь? Делать тебе нечего. Вракобесия. Пришла Лида. Белова? Ко мне? Настя. Зови. Здравствуйте. Лидочка. Здравствуйте. Рад тебя видеть. Как дела? Ты присаживайся позавтракаешь с нами. Спасибо. Разве что кофе. Я помогу. Ну а что за дружеский визит такой, такой рань? Поступил новый пациент, опухоль головного мозга. Угу. И главврач хочет, чтобы оперировала Стрелецкая. Да и пациент на этом настаивает. Не сомневаюсь. А ты так сказать, пришла как гонец с вестью. Не совсем. За в отделение собрался звонить с самого утра Насти. А я хотела к ней напроситься в ассистентке. Угу. Если вы не возражаете, конечно. Там очень интересный случай. Ну конечно, я не возражаю. Без Насти прям никуда. Настя лучшая. Мама, пожалуйста. Хорошо. А я тогда побежала, а то вдруг заводиление позвонит первым и кого-то другого назначит в ассистенты. Будет как-то хорошо. Хорошо. Ну да, конечно. По лестнице на второй этаж, в конец коридора. Хорошо. До свидания. Вячеслав Игоревич, это ЧП. Труп исчез, пули украли. Отчет о вскрытии нет ни в компьютере, ни в распечатках. Да даже бумаги поправили. Теперь мы этот труп будто вообще не находили. Кто знал об этом деле? Я знал. Стрелецкий, судмедэксперты. Но с Юрой даже доступа туда не было. Судмедэкспертов ко мне срочно. Всех до единого. Уже распорядился. Заблудилась? Похоже. Бывает. Ну давай, открывай, заходи. Заходи. Ну, присаживайся. Ну, не стесняйся. Присаживайся, присаживайся. Лидочка, а откуда ты знаешь, что Настя теперь живет здесь? А она мне сама вчера сказала, когда мы созванивались. Созванивались? Точно, вы же созванивались. Тогда почему-то не спросила ее про возможность ассистировать. Ну, как-то неудобно о таких вещах по телефону говорить. Хотела лично. А, лично. Это хорошо. Так получается что, вы уже сдружились? Да, мы всегда были в хороших отношениях. Это хорошо. Хорошо. Я хочу знать, о чем вы говорите. Хорошо. Я вам расскажу. Это лишнее. Чтобы тебе было проще выполнить мое поручение, вот, вот возьми. Что это? Жучок. Не составит труда положить в карман. Ну, раз вы просите. Прошу. Умница. Умница. Мой человек. Ну, иди. Иди. Поговори с ней. Ты куда-то собралась? Ко мне придет Лида. Не понял. Зачем? Потому что она моя подруга. Мне иногда хочется поговорить с живым нормальным человеком. А мне с утра ты, значит, звонила для того, чтобы пообщаться с ненормальным и неживым? Просто хотела узнать, где ты был всю ночь, чем занимался. А услышав женский голос в трубке, решила не спрашивать. Просто я получила исчерпывающий ответ. Да. Приехала Лида Белова. Ждет вас в саду. Кофе мне сделай. И все-таки ты что-то от меня скрываешь. Ты же не просто так мне вчера ночью звонила? Ночью все кажется мрачнее и тоскливее, чем на самом деле. Хотя тут и днем, как в аду. Да. Похоже, тебе здесь не очень. Настя. Ну расскажи мне. Скажи, что ты тогда увидела, когда приехала на вызов? Что-то страшное? Ладно. Не хочешь говорить – не надо. В конце концов, я твоя подруга, а не следователь. Спасибо. Юра попросил мне о помощи. И я согласилась. Но мне нужна будет твоя поддержка. Конечно. Что нужно делать? Не слышно. Можешь делать громче? Никита! Твою мать! Что такое с тобой-то с этим жучком, а? Миш, любая техника время от времени дает сбой. Тем более такой раритет. Сделай громче. Слушай. Ни черта не слышно вообще. Все, кто сегодня на работе, готовы встретиться. Остальных обзвонили, еще двое подъедут в течение часа. Понятно. Ну что, пойдем пообщаемся? Один из наших судмедэкспертов не вышел на работу и не отвечает на звонки. Леонид Павлов. А вы дома у него были? Был его, там нет. Соседи говорят, они уехали с вещами втроем. Он, жена, ребенок на такси. Значит, надо искать такси? А тебе так уже все ясно? Да. Да. Удалось пообщаться. Да. И я почти уверена, что Настя что-то страшное увидела или услышала, когда ездила на этот вызов. Но она пока боится говорить об этом. Мне кажется, я знаю, что она могла увидеть. Может, если ей удастся вырваться в клинику из этого упурятника, она расскажет, что случилось? Может быть. Кстати, Михаил Романович, он мне подсунул жучок. Он хотел услышать наш разговор с Настей. Он тебя? Нет, я его сразу выбросила. Правильно. Запомнил, как выглядел? Кажется, да. Надо будет найти такой же, только неисправный. Чтобы Володянка тебе запомнила. Все, поехали. Пообщались? Да. Мне сегодня нужно обязательно быть в клинике. Зачем? Потому что там мои пациенты, я еще никогда их не бросала. И что? Один раз не приедешь. Это будет как-то странно. Почему? Пойдут слухи о твоей семье. Тебе это надо? А ты хитрая. Хорошо, отвезу. Только сначала пойдем поедим. Надо же, вся семья в сборе в коем-то веке. Никиты нет. А он сегодня не в себе. Как обычно. Где Галя? Галя плохо себя чувствует. А у меня пора. Часто в последнее время она стала себя плохо чувствовать. Надо отвезти ее к тебе в клинику и положить на полное обследование. Мы сейчас с Настей как раз туда едем, возьмем ее с собой. Мне нас зачем? Мы только что были у врача, я же тебе говорила. Это все на нервной почве. Да. Может быть, Настя зайдет к ней перед отъездом? Если Настя, конечно, не против. Разумеется, не против. Галочка, а вы в моей комнате? Похоже, для тебя любой повод хорош. Лишь бы не сидеть с семьей за одним столом. Я очень рада, что вы так хорошо меня понимаете. Какая наглость. Ты как? А ребенок где? Отстань от меня. Все отстаньте. Так, давай, ложись на спину, я тебе проверю живот. Это нужно сделать. Температуры вроде нет. Вроде все хорошо, но тебе обязательно нужно к гинекологу. Вдруг воспаление? Вообще все равно. Галь, ну так нельзя. Это что, следователь Василий Остапенко? Он что, ваш брат? Оставь меня в покое. Я просто хочу умереть. Почему он говорил, что знает семью Владенко хорошо и давно? Угу. Я не понимаю, какие ко мне претензии? Я же сделал так, чтобы труп нашла полиция. Все по чесноку. Где мои деньги? Ты получишь деньги только тогда, когда будет достигнут результат. С Михаилом будет покончено. Я уже сделал все, что ты сказал. Не истери. А лучше хорошенько подумай, чем ты еще можешь быть мне полезен. Ты же прекрасно понимаешь, что мне ничего не стоит набрать Владенко и рассказать ему, что ты его подставил. Родственнички, минуточку вашего внимания. У меня для вас есть очень важная новость. Шокирующая. Видишь, мама, сон в руку. Из чего начать? В общем, Соня... Что здесь делает эта профурсетка? Да еще и с ребенком. Разве я не говорила, чтобы ноги твоей здесь не было? Тетя, это мой ребенок. Мой сын. О боже. Мам, тебе плохо? Поздравляю, Никитос. Ты у нас, оказывается, Казанова. Кто бы мог подумать, а, Макс? По-моему, у меня давление. Настя, простите, можно вас кажется, мне плохо? Так, ничего страшного. Мы же знали, когда вы выгоняли девушку из дома, что она беременна. Ничего удивительного, что она родила. Ой, какая критинка. Я же дала ей денег на аборт. Договорилась с врачом. А она дрянь такая. Извини меня, тетя. И Соню тоже извини. А можно я возьму его на руки? Ой, какой чудесный малыш. Какой красивый. Юлечка, посмотри, какой маленький. Ты тоже была такая маленькая. Класс. Была из сосочки? Да. И у тебя был такой же маленький носик. Да замолчите вы там. Настя, можем ехать. Умираете? Так лучше? Почему ты меня не познакомил с еще одним своим родственником? Василий Остапенко – твой родной брат? Он ваш семейный следователь, да? Тебе вот ты где выписать с такой фантазией? Что вы собираетесь делать с Юрой? С Юрой никто не собирается ничего делать. Пока что. Пока что? Настя, хватит задавать идиотские вопросы. Тогда будь добра, объясни мне. Я не отстану. Руки убери! Никогда так не делай. Василий Остапенко – мой родной брат. Он всегда занимался своим делом, а я своим. Он следак. Так всегда было. У тебя все схвачено. Семейный подряд. Вася – честный мент. Слишком честный. Твоему Юре сотрудничество с ним ничем не угрожает. Настя. Юр, что ты здесь делаешь? Я знаю, чем они тебя удерживают. Настюша, пожалуйста, давай закончим эту историю. Тебе просто нужно дать показания. И все будет в порядке. Поехали прямо сейчас в управление. Там Максим, он нас увидит. И что будет? Ты не понимаешь. Настя, не дури. Не арестовать же мне тебя. Пойдем. Я зря поверну. Не зря поверну. Богдан. Они его забрали, нашего сына. Мама отдала его Никите. Галочка, ты про нас никому не сказала? Нет, никому. Ну что мы теперь будем делать? Успокойся. Успокойся. Все будет так, как я обещал. Когда? Ты только обещаешь, но ты ничего не делаешь. Я делаю. Я делаю все возможное и невозможное. Я не могу. Успокойся, я прошу тебя. Не плачь. Ляг, постарайся отдохнуть и все будет хорошо. Да? Все будет хорошо. Ничего не будет хорошо. Ничего не будет хорошо. Галя, с кем ты тут говоришь? Так, что это за телефон? Откуда? Кому ты звонила? Никому. А что это за Бодя? Богдан? Отец твоего ребенка? О, Господи. Это хуже, чем я думала. Выпей. Настюш, я понимаю. Тебе страшно. Мы нашли труп Антона Сычева. Нам известно, что перед гибелью его оперировали. А также нам известно, что тебя заставили это сделать. Настюш, ты просто должна подтвердить наши догадки. И весь этот кошмар закончил. Ты здесь в безопасности. Никто за нами не следит. Ты готова? Хорошо. Отлично. Так. Давай начнем с этого вызова на ДТП. Добрый день, Юрий Андреевич. Позвольте спросить, на каком основании вы допрашиваете мою клиентку? Вашу клиентку? А кто вас прислал? Гринчук, да. Ну, видите, как замечательно. Вы все сами поняли. Да, я являюсь адвокатом семьи Володенко, которой теперь принадлежит и ваша сестра. И потому я очень хотел бы услышать, какова причина задержания Анастасии Стрелецкой. А мы нашли труп. И у нас есть все основания. А какой это труп? Насколько мне известно, никаких документов нет. Да и трупа тоже нет. А стало быть, и вы ничего не находили. Погодите, откуда вы? Юрий Андреевич, позвольте вам напомнить старую поговорку. Нет тела — нет дела. Моя клиентка свободна. Настя, береги себя. Все непременно будет беречь. Обязательно. Извините. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok С Episode Успела! Сдать меня родственнику? Куда мне с моими скоростями? У тебя вон, с принтера имеются! Но ведь хотела? Какая тебе разница? Нету тела, нету дела, так? Спасибо. Всегда рад быть полезным, Максим Анатольевич. Честь тебя. Я смогу сегодня поработать? Отвези меня в клинику, пожалуйста. Поехали. Отвезу тебя к месту свершения подвигов. Соня, а ты уверена, что это мой ребенок? Че? Ты вообще больной, но что ты намекаешь? Ну, я просто... Ну, просто интерфейс у него не такой, как у меня. Слишком красивый, что ли? Нормальный у него интерфейс. Твой. На нос посмотри, одно лицо. Да? Придурок, сомневается еще. Ты бы лучше подумал о том, как мне было без тебя, когда твоя Регина Львовна меня выгнала на улицу. Одна, с ребенком в пузе, холодная, голодная, рожать неизвестно где, ела всякую дрянь. Вообще ни один человек мне не помогал. Ну, а как же семья, друзья? Какая семья? Я тебе говорю, ты же у нас папаша. Извини, я не знал. А теперь знаешь, а ведешь себя все равно хреново. И хватит на него пялиться. Сглазишь. Вот, пожалуйста. Вот здесь. Вот. Ну, это все? Ну, не совсем. Но здесь нужна не подпись, а господину директору нужно выбрать страницу, на которой он поставит одобрено. Так. Да. Ну, давай я хоть не в белом, иначе я буду чувствовать себя как в клинике. Хорошо, договорились. Не хочу тебе напоминать твоих врачей, но этот вопрос решаем. Смотри. Вот. Как тебе это? Ну, это... Солнышко, а может, давай в следующий раз выберем? Просто сейчас не самое подходящее время для свадьбы. Ты же понимаешь? Почему? Просто после сюрприза с Никитой маме не помешало бы чуть-чуть отдохнуть. Да, иначе ее хватит просто удара. Пресс-релиз я разослала. Некоторые издания уже аккредитовались. Договоры на освещение события медиапартнерам уже отправила. Об открытии нового реабилитационного центра будет во всех основных профильных изданиях. Ну, милая. Ну, ты что? Ты что, действительно обиделась из-за переноса свадьбы? Да нет, Миша, что ты, что ты. Нет проблем. Свадьба может подождать. А вот список приглашенных на банкет нет. Так. Ну что, продолжим? Как же мне повезло с тобой, а? Ты самая умная и понимающая женщина в моей жизни. Спасибо, милый. Так, главу мегапромбанка предлагаю не звать. Напоминаю, он в прошлом месяце отказал нам в кредите. Ты права. Дальше. Так. Что ж с тобой не так? Будешь спать или нет? Слушай, Соня, может он есть хочет? Чего ты лезешь? Он кушал час назад. Никита, там тебя тетя Ригина зовет. Давай, давай, давай. Ну, иди уже. Дай ребенка, помогу. Давай, давай, давай. Ну, ну, ну. Ну что ж ты, что ж ты? Боже мой, как плачет. Как горько плачет. Мой хороший. Мой маленький. Мой родной мальчик. Ой, золотой вот так. Что, Никита, поверил? Сомневается. Сомневается. А ты убеди, проверь астистизм. Да, котик? Я хочу тебе напомнить, Соня, что ты здесь оказалась не из-за своих красивых глаз. А разве у меня некрасивые глаза? Не ерничай. Отхватила порядочного, состоятельного парня. Жить с ним собирается в роскошном доме. Ты же этого хотела? Этого? А кто этого не хочет? Ну, так давай, соответствуй. Молодец, молодец. Пойдем в кроватку. Пойдем в кроватку. Вот так. Вот так. И в комнате прибери, и ребенок не может жить в таком бардаке. Скоро доктор придет. Стыдно. Я устала. И в этом доме я больше не прислуга. Так что не нравится беспорядок, решайте сами. Хорошо, я позову Дарину. А еще неплохо было бы обновить гардеробчик. Я же мать. Да. У меня давление, у меня мигрени, у меня артрит. А ты пакостник? Что ты творишь? Что ты ведешь себя, как лопух? Я вот такусенького приняла тебя к себе в дом. Тебе всего десять лет было. Благодарен бы был. Так нет же. Тетя. Не тетяй. Преступное. Преступное легкомыслие. Ну, оно и неудивительно. Весь в маму. Сестру мою чокнутую, царство ей небесное. Ну, как можно было до этого допустить? Чтобы какая-то отвратительная, пронырливая девица пришла и охмурила тебя? Как ты не понимаешь, что с такими, как она, в принципе, не может быть ничего общего? Ну, ребенок. Ну и что? Уж не жениться ли ты на ней, собрался, голубчик? Не будет этого. Тетя Регина. Я под одной крышей с этой шаромышкой жить не стану. Хорошо. Что вы мне предлагаете делать? Уйти я не могу. Соню с ребенком прогнать тоже. Иди, чтобы глаза мои тебя больше не видели. И сделай так, чтобы эта девица и ее отпрыск меня не донимали. Это и мой отпрыск тоже. Ничего не знаю. И на свадьбу твою, если не дай бог она состоится, я не приду. Даже не заговаривай. Все, я могу идти? Он приставил к тебе телохранителя? Этот немой под дверью стоит. Он больше похож на надзирателя. Угрюмый тип. А я сегодня после операции к твоему брату еду. Серьезно? Да, он сказал, что должен дать мне какое-то очень важное задание. Это касается вашего дома. Я тебя умоляю, не говори вашего. Этот дом был отдельный, никак не мой. Ну, дом может и не твой, но Юра очень рассчитывает на нас. Настя, ну ты, если что, поможешь? Это Анастасия Стрелецкая. Известный нейрохирург, жена Максима. И ходячий компроматного владенка. А в Стрелецкой я наслышан. Давай подробнее. Ну, подробности стоят недешево. Желательно по предоплате. Устраивает? Вполне. Тогда выкладывай. Антон Сычев. Привет. Здрасьте. Максим, я бы с радостью вас пригласила и угостила чаем, но мой муж категорически против, чтобы вы здесь появлялись. А я не хочу делать то, чего не хочет мой муж. А я всего лишь хотел узнать, как ваши дела, поэтому приехал как раз тогда, когда его нет дома. Я не буду ему врать. И маме вашей передайте, пожалуйста, что больше не приезжала. Максим, у меня душа болит, что родные люди не общаются. Ну, я вам вот что скажу. Если вы действительно хотите наладить с Васей отношения, делайте это напрямую. Не впутывайте меня. Хорошо. Не нервничайте так, я больше не приеду. Сань, ты чего? Он не хочет спать. Тише, тише, тише. Привет. Кто здесь такой красивый? Кто не хочет спать? Ты иди к папочке. Но ведь никакой катастрофы не произошло. Ребенок дома, на виду, можно сказать, при тебе. Да ты посмотри, как они его держат. Разве можно так с ребенком обращаться? Ну, ничего, она учится. Я не хочу, чтобы они учились. Я хочу, чтобы мой сын был со мной. Галочка, ну сейчас по-другому нельзя. Ну, пойми. Господи, как я могла позволить тебе все это провернуть? Какая же я глупая. Господи, ну, опять 25. Ну, хорошо, хорошо, все, 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 все. Чего ты хочешь? Ты хочешь прийти и попросить ребеночка назад? Потом собрать всю семью и рассказать, как все было? А потом мы будем ждать, кого из нас наша Региночка Львовна сожрет первой? Я ее не боюсь. А дело не только в ней. Ты о Вике подумала? Своей малолетней головой. Ты подумала, как она переживет то, что ее любимый муж сделал ребенка ее же племянницей. Успокойся, Галя, успокойся, все будет хорошо. Это гормоны. Это гормоны. Галя, успокойся. Ты не хочешь даже пристреленного подлечить, допросить? Да нет, на этот раз все гораздо скучнее. Я приехал за тобой, мы едем на открытие нового реабилитационного центра. Отлично, то что мне нужно? Там я и пройду реабилитацию. Центр для наркозависимых. Хочешь? Или все-таки отдохнешь где-нибудь в другом месте? Твой статус и авторитет повысят уровень мероприятия. Дядя Миша очень хочет тебя там видеть. Я думаю, примерно так же, как ты хочешь остаться действующим нейрохирургом этой больницы и жить нормальной жизнью. Шантажист. Стараюсь. Переодевайся. Ну и как, он поверил, что жучок неисправен? Надеюсь, он его забрал, ничего не сказал. Нам бы по-хорошему организовать прослушку в доме Володенко. Сегодня как раз будет такой шанс. Почему именно сегодня? Они пригласили меня на фуршат к себе в дом. А что они там празднуют? Открывают центр реабилитации для наркозависимых. Благодетели. Сначала будет презентация для журналистов в самом центре, а вечером банкет для гостей. Будет очень много людей. Тогда нам нужно попытаться пробраться именно в кабинет. Вася. Рискованно это все очень. Я бы не хотел, чтобы Лида или Настя подставлялись. Перестань. Если я почувствую, что мне угрожает опасность, я сверну весь план. Но попытаться стоит, иначе когда? Лида права, возможность упускать нельзя. Новый жучок мы тебе выдадим, хорошо? Лид, только я тебя очень прошу. Будь осторожна. Он тебе уже полчаса смокчет. Долго еще? Если он будет быстро кушать, то наглотается воздухо. И тогда его будут мучить газики. Фу, какая гадость. Не говори мне об этом. Так он у тебя задрых уже давно. Чего ты его держишь? Давай. Соня, ну пожалуйста, еще пять минуточек. Хватит нюни распускать. Давай. Осторожно. Осторожно. Соня, а можно я у тебя с ним посижу еще чуть-чуть? Нечего тебе там делать. А кто, кстати, его папка? Или ты с кем-то загуляла на уроках физкультуры? Это не твое дело. Слушай, я не могу больше ждать. Солнышко, я только об этом и думаю. Постоянно. Надо же все по уму сделать, а? Хватит меня завтраком кормить. Мне нужен мой сын. Я так больше не могу. Давай сбежим прямо сегодня, пожалуйста. Как же мы сбежим, если у меня сейчас прям нет на это денег, а? Да не нужны мне никакие деньги. Это моя маленькая романтичная дурочка. Деньги – это же не цаски на шею. В современном мире без них никуда ни билет не купить, ни квартиры не снять. Я, может быть, дурочка, но я не дура. И я знаю, какую зарплату тебе платит дядя Миша. Если ты ничего не сделаешь, я все сделаю сама. Ты меня понял? Я тебе помогу. Помогу. Только давай не сейчас, да? Давай потом. Мне надо скоро быть на открытии центра. Я наберу тебя. Саша, полчаса чашку чая тянешь. Холодный чай уже, наверное. Не заждались там на службе? Дарина, три часа дня, а платье до сих пор не отглажено. Ты вообще о чем думаешь? За что тебе деньги платят? Просто банкеты. Это так утомительно. Никто и не думал, что молодая мама захочет принять в них участие. Материнство не болезнь, слыхали такое? Короче, у тебя полчаса, и что платье было готово. Иначе... Иначе пойдешь в том секонд-хенде, в котором сюда пришла. О, смотри, пенек заговорил. Поняла? Да, Алиночка, детка, ну не плачь, ну что ты? Ну мало ли хамок на земле, что ж рыдать из-за них? Саша, вы не обращайте внимания. Она у меня просто чувствительная девочка еще с детства. Меня слышно, Алина Ивановна? Да. Вот. Ну что, я хочу сказать, что мы предлагаем принципиально новый подход к реабилитации наркозависимых. Наш центр стоит в авангарде инноваций и самых прогрессивных методов. Но, разумеется, главной ценностью нашего центра является эта команда. Поэтому я благодарен всей нашей команде и каждому отдельно за этот профессиональный прорыв. Но особенно хочу поблагодарить главного технолога производства нашей фармацевтической фабрики. Благодаря усилиям нашего дорогого Богдана Владимировича Сокура, был налажен выпуск и производство препарата Келодон, который поможет нашим пациентам избавиться от зависимости и вернет, так сказать, к нормальной полноценной жизни. Скажите, пожалуйста, этот препарат сам по себе вызывает привыкание? Нет. Келодон – это совершенно безопасное средство. Мы провели все необходимые... Я уверена, это новый виток твоего успеха. Похоже на то. Сколько стоит курс учения в новом центре? Друзья, программа индивидуальная. Все зависит от проблем конкретного пациента. Я могла бы сделать лицо поприветливо. Мне эта ярмарка тщеславия вообще не интересует. Мне еще домашний банкет предстоит пережить. Поэтому приходится дозировать приветливость. Я могу вам рассказать о химистом составе... Да. Я прошу прощения, Богдан Владимирович, позвольте вас проживать. Дорогие друзья, детальную информацию по ценам и социальным программам вы сможете узнать у нашего пиар-директора. А сейчас, друзья, хочу вам представить лучшего нейрохирурга нашей клиники, Стрелецкую Анастасию Андреевну. Ваши аплодисменты. Видите ли, центр – это дочерняя организация. А клиника Володенко всегда была и будет главным донором этого центра. Потому мне очень приятно и я благодарен Анастасии Андреевне за то, что сегодня она пришла и от имени коллектива клиники пришла и поддержала, так сказать, старт нашего нового проекта. Ваши аплодисменты. Анастасия, вы планируете совмещать работу в клинике и в центре? Таких договоренностей пока не было. А как вы, как нейроспециалист, относитесь к заместительной терапии наркозависимости? Как центр обеспечит приватность пациентов? Друзья, друзья, минуточку внимания. Видите ли, Анастасия Андреевна пришла к нам только что со сложнейшей операцией, и потому давайте дадим ей отдохнуть. Я предлагаю вам экскурсию по нашему центру. И, может, некоторые из этих вопросов отпадут сами с собой, да? Прошу, следуй за мной, да. Спасибо. Спасибо. Проходите, проходите. Рад, и вы девушке тоже. Что случилось? Ну, чего? Всех потом приглашай на фуршет, обижательно, проходите. Я знаю, что ваш мобильный контролирует. Надеюсь, вы найдете возможность связаться со мной. Мой номер. Надень вот это. Да, ты стилист. Сам выбирал. Так и знала, что бандиты любят черное, чтобы пятна крови были меньше заметны. Надень. Помоги, пожалуйста. Конечно. Спасибо. Мне еще накраситься нужно. Ждать не обязательно, я сама справлюсь. Тебе идет. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Макс, ты молодец. Я признаю, был неправ. Я просто не ожидал, что тебе удастся с ней управиться. Честно говоря, я думал, проблем будет гораздо больше. Какие проблемы, дядя? Я смотрю, даже то, что она продолжает работать и общаться с коллегами, тоже пошло на нашу пользу. Я рад. Да, только вот надо не упускать ее с поля зрения. С такими, как она, это небезопасно. Меньше будет сопротивляться. Так что послушай моего совета. Ты все-таки иногда отпускай ее, не знаю, на какой-то шопинг, встретиться с подругами, кофе выпить. Неожиданно. Видишь ли, Макс, этот центр, это важный этап моей карьеры. Мы выходим на новый уровень. Ну, сам понимаешь, статус, репутация. И вот если мой новый проект поддержит звезда отечественной нейрохирургии, это только плюс для меня. Дядь, все будет хорошо. Ой, я тут кольцо потеряла. Не наступали там случайно? Может, покатилась? Да вроде нет. Ну, хотите, давайте помогу найти. Ой, вот оно. Слава богу. Ой, слава богу. Слава богу, а то это примета плохая. Кольцо потерять. Галь, извини, а ты куда собралась? Как же малыш? Я заберу его с собой. То есть похитишь? Это же мой ребенок. И куда ты с ним пойдешь? Это не важно. Главное, мой сын будет со мной. Так что, видишь, Макс, твоя идея же не у тебя оказалась удачной. Да, идеально. Очень хорошо для имиджа. Что-то моя вторая половинка не выходит. Пойду, потороплю. Давай, давай. Миш, посмотри на меня. Да. Вот, видишь, свадьба иногда самое удачное решение в некоторых жизненных ситуациях. Ну, все будет. Ну, правда, все будет. Только всему свое время. М? Пойдем, пойдем гостей встречать. Ну, Петр Петрович, наконец-то. Твой план плохой. Особенно для ребенка. Гаря, лучше потерпи. Потерпи? А ты бы терпела, если бы какая-то стерва издевалась над тобой и твоим ребенком. Ты бы терпела? Она же его угробит. То, что ты собираешься сделать, это безответственно. Ну, раз ты такая ответственная, так скажи мне, что я должна сделать? Ты сейчас не одна. Ты отвечаешь не только за свою жизнь. Ты просто подумай, вот куда ты с ним пойдешь. Где ты будешь жить и главное на что. Что мне тогда делать? Потерпи. Выход обязательно найдется. Может, и правда стоит сбежать. Только не так вот с бухты-барахты, а все тщательно продумав и рассчитав. А сейчас что делать? Просто набраться терпения. К сожалению, иногда приходится идти обходным путем. Не делай глупостей, ладно? Если что, ты всегда можешь сказать мне, и я помогу тебе, чем смогу. Хорошо? Договорились? Вася, ты помнишь, что скоро день рождения? У кого? У тебя. Ты сколько лет с братом не общаешься? А с матерью? Я не понимаю, на что ты намекаешь? Ты хочешь, чтобы я их на день рождения пригласил? А почему нет? А вдруг с ними что-то случится? Ты потом жалеть будешь, себя корить. Давай хоть маму твою позовем. Ну, с чего это ж надо начинать? Не собираюсь ничего начинать, Таня. Я тебе уже сто раз объяснял. Мы с ними чужие. Мне только Галю жалко. Ну, что я могу сделать? Не надо на меня кричать. Прости, но давай больше не будем об этом. А давай больше не будем на меня кричать. Таня! Ну, наконец-то. Сколько можно ждать-то тебя? А ничего, что я уже несколько месяцев жду. Если бы некоторые здесь умели принимать решение... Ну, тихонько. Чего ты кричишь, малыш? А я не кричу. Я просто говорю о том, что я сегодня была готова уехать. А ты вечно не готов. Малыш, ну, давай посмотрим на эту ситуацию с другой стороны. Наш ребенок здоров. О нем заботится. Он в безопасности. С ним все будет хорошо. Разве это плохо? Рад вас видеть. Да. Очень приятно. Добрый вечер. Проходите. Да. Проходите, пожалуйста. Я пойду к Лиде. Хорошо. Привет, привет. Дай мне, пожалуйста, свой телефон. Я не могу со своего звонить. Все в силе. Ты поможешь? Где кабинет помнишь? Конечно. Думаю, надо немного подождать, пока здесь движение начнется. Чтобы Владимир был занят и точно в кабинет не вернулся. Просто есть еще Вика, понимаешь? И Юля. Я же не могу их бросить. Вот так вот. Я все поняла еще сегодня днем, когда ты заговорил про деньги. А сейчас ты уже вспомнил о семье. Прекрати. Какая же я дура. Как я могла тебе поверить? Тихонько. Ну, малыш, успокойся. Знаешь что, не подходи ко мне больше никогда. И к моему ребенку тоже. Успокойся. Он никогда не узнает, кто его отец. Потому что я никогда не признаюсь, что была с такой мразью, как ты. Это Настя Стрелецкая. Я знал, что вы найдете способ связаться со мной. Вам удобно говорить? Не особо. Хорошо, тогда говорить буду я. Просто отвечаете, да или нет. Если вы прямо сейчас расскажете, что произошло в тот день, когда вы приехали на вызов, вы получите сто процентов шанс освободиться от волотинка. Сейчас рядом со мной люди, которые вас запишут и распространят информацию. Просто да или нет. Ваш муж удерживает вас насильно. Вы вышли замуж по принуждению. Нет. Я не знаю, откуда у вас такая информация. Мы сможем очень любить друг друга. Твоё здоровье. Ситёк. Удивился. Ты что, действительно думал, что я никогда не о чём не узнаю? Ах ты грязный кодофил. Если Максим об этом узнает, то тебя в порошок сотрёт. А почему ты ему до сих пор не сказал? Ну, конечно. Мне здесь никто ничего не сделает. Но ведь семья. Хорошего вечера. Мама. Простите. Всё время нога подворачивается. Слушайте, такие каблуки высокие надела. Я на них ходить не могу. Не то что танцелать. Хорошего вечера. Всё в порядке? Нормально. Субтитры делал DimaTorzok Максим, пойдем танцевать Ой, а что за порыв? Все танцуют, я тоже хочу Какая ты правильная жена, чуть что сразу к мужу Найди себе другого партнера, скажи, я разрешу Пожалуйста Потом Это пиар-мероприятие или как? Тут куча пресс, фотограф Вы же сами просили, чтобы я изображала любящую жену И что теперь? Максим, помоги, пожалуйста Я подвернула ногу Максим! 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 Субтитры делал DimaTorzok Нет ее. Смыться успела. Кто? Ужас. Передай своей подружке, что в следующий раз, когда на дело пойдет, пускай духи попроще использует. Но, во-первых, сейчас не сезон для таких ядерных ароматов, а во-вторых, слишком долго придется проветривать помещение. Ты о чем? Знаешь такую китайскую поговорку? Обезьянка видит, обезьянка делает. Ну что, пойдем обрадуем хозяина кабинета, что диверсанты облажались. Не надо. Тогда сама. Сходи и позови дядю Мишу. Сама. Ты же понимаешь, что сбежать не удастся. Максим все знает. Черт, что же такое? Тебе надо срочно уходить. Ну да, ты держи ключ. Осторожно. Михаил Романович очень занят. Там какие-то важные гости. Мне неудобно его отвлекать. Проводила подружку? Я не понимаю, о чем ты. Думаешь, спасла? Ну, мне торопиться некуда. Зачем портить дяде Мишу настроение во время праздника? Ни ты, ни твоя Лида уже никуда не денетесь. А что ты будешь делать? Что должен делать начальник охраны? Действовать. Согласно своим должностным инструкциям. Я тебя прошу, у нас же ничего не получилось. Может, ты просто ничего не будешь говорить своему дяде? Или ты хочешь, чтобы Лиду убили? Не надо. Центр я создавал много лет, поэтому, извините, сейчас. Прошу прощения. Да, слушаю вас. Слушайте, Михаил Романович, слушайте. А с кем у меня честь? Эх, Миша, Миша, не узнаешь старых друзей. Неужели ты голос поменялся за десять лет? За десять с половиной, если быть совсем точно. Кто это? А ведь такой путь вместе прошли. А ты взял и не узнал. Белова, помнишь? Петра Белова. Этого не может быть. Это что, розыгрыш чей-то? Идиотский, а? Ну, глазам-то ты своим еще веришь? Выходи на улицу и проверь. Как выйдешь за ворота, поверни направо. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Откуда? Ну да, это... это Петр Белов. Если бы в архиве нарыли эту фотографию, так мои вам аплодисменты. Ну хорошо. А так? Ты ведь, Мишаня, помнишь, как я это украшение получил? Девяностые. Лаборатория. С химикатами не рассчитали. Взрыв. Ох, как все пылало. А ведь это я тогда тебя закрыл. Ох, нет, недостаточно. Я могу много историй вспомнить, раз у нас сегодня вечер воспоминаний. Да, оно и не важно, помнишь ты или нет. Главное, что я все помню. Ты мне за все заплатишь. Я тебя уничтожу. У тебя сейчас все хорошо, да? Все отлично. Ты царь горы. Так вот знай, что скоро твоя гора рухнет. И все, что ты строил, все, кого ты любил, это все превратится в пыль. И вот когда ты будешь лежать на самом дне, я хочу, чтобы ты четко знал, что за твоим крахом стою я. Петр Белов. Беги, беги. Уже не убежишь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дмитрий 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 Друзья Дмитрий Субтитры создавал DimaTorzok Все, что выunalкные У тебя развитие Дмитрий Нет! Слушай, тебе бы в цирке выступать. Несмешным клоуном. Бодечка, ну ты что из-за этих бокалов так расстроился? Я расстроился, что снова напилась. Нет, я не напилась. Я хотела тебя обнять. А ты отшатнулся. Тебя убедить не могу в таком состоянии. Дело не в состоянии. Ты просто вообще не можешь меня видеть. Лакта. Слушай, почему ты все еще со мной? Зачем задавать вопрос, на который ты знаешь ответ? Из-за Юльки. Да, ты со мной только из-за Юльки. Господи, какая тоска. Мне так это все уже надоело. А мне-то как? Меня все только ругают. Никто меня не любит. Никто меня не любит. Я вообще не понимаю, зачем я живу. Нет, не правда, Юлька. Юлечка меня любит. Вот для чего я живу. Если ты будешь положать в том же духе, и она от тебя отвернется. Если раньше я не разведусь с тобой, я не заберу ее у тебя. Успокойся. Какой ты жестокий, Багдан. Какой ты жестокий. Да. К Мишу срочно. Спасибо тебе, Максим. Ты езжай, займись тем, о чем мы договаривались. Ты знаешь, кто сегодня здесь был? Нет. Петр Белов. Кто? Нет, не может быть этого. Может, может, еще как может. Жив, здоровый, даже неплохо выглядит. Ты же мне... Ты же мне, гад, сказал тогда, что он сдох. Он сдох? Я абсолютно в этом уверен. Я видел, как он перестал дышать. Я своими руками бросил его в воду. Ты значит плохо сбросил, что он всплыл. Может, это не он. Миш, ты уверен. Может, это подстава? Да никакая это не подстава. Это он. Черт. Сколько раз он мне снился. Первый, которого я грохнул ради тебя. Ради меня? Да что ты говоришь? Ты его грохнул ради себя. Ради того, чтобы занять его место рядом со мной. И в бизнесе, и в семье. Можно мне водички, пожалуйста? Спасибо. У вас что-то случилось? Мне так плохо. Если бы не Юлька сейчас была, просто легла бы и умерла. В этом даме вообще нет счастливых, кроме вашей Юльки. У вас с Максом тоже все плохо? Я уехал. Вернусь утром. Пока. Настя. У меня с Богданом точно так же. Он постоянно обсутствует. Его нет ни ночью, ни днем. У него на меня никогда нет времени. Даже самые невозможные отношения можно сделать возможными. Надо просто постараться обоим. Может быть, нам стоит записаться к хорошему семейному психологу? Как вы думаете? Точно? Точно, я сейчас пойду поищу. Спасибо. Извините, я тут разревелилась. Все хорошо. Спасибо. Извините. Ты молодец. Не испугалась. Героиня. Юра, ничего не вышло. Володенко наверняка уже все знает. Мне теперь ничего не поможет. Он меня просто убьет и все. Тише, тише, тише. Этого мы не допустим. Может быть, уверен. Хорошо, что сразу приехал ко мне. Ну, что, моя красавица. Раз вы с Мишиным племянничком так любите друг друга, и ты не хочешь со мной сотрудничать, значит, ты и будешь первой. Мы начнем издалека. Это будет прелюдия к нашей симфонии. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, я не знал, сколько тебя разбудить зашел, спросить. Я там кофе тебе приготовил. Ну, вот если бы еще яичница глазунья, была бы фантастика. Ну, хорошо. Сделал тебе фантастику. Спасибо. Тогда я в душ. Да. Ну, конечно, сплю. Хорошо. Вкусно. Моя яичница? Фантастика. Это моя коронка. Ну, а ты как? После вчерашнего как спалась? Честно говоря, несколько раз за ночь просыпалась, переживаю за Настю. Как бы Володенко с ней не расквитался за то, что она мне помогала. И что теперь мне делать? Они же будут следить за мной. Побудешь у меня пока? Никуда не выходи. А там посмотрим. Ты не бойся, я тебя не брошу. Давай, доедай фантастику. В общем, я все проверил. Беловой нигде нет. Ни дома, ни в клинике, ни у Стрелецкого. Ну, не могла же она сквозь землю провалиться. Значит, нужно еще проверить Васю. Может она у него? Не исключено, что они могли ее у себя спрятать. Нет, у Васи ее нет. Почему? Ты мне сам говорил, что она с ними обоими спелась. Так что иди проверь. Хорошо. Ну, для начала я хочу понять, для чего она тебе понадобилась среди ночи. Послушай, твое дело привезти ее сюда и найти. Это не впервые я тебе даю такие поручения, а ты не впервые их исполняешь. Что с тобой, Макс? А я хочу знать, зачем она тебе. Это не твое дело. Твое дело привезти ее сюда. Если не мое, пускай ее приводит кто-нибудь другой. Да, дядя? Макс. Ой, ой. Тш-ш-ш-ш-ш. Вот. Да не сунься ты к нему. Спи ты, слава богу. Как я тебя? Классно было, Кролик, а? Супер. Я вообще, когда выпью пару бокальчиков, так расхожусь, такая крутая. Соня, а ребенку ничего, что алкоголь с молоком? Да что ему будет? Я же совсем немножко. У меня все подружки пили, когда кормили. Слушай, посмотри. Малыш улыбается. Прикинь, я читал, что они в этом возрасте не умеют. А наш умеет. Алесенький, малесенький. А ты вот лежишь такой крольчонок, а пока твой папа не сделает мне предложение, так и останешься бойстрюком. Соня, ты чего? Я готов признать свое отцовство и дать ему свою фамилию. А жениться, значит, не готов? Я как-то не думал об этом. Угу. Так подумай, куда тянуть? Блин, чего ты орешь уже опять? Только проснулся, сразу кричит. Тоже мне мужик будущий. Соня, ему нужно загрузить систему. Поесть, то есть. Это нормально. Спасибо, что сказал. Без тебя бы не догадалась. И давай, выйди, я покормлю. Ты прикалываешься? Что? Ну, я видел твою грудь. Ну, выйди, я стесняюсь. Так, нет, а кормить, да. Это совсем разные вещи. Иди давай. Хорошее утро, да? Да. Богдан, а ты сразу привык к тому, что ты папа? Я не помню уже. Нет, не сразу. А я себя странно как-то чувствую. Ну, все равно малыш уже такой нативный. Нативный? Ну, в смысле родной. Он такой смешной, но он постоянно в спящем режиме. Да, это бывает с ними в начале. Да, я читал об этом. Буквально месяц, и этот бак исчезнет, и он начнет нормально функционировать. Функционировать? Бак. Нативный. Ну, ты даешь папаше. Надеюсь, он тебя научит разговаривать. Слушаю. Я тебе там выслал кое-что интересное. Не видел еще? Да. Кстати, первой жертвой станет твоя невестка. Такая молодая, красивая, умная. Такой блестящий профессионал. К сожалению, большая потеря для медицины. Вот спасибо, Петюня. Мне бороться не придется. Ну, наконец-то. Мой маленький. Ой, ты мой хороший. Мой заинька. Какой ты красивый. Какие у тебя щечки, ушки какие. Ой, давай только не так, как вчера, без этих соплей. Я, между прочим, тоже не кайфую от этой ситуации. Так оставь его мне. Ты можешь просто уйти из дома, а я уже разберусь. Ну, да сейчас. Разбежалась. У меня, между прочим, большие планы на этот дом. Какие? Скоро узнаешь. Хорошо, что я вернулась к работе. Я без нее не могу. Тебе меня не понять. То, чем ты занимаешься, может приносить удовольствие только маньяку какому-нибудь. Пригнись. Пригнись. Пистолет подай. Пистолет подай. Что? Пистолет подай. Кто это вообще такие? Плеск бегом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Ты собираешься сегодня на работу? Была недалеко, решила заехать за тобой. Ты? Миша? Тебе плохо? Ты бледный. Да, мне плохо. И ты вот что ты. Езжай сама. Мне кое с чем еще надо справиться. Что вчера случилось на фуршете? Я же вижу, как ты расстроен. Я потом, потом все расскажу. Просто мне сейчас надо побыть одному. Опять секреты? Миша, иногда мне кажется, что ближе тебя нет никого на всем белом свете. А иногда, как будто между нами огромная пропасть. Вот что, ты сегодня должна переехать ко мне. Как? Подожди, мы даже не расписаны. Да что ты ладишь? Все одно и то же! Ты как будто помешана на этой росписи. Просто делай то, что я тебе говорю. Ну, ты, как всегда, галантин. Ну, хорошо, и надолго я к тебе переезжаю? Неизвестно. Вот что. Возьми кого-то из охранников, сразу домой, собери вещи и мигом ко мне назад. Мигом. Вот. И никаких вопросов. Прошу тебя, по крайней мере, сегодня. Все. Беги. Слушаюсь. Возьми банан. Доброе утро, Тоня. Как жаль, что так поздно. Мы уже позавтракали. Не Тоня, а Соня. Да без разницы. Главное, что у нее ребенок всю ночь распинался. Ты хоть когда-нибудь к нему встаешь? А, Даринка, однако, лати чаю. Ненавижу кофе. Саш, нужно усилить охрану в доме. Понял. Минутку внимания. Пожалуйста, прекратите жевать и выслушайте меня внимательно. Это важно. Значит так, я прошу вас всех пока не покидать территорию дома. Если что-то срочно, уезжайте с охранником. И еще одно. Обязательно сообщайте о своем отсутствии. Заранее. Всем ясно? И надолго такое осадное положение? Пока неизвестно. Да, и вот еще что. С сегодняшнего дня здесь будет жить Эдита. С нами. Как? А вот так. Вы же даже не расписаны. Мама, и ты туда же. Я прошу тебя. Так надо. Мишенька, а как же мне Юлю возить в садик? А мне тоже дома нужно сидеть? Я не хочу. Так. Я сказал всем сидеть дома. И прекратите этот базар. Ладно. Поняла. Молчу, дядь Миша. Если ты еще раз так меня назовешь, ты к чертовой матери вылетишь из дома. Приятного аппетита. Тонечка. Слышала? Думай, что говоришь, Тонечка. Извините. Я думаю, Ревина Епархдовна. Саня, умейся. А что такое? Ей можно шутить над моим именем, а мне нет? Миша, Миша, подожди. Миша, я все поняла. Я не буду выходить из дома. Почему Эдита переезжает к нам? К нам? Она переезжает ко мне. И это не твое дело. Миша, я терпела всех твоих любовниц. Иди тут тоже, пожалуйста. Но не сюда же. Не домой. Я этого не выдержу. Тебе напомни твой статус в этом доме? Моя сестра. Ты не можешь так со мной поступить. Да прекрати. Подожди. Пойдем, пойдем. Все. Заходи. Держи. Если что, отстреливайся. Как отстреливаться? А ты куда? Как-нибудь, сообрази. Главное, не высовывайся. Будь осторожен. Михаил Романович, спуститесь. Я могу увидеть Анастасию Стрелецкую? Нет. Послушайте, я же по-хорошему к вам обращаюсь. Мне нужно срочно увидеть Анастасию Стрелецкую. Пустите меня к ней. Нет. Да что ж ты за дуболом-то такой, а? Вот мое удостоверение. Я майор Стрелецкий, ее брат. Это мы уже знаем. Уберите, пожалуйста. Мне нужно срочно увидеть сестру. Где она? Ну, вам здравствуйте. Пустите меня к Насте. Зачем весь этот шум и разборки с охраной, а? Если вы хотите увидеть родственницу, созвонитесь, договоритесь. Она ведь не целыми днями сидит дома. Я не могу ей дозвониться. Она сегодня утром уехала в клинику, отвез ее муж. Может, она сейчас на операции? Почему-то я вам не верю. А мне больше вам нечего сказать. Послушайте. Я разве не ясно объяснил? Леша, закрывай. Нет, не поймали. Воря ранен. Куда он ушел? Вот. Он недалеко ушел. Ты кто? Какой вы ловкий юноша. А я старый друг вашего дяди, Михаила Романовича. Вы знаете, он заказал мне вас и вашу супругу. Я, конечно, не знаю. Я все-таки не знаю. Я 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 не знаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый день. Анастасия Стреляцкая сейчас в клинике. Анастасии Андреевны не было сегодня, насколько я знаю. А вы можете проверить? Просто мне сказали, что она еще рано утром уехала на работу. Извините, конечно, но почему вы интересуетесь? Я ее брат, у меня к ней срочное дело. Хорошо. Так вас устроит. А, да, я вас помню. Прошу прощения, сейчас. Ярослав, ты Стрелецкую не видел сегодня? Тут ее спрашивают. Нет, не видел. А вы опять Настю ищете, да? Она у нас теперь работает, когда хочет. Через день на третий. Конечно, может себе позволить. Она ведь теперь невестка владельца клиники. Спасибо. Дальше неинтересно. Держи. Другую. Здравствуйте. Слушайте, не понимаю, зачем столько шмоток покупать, когда после родов все равно ни в одну не влезешь. Все в спальне Михаила Романовича. Нет-нет, вам не туда. Здрасте. Давай сюда. Не, не надо. Поешь и жди меня тут. Пожалуйста, без меня никуда не уходи. Ответь, Тим. Нет. Даже Юрий? Мы же все равно будем обращаться в полицию. Нет? Настя, ни с кем не разговаривай. Тем более с братом. Жди меня здесь. Все хорошо? Все устраивает? Да, вполне. Я очень рада. Вы знаете, прислуга так старалась угодить дорогой гостье. Да. Вы, наверное, думали, что будете жить с Мишей в одной комнате, да? Видите, он распорядился иначе. Ну да. Я так и подумала. Ой. Да. Мой брат, он очень непростой человек. Он из тех, кто вряд ли второй раз женится. Я уже сама переживаю. Вот сколько у него было женщин, знаете, умницы, красавицы, а он ни на одной не остановился. Нет, ну, вы совершенно другое дело. Вы же и образование, и языки, а какая утонченность просто. А говорите, как? Заслушаться можно. Если бы я так могла? Да, если бы. Ну, работа у вас такая. Натренировались. Да. Держу себя в форме. Ну, хорошо. Вы располагайтесь. А я пошла. Спасибо. Спасибо, Елена Романовна. Да. Настя, я весь день не могу тебе дозвониться. Что происходит? У тебя нет ни на работе, ни дома. У тебя все в порядке, Настя? Нет, все в порядке, не волнуйся. Просто я... Мы с Максимом поехали за город к его друзьям на дачу. А у него друзья есть? Конечно, естественно, как у всех. Да, конечно. Он же у нас обычный парень, как все. Настя, точно все хорошо? Точно. Просто мне его дядя сказал, что Максим повез тебя в клинику. Повез? Просто мы по дороге передумали, ему позвонили, пригласили на дачу. И он уговорил меня поехать с ним. Он уговорил тебя пропустить работу? Представь себе. Ладно. Ну, ты меня больше не пугай так. Отвечай на звонки или хотя бы перезванивай. Все, пока. Пока. Какое неуважение. Мы должны голодные сидеть и ждать, пока некоторые новые постояльцы нашего дома спустятся к ужину. Может, развесим в комнатах расписание приемов пищи? Ну, раз для тебя это так важно. А я готова помочь. Ну, наконец-то. Вы же мастер церемоний, Эдиточка. Неужели тяжело спуститься к ужину вовремя? Я ждала Михаила. Нет-нет, это стол у Максима. А тут обычно сидит моя невестка. В этом доме не принято занимать места членов семьи даже в их отсутствии. Ну, что ты, милая. Твое место рядом со мной. Вот здесь. Присаживайся. А я наконец-то придумала, как вас всех здесь взбодрить. А то тут как на поминальном обеде. Во-первых, конечно, музыка. Во-вторых, мы с Никитой наконец-то решили, как назвать нашего сына. Да? И как? Поскольку тут все Романовичи, пусть будет роман. Маленький Ромка. А что такого я сказала? Сына Миши, а следовательно, моего внука, звали Роман. И что? Я тоже хотела в честь предков, в честь вашего покойного супруга. Хотела сделать вам приятно. Дура. Мой муж никоим боком тебе не предок. Он также не предок Никите. Не дура я. Да и вообще, что такого? Я хотела как лучше. Дело даже не в этом. Дело в том, что сын Миши, Рома, погиб. Простите, я не хочу есть. Я пойду к себе. Угу. Угу. А может, он и правда, а может, он и правда прав. И это все справедливая расплата. Да. Ромка, 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 Ромка. Сыночек мой, прости меня. Прости. Боже, ну ты совсем загнал себя. Тебе надо отдохнуть, Миша. Ну. Оставь нас. Ты что, с ума сошел? Сядь. Ты заказал меня и Настю. Кто тебе такой наплел? А что, действительно в это поверил? Настолько, что чуть не пристрелили. Я перехватил телефон. Разговаривал с заказчиком. Он сказал, что он твой старый друг. Спрячь пистолет. Говори. Это Петр Белов. Кто такой Петр Белов? Призрак. Сыночек мой. Любимый. Ты Иларион. Лясик. А никакой не роман. Слышишь меня? Лапочка. Когда-то давно, еще в самом начале, он был главным технологом на нашей фабрике. Моей правой рукой. Помогал, участвовал. Но в какой-то момент человеку ведь всегда становится мало. И вот Петюня захотел половину бизнеса. Стал меня шантажировать. Я на многое могу закрыть глаза. На фальсификации. На манипуляции с химикатами. Но товар 52? Нет. Не для того я шел в фармацевтику. А ты у нас, оказывается, высокоморальный, Петя. А я и не знал. Плевать на мораль. Но подумай о бизнесе. Подумай о своей семье. Это очень опасно. А я только о них и думаю. И мне твои советы не нужны. Я сам разберу, что опасно, а что нет. А-а-а. Да? Разберешься? Тогда я требую половину бизнеса и статус полноправного партнера. А так как Петя знал очень много, он стал реальной опасностью. Не только для меня, но и для всей компании. Ну и, как ты сам понимаешь, нам пришлось... По моему приказу Богдан убрал его. Точнее, я думал, что он его убрал. Сейчас я тебе покажу одно видео. Так сказать, привет от моего старинного друга Пети. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Он маньяк. Да нет, просто питает слабость красивым эффектом. Шоумен матер. Но на самом деле он адекватный и очень умный человек. Будешь? Макс, но самое главное, что он очень опасен. И потому мне нужна эта девчонка, Лида. Потому что Лида Белова его дочь. Именно поэтому ты о ней заботился, оплачивал ее учебу. Так сказать, вину заглаживал. Именно так. Она знает, что он жив? Похоже, нет. Во всяком случае, я хотел бы так думать. Но надо проверить. Но Белов-то знает про свою дочь. Потому мне так срочно нужна эта девчонка для защиты. Ты это понимаешь? Понимаю. Если она будет у нас, он будет держаться на расстоянии. Вот именно. Вот именно. И потому зря ты не выполнил мой приказ. Эта девчонка – единственный наш козырь в этой игре. Но теперь ты наконец понимаешь, что он хотел убить твою жену. А потом сказать тебе, что это по моему заказу, чтобы ты убил меня. А где, кстати, Настя? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Держи. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Тихо, тихо. Максим. Тихо, все хорошо. Просыпайся на. Пора идти. Куда идти? Да. Вставай. Пойдем. Ты поел? Одинhour не пойдет. Спасибо. Алло. Я надеюсь, ты не расслабился раньше времени? В этот раз у меня не получилось, но ничего, подождем другого случая. И поверь, это будет скоро, очень скоро. Твоего племянника и невестку мои люди найдут быстро. Все эти годы я ждал, когда ты достигнешь вершины, не догадываешься зачем? Чтобы тебе было больнее падать. Так что еще немного, я потерплю. Ты все сказал? Твоя дочь, она у меня. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я всегда буду на твоей стороне. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Настя, пойдем. Ты мне можешь объяснить, от кого мы бегали, почему, кто в нас стрелял? Я ничего не понимаю, а ты, как всегда, молчишь. Настя! Пожалуйста, успокойся. Объявился старый враг моего дяди, который грозится уничтожить всю мою семью. Господи. Мы не можем сегодня поехать в Володенко. Возможно, завтра мы сможем это сделать, но сегодня на дорогу выходить опасно. Пойдем. Богдан, послушай, как красиво. Только ради того, чтобы снова обняться с тобой. Я пройду испытания, те, от которых сдаются. Знаешь, люди ломаются, если мечты разобьются. Только я не сдаюсь. Остаюсь в поединке с судьбой. Ох, похоже, мы вчера переборщили. На, поправь здоровье. Нет, спасибо, я этот метод не люблю. Скорая отпустит. На свежем-то воздухе… Да бери, говорю, бери. Проверенное же средство. Два глотка и будешь как новенький. А, ладно, уговорил. Скоро все изменится. Половина бизнеса будет моя. Да ты не сомневайся, я и тебя не обижу. Ты ведь моя правая рука. Мой друг. Ну? За наши совместные блестящие перспективы. Да. Да. Что это? Ты… Как ты мог? Да не я это. Молоденка. Это он меня заставил. Понимаешь? Нет, 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 нет. Прелесть, да? И очень жизненно. Богдан. Я верю, что наши отношения еще можно спасти. У нас все может быть хорошо. Лично мне нужно просто немного романтики. И я готова тебе все простить. Ты что ж такое с тобой, а? Пилать, что ли? Я сегодня не пила. Как черту романтика? Ты вообще что знаешь обо мне? Что ты вообще понимаешь? Бодя, на минутку. Да, Миша. Найди мне Лиду Белову. Немедленно. Люди Макса не справляются. Так что брось все и займись этим делом. Это все-таки твой косяк. Его последствия. Давнее, но твой косяк. Я понял. Самый плохой вариант, это если она сейчас у своего папашки. Тогда нам точно всем крышка. Но, судя по его реакции, он даже не знает, где его девка. В общем так, она может быть у этих ментов. У Стрелецкого и у этого ублюдка Васьки. Найди ее и приведи сюда. Я понял, Миша. Иначе тебе не жить. Я сделаю. Найду и приведу. Клянусь. Знаешь, Миша, я конечно не ждала, что меня встретят с оркестром, но такой встречи я тоже не ожидала. Твоя мама очень ко мне переменилась. Вероятно, она не может меня принять в своем доме в таком невнятном статусе. Особенно усердствует твоя Елена прекрасная. Вообще с цепи сорвалась. Знаешь, наверное, все-таки зря ты настоял на моем переезде. Твой птичий двор меня заклюет. Все, давай, не вери в голову. Ты ведь сама говорила, что они курицы, а курицы что? Только куда их счеты забудут? Миша. Миша. Ну скажи, ну что все-таки произошло, Миша? Давай не сейчас. Я страшно устал, а завтра предстоит еще один тяжелый день и мне надо набраться сил. Давай спать. Давай. Давай. Хочешь поговорить? Нет. Раз. Раз. Три. Четыре. Как ты думаешь, тот наш поцелуй что-то значил? Молодец, целых четыре секунды и продержалась. Скажи. Ну а какой ответ ты хочешь услышать? Не знаю, может это просто был адреналин? Правда, правда, ничего кроме правды. Дай руку. Мне некогда было думать об этом. Спокойной ночи. Настя. Настя, вставай. Вставай, быстро. Уходим. Быстро. Налево. Давай, давай, давай. Давай. Где она? Петр Петрович, мне жаль, но мы не смогли ее найти. Мобильная отключен, установить ее местонахождение мы не можем. Вы все проверили? Да везде были наши люди, но, к сожалению… Бедная моя девочка. Бедная моя девочка. Не был она из – это странная природа. Он не был некоментологом, но мы смогли. Это Киевская вера и не поедали мою собрание. Третьей-беды и поговорили о том, чтобы она была создана. Субтитры создавал DimaTorzok Прекратить немедленно! Уходите оттуда! Погнали! Давай-давай-давай! Пошли! Пошли! Мама! 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 Господи! Сыночек, ну возьми трубку! Возьми трубку! Мне это не отвечает! Ну что же такое-то? Господи! Что же такое-то? Мама! Галь! Все в порядке! Заходи! Сон переснился ужасный, ужасный сон переснился про Максима! Просто ужасный! Успокойся, сны обычно ничего не знают! Я ему звоню, он трубку не берет! Настя его тоже! Это у тебя сны ничего не значит! Это у меня значит! У меня они как правило сбываются! Максим! Не отключайся! Сейчас! Потерпи немного! Беги! Нет! Беги сама! Замолчи! И береги силы! Где они? Пошли! Черт! Нася! Тихо! Настя в зале! Тихо! 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 И вообще, сейчас еще шесть утра, они еще спят. Шесть утра? Да. Да. Чего ты поднялась так рано? Ну, если тебе интересно, я еще и не ложилась. Как? По какой причине? Я долго думала, и я решила, я хочу, чтобы мой сын был со мной. Галя. Все, не мили чушь. Ты прекрасно знаешь, что это невозможно. Да возможно все. Просто выгони отсюда эту Соню. Куда хочешь ее одевай. Но мой ребенок должен быть со мной. Ему там плохо. С чего ты это взяла? У меня же есть глаза. Я вижу. Доченька моя. Родная. Я это сделала ради тебя. Поверь мне. Ну, разве я тебе враг? Хочу, чтоб тебя ничего не связывало по рукам и ногам. Чтоб ты, когда придет время, вышла замуж. За нормального, порядочного человека. Чтоб ты была свободной, независимой женщиной. Чтоб у тебя был выбор, а не так, как я. Мам, я знаю, что мы тебе мешали, но для меня мой сын не преграда, не обуза. Ай, какая чушь. Ты ничего не знаешь о жизни. Ты даже не представляешь себе, что такое быть матерью-одиночкой. Это значит, ни минуты не принадлежать себе. Не иметь времени ни для чего забыть обо всем. О друзьях, подругах. Да просто о том, чтобы пойти в кино погулять. А потом, на тебе всегда будет это клеймо. И каждый будет показывать на тебя пальцем. И потом ребенку нужно иметь полную семью. Это самое главное, Каля. Все. Хватит мне читать нотации. Мама. Или ты выгонишь отсюда эту Соню. Или я все сделаю сама. И тебе это не понравится. Мамочка. О господи. Господи. Дети, дети. Доброе утро. Вика. Что это на тебе? Пойди переоденься немедленно. Ты выглядишь нелепо. Я хочу заняться зарядкой. Ты решила заняться спортом? Похвально. Я хочу повести себя в форму. Похвально. Однако я не уверена, что хватит тебя надолго. За один раз в форму не войдешь. За один раз в форму не войдешь. Я защитил. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 21, 21, 22, 21, 22, 22, 23, 23, 23. Доброе утро! Ну, если хочешь подтянуть пресс, могу предложить кое-что поэффективнее. 23, 24, 24… Ты же слышала о йоге? Ну, конечно, да, но йога мне не подходит, а я, бедра тяжелые, с этим можно работать. Послушай, главное не насиловать себя и постепенно повышать сложность упражнений. Давай я покажу тебе несколько асан. Они не сложные, а эффективности масса. Давай, те. Папочка идет? Так. Привет. Тише. Чу-чу-чу. Блин, что за комарку нам дали? Вообще негде развернуться. Соня, нормальная комната? Да, конечно. У всех хоромы, а мы тут в двух метрах. Так. У тебя что, нет настроения? Вообще, послеродовая депрессия. Что, правда? Блин, все бабы такие роскошные в этом доме. Одна я как бомжиха. Сань, надо малыша покормить. Да сейчас. Кролик, дай денег. Ну, на шопинг. У меня настроение улучшится. А, даю. Ну, так. Вот, держи. Да мало. Дай еще. Ты будешь спать или нет? Сань, он всю ночь спал. Сейчас ему нужно покушать. Ты ничего не понимаешь в бурничках. Сон — это как раз лучшее занятие. Сон — это же рост. А? Ой, ладно, покормлю. Отлично. А я пойду позавтракаю. Придурок. Расслабься. Почувствуй своё тело. Не спеши. А теперь, повторяй за мной. А теперь, повторяй за мной. Осторожно. Давай. Осторожно. А ну, расправь колени. Дыши, дыши. Не напрягай шею. Давай, давай, не напрягай. Ой, ой, ой. Дыши, дыши. Осторожно. Чувствуешь, как тянутся мышцы? Да, очень тянутся, да. Давай, 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 осторожно. Дыши. Осторожно. Батюшки мои. Люся. Люся, ты только посмотри, что творится. Так это же разврат какой-то. Чему Анна Змеёка её учит? Наверное, какой-то очень модный комплекс упражнений. Я ей покажу комплекс. Ни стыда, ни совести. Быстрее, пожалуйста. Аккуратнее. Спасибо вам большое. Если бы не вы… Лучше выздоравливает. Стрелецкая, что это всё означает? У моего мужа огнестрел. Я буду оперировать его сама. Да. Если ты действительно решила обновиться, могу помочь со сменой имиджа. Первым делом нужно привести кожу в порядок. Я дам номер своего косметолога. Макияж. Совсем не умею красить. Хорошо. Я научу. Ещё давай займёмся твоим гардеробом. Ты можешь поехать со мной на шопинг? А почему бы и нет? Слушай, а ты могла бы найти время сегодня? Сегодня? Да. Спасибо. Доброе утро. Привет. Доброе. Здравствуйте. Эдита, а что за вид? Ты хоть понимаешь, что ты всех здесь смущаешь? А чем это вы в саду там занимались? Я думала, вы порядочная женщина, но эти разнузданные телодвижения, как их понимать? Это йога, Регина Львовна. А? А я думала, репетиция стриптиза. Мам, ну прекрати, ну ты ничего в этом не понимаешь. Молчи. Тебя не спрашивают, чтобы я этого больше не видела. И вообще не приближайтесь к ней. Юра. Нет, это Лида. Я избавилась от своего телефона, чтобы меня не выследили. Ты в порядке? Маладинка с тобой ничего не сделал? Все хорошо, я в управлении. Твой брат рядом. Слава Богу. Прости, не могу долго говорить. Сейчас буду оперировать Максима. В него стреляли. Подожди. Зачем ты его спасаешь? Он разрушил твою жизнь. Настя, подумай, не делай этого! Алло! Ты скотина! Где моя дочь? Миша, а твоя любовница теперь всегда будет ходить по дому в таком виде? Что не так? А по-твоему, это нормально? Нет. Это прекрасно. И кстати, мы скоро поженимся. И пожалуйста, стучи, когда заходишь ко мне. Случай тяжелый. Пуля застряла в легком. Настя, может не вытянем? Поддержитесь от прогнозов. Операция еще не закончена. Зажим. Родственникам сообщили об операции? О состоянии Максима? Не знаю. Наверное, нет. Сообщите, пожалуйста, его маме и Михаилу Романовичу. Хорошо. Кофе здесь хороший. Спасибо. Нет времени. Так что у нас на этот раз? Рассказывайте. Мы уже договорились. Не под запись. Ну окей. Рассказывайте. В клинике в данный момент оперируют Максима Гринчука. Огнестрельное ранение. Он начальник охраны Михаила Володенко. И он же муж нашей звезды. Анастасии Стрелецкой. Она, собственно, его и оперирует. А по какому поводу ранения? Дядюшку защищал? А этого я вам не говорил. Мне неизвестно. Я говорю только то, что знаю. Окей. Спасибо и на этом. Дальше узнаю сам. Конечно. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Лена, осторожно. Уйдем. Сейчас будем заканчивать. Остановка сердца. Виталий, ну что? Что? Говори. Михаил Романович, врать не буду. Ситуация критическая. Максим на грани. Держитесь. Да. Спасибо. Ты, Виталий, ты держи меня в курсе, да? Да, конечно. Давай. Макс, 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 как же так? Боже ты мой. Миш, ну не нервничай так. Все будет хорошо. В твоей клинике работают мегапрофессионалы. Они справятся. Ну все, не трогай меня, пожалуйста. Не сейчас. Не надо. Этого не выдержу. Так, Лена. Это... Лена, Лена. Все, успокойся. Виталий, я этого не выдержу. Все, ну все. Все, все хорошо. Успокойся. Ну, посмотри на меня. Посмотри на меня. Вот, наш Макс, он ведь сильный, да? Он выкарабкается, да? Ну все. Держи себя в руках. Давай, давай, давай. Ну что толку слезы лить? Галина, угомонись уже. Ты меня до инфаркта доведешь. Галочка, ну пожалуйста, ну не плачь. Ты же знаешь, что Настя отличный хирург. Мы в последнее время так мало общались. Это я виновата. Ну в чем ты виновата? Ну а что ты такое говоришь? Дарин, принеси, пожалуйста, стакан воды и капель успокоительных накапай. И мои таблетки прихвати. Так, Галь, потопочую честь? Максим при смерти в клинике на операционном столе. Под ножом у этой, Анастасии. Как, почему? Рисковый сильно, вот почему. Так, Богдан не отвечает. Я надеюсь, что с ним все хорошо. Вика, давайте дружно успокоимся. Да. Галь, прекращаем плакать. Я так понимаю, нам нужно просто собраться и подождать. Раз Макса оперирует Настя, значит он выживет. Я в этом уверен. Гале все будет с ним хорошо, слышишь? Ой, замучил совсем меня. С самого утра, вяк-вяк, вяк-вяк, вяк-вяк. Я хотела в центр поехать. Что с лицами? Дарин, посиди с ним, все равно ни фига не делаешь. А я уже до точки дошла, скоро в окно его выброшу. Соня, давай я посижу. Что такое? Я шучу. Ты же говорил, работа. Слушай, иди куда шла. Чао. Да, Никите не повезло еще больше, чем я думала. И вообще на все плевать. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну все, 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 все. Нужно позвонить домой. Я уже позвонила, Регине Львовне. Бедная Галочка, для нее это такой стресс. Если Макс не выживет, я просто умру. Миш, ну зачем так? Надо мыслить позитивно. Зачем наперед прокручивать худший вариант, Миш? Послушай, Эдита, прекрати нести всякую чушь. Все равно я не могу понять Настю, неужели она влюбилась в этого Гринчука? Не думаю, но у нее должны быть веские причины так себя вести. Тебе виднее. Но какое еще этому объяснение можно найти? Я говорю же тебе, никогда ни при каких обстоятельствах Настя не полюбит такого, как Гринчука. Это исключено. Любовь такая непредсказуемая штука. Никогда не знаешь. Наверняка. Кстати, а что с твоим телефоном? Никак не могу дозвониться. А я от него избавилась и симку сломала. Ну, чтобы не выследили. Однако, шпионских сериалов пересмотрела. Нет. Просто я довольно сообразительная. Я на минутку. Субтитры создавал DimaTorzok Хорошо. Везите ее на фабрику. Да. Все хорошо. Опасностей для жизни нет. Настенька. Настенька. Спасибо. Спасибо тебе, родная. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Настя, спасибо. Я в тебе никогда не сомневался. Простите. Я очень устала. Ну, 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 ну. Все, все. Слава Богу. Слава Богу. Это глаза. Это нос. А это рот. Галь, ты думаешь, что он понимает? Соник говорит, что в этом возрасте они, кроме того, что есть и спать, больше ничего не хотят. Все они понимают. Даже когда они самые маленькие. Даже когда они в животе у мамы. Да что вы говорите? Да. Слушай, слушай. И правду смотрит. Галь, ты молодец. Из тебя в будущем выйдет очень хорошая мама. Я что-то не то сказал? Да не, ничего. Все нормально. Просто про Максима вспомнила. Так страшно за него. Слушай, пойди узнай, какие там новости, а я пока его успокою. Хорошо? Угу. И сделай мне, пожалуйста, бутерброд с сыром и чай с молоком. Ты же чай с молоком не пьешь? Ну, ты там знаешь, кто что пьет. И вообще, у тебя только лицо к экрану приклеено. Ну, значит, не так сильно приклеено. Раз знаю. Пошел, пошел. Простите, а там кто-нибудь есть? Нет, там никого нет. Доставка еды. Па-бам. А, бац. Так. С клиники звонили. С Максом все хорошо. Слушай, ну тогда за Макса. Счастья, здоровья. Слушай, а как тебе имя Иларион? Угу. Иларион. А. Лясик. Лясик. Красивое имя, главное, редкое. Слушай, прикольно, Иларион. Угу. Мне нравится. Фух. Ой. Фух. Я так забегала с этими магазинами. Ничего себе, сколько покупочек. Да. А малышу что-нибудь купила? Радионяню. Вау. Что за девайс? Чтобы слышны были все звуки. Ну, чтобы не торчать тут постоянно, как пришитое. Мама вернулась, и я пойду. Давай. Спасибо за помощь. И о чем это вы тут без меня чирикали? М? Кролик. Да так. А как тебе имя для малыша Иларион? Странное. Ну, если папа так решил, пусть так и будет. Угу. Мне нравится. Спасибо. Оставьте нас. Сядь. Лида. 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 Как же так, а, Лида? Я тебе так доверял, а ты что получается? Меня предала? Михаил Романович, все не так. Как я могла вас предать, если вы так много для меня сделали? Я просто хотела помочь Насте. Поэтому и послушалась ее брата и этого следователя. И я думала, так будет лучше. Я хотела, чтобы она развелась с Максимом. И что? Для этого собиралась следить за мной, да? Я не хотела вам навредить. Клянусь. Если бы не вы, я не знаю, что бы со мной было после смерти родителей. Вот именно. И ты меня так отблагодарила. Ну, почему вы мне не верите? Я всегда была вхожа в ваш дом. И давно могла помочь нарыть компромат на вас. Какой компромат? А? Я... Я всегда знала о нарушениях протоколов в пользу назначения препаратов вашей фабрики. Но я никогда ни слова не обмолвилась никому об этом. Даже в полиции не намекнула. Поверьте мне. Посмотрим. Посмотрим. Ты посиди здесь пока. Будешь вести себя хорошо. С тобой ничего не случится. Ты благодари Господа Бога, что мой племянник остался жив. Значит, твоей дочурке появился шанс. Прошу, не бросай трубку. Мне нужно встретиться с тобой. Я готов. Да? Ты же не видел ее столько лет. Потерпишь еще немного. Я хочу сказать, что никогда не пил шампанское с таким удовольствием, как сегодня. Наш Максим жив. Он спасен. Родные мои, давайте выпьем за его здоровье. Да? За моего мальчика. Пусть выздоравливает. Сорви голова. И так счастливы. Мы очень переволновались. Слава Богу, уже все позади. Спасибо. Давайте выпьем за Настю. Она все-таки гений. У тебя все гении. Она хирург. Это ее работа. Боже, какой салат вкусный. Дай грибочки. Дай. Как твой сыночек? Отлично спит. А с радионяней вообще можно расслабиться. Какая трогательная материнская любовь. А тебе не кажется, что этот новомодный предмет не уместен за столом? Да. Дарин, отнеси его в комнату, заодно посмотришь, как там ребенок. Дядя Миш, а вы уже выяснили, кто стрелял в Максима? Я вам не могу всего говорить, но могу поклясться, что этот негодяй получит по заслугам. Он не останется безнаказанным. Ну, давайте не будем о грустном, да? Я предлагаю еще раз выпить. За выздоровление Максима. И пусть он поскорее возвращается домой. Да, да, да. Я счастлив. Не говори. Прямо сердце отлегло, да? Ой, не напоминай мне про сердце. Я прям сегодня чуть не умерла. До сих пор прийти к тебе не могу. Мамочка, ну что ты такое говоришь? Ну, прекрати. Давай я там что-то положу. Ты меня напугал? Ну, что ты, мы перестали. Ну, перестали. Слушайте, могу я вас попросить? Вы с отец Ники мой телефон, мне нужно срочно позвонить. Конечно. Кому? Брату. Зачем? Я должна сообщить ему, что я не приду сегодня в ресторан по случаю моего дня рождения. С праздником. Жить хочешь? Выходи за меня замуж. Брату. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok